взглянув на хронометраж этого ролика ты можешь подумать это же безумие больше четырех часов на какое-то разоблачение неужели она стоит того чтобы смотреть это а я тебе отвечу ты прав это безумие и да она того стоит сегодня ты увидишь как она выглядит безумие познакомишься содержимостью поймешь как низко может пасть человек в общем отлично проведешь день пришло время погрузиться глубины человеческой низости банджур сегодня особенный день особенно он по нескольким причинам одну из них вы скоро узнаете а главную я назову прямо сейчас сегодня особенный день потому что я наконец решил прекратить бегать от позора и признать поражение великой войне умов вывод возможно даже не знали что идет некая великая война умов она тем не менее идет меня долгое время разоблачали как труса лжеца вообще такой бездарности и пора уже наконец признать что они были правы в этом ролике я не просто посыпаю голову пеплом я хочу воздать хвалу великолепному человеку без которого этот мерзкий гадкий либрариум так и подрюба мозги людям блогеру замечательному человеку михаилу кастом сторису надеюсь вы все помните его мощнейшее разоблачение на меня если вдруг вы не помните или вообще даже не понимаете о чем сейчас речь то подождите буквально пару минут я все объясню и напомню и вы все этим насладитесь мы все этим сегодня насладимся если вкратце там меня притянули за язык победили разделали и прочее думаете я смеюсь да нет я серьезно я серьезно так считаю сегодня мы все здесь собрались чтобы показать на меня вот так вот пальцем и так ускать фу дружно поэтому ни в чем себе не отказывайте однако помните как дамблдор говорил я не хочу чтобы ты презирал меня меньше чем я того заслуживаю гарри вот я тоже я не дамблдор конечно но я не хочу чтобы вы презирали меня меньше чем стоило нужно бы поработать немножко над вашей осведомленностью и потому эксклюзивно для вас по секрету всему свету я расскажу наконец эту великую историю историю позора если можно так выразиться ну а историю чьего именно позора это вы уже решите сами я так волнуюсь так волнуюсь ведь я бледный весят и от страха до отходя от ерничания я вот что хочу сказать я думаю что даже самые недалекие люди уже поняли какого рода ролик это будет и на какую тему это документальный ролик из категории разоблачений я не очень люблю такие вот разоблачения и прочее и собственно я долгое время молчал в то время как блогер под названием custom stories без устали разоблачал меня во все поля мне за полтора года пришло немало запросов ответить по фактам на эти разоблачения однако у меня без того интересных дел было немало но вот я разгрузился и в честь юбилея а это вторая причина возникновения сегодняшнего ролика я решил сделать подарок custom stories и все-таки уделить ему внимание вон ведь как старается его на себя обратить аж порткидами от да и к тому же если этот паровоз не остановить то он не только напередит еще больше он еще и пропустить улетит там же рельсов то больше нет уже а с моей стороны допустить такое было бы жестоко ролик формально будет поделен на три части в первой я расскажу хронологию конфликта с этим человеком как все началось и где на данный момент остановилась вторая самая крупная наверное часть долгожданный ответ на разоблачительный ролик алант расправил плечи и третья часть нюансы где я на более конкретных и более наверное даже позорных примерах покажу насколько человек о котором пойдет речь болен на всю башку я не буду как он переодеваться в доктора называть его пациент нет я просто покажу вам факты выводы вы сделаете сами важный момент я не пытаюсь этим роликом переубедить тех кто действительно считает меня таковым а каковым я себя описал в начале и возможно даже хуже это невозможно их переубедить я бессилен против религиозного фанатизма они ведь называют себя церковью кастом stories в конце концов да вот я не могу бороться с церковью а то вдруг меня арестуют за вы понимаете да за растление несовершеннолетних и я не пытаюсь переубедить тех кто видит все под под правильным углом это все скорее для тех кто находится в этом пограничном состоянии собственно тех на кого и надеется кастом stories на неосведомленных людей которым передергивание кажется убедительными с непривычки людей не видящих полную картину или же не желающих видеть потому что о полной картине событий никто вам не рассказывает ни разу не рассказывал но я сегодня расскажу и уверяю вас будет интересно такой шизы вы еще не видели во всяком случае здесь у меня на канале так-то наверняка в интернете еще не такой встречается и напоследок этим роликом я не хочу никого унизить правда просто если бы даже я захотел я бы не смог сделать это лучше чем это сделал виновник торжества ну не будем тянуть приступим итак часть 1 хронология хотя я бы сказал хренология для самых неосведомленных людей начну с того что про меня как про блогера говорят в том числе и то что у меня присутствует некий конфликт с другим блогером с ником custom stories это не совсем так но да некое противостояние в той или иной мере присутствует 2021 году он выпустил разоблачение на меня коим убедил некоторых зрителей в своей правоте как принято говорить разнес по фактам и по существу мне возразить нечего потому ей промолчал так ведь когда речь заходит об этом конфликте почему-то совершенно никто не вспоминает с чего все началось я позже скажу почему не вспоминают а началось все в незапамятные времена а именно 5 мая 2017 года тогда я еще вот только-только начинал карьеру блогера мне улыбнулась удачей я потихоньку набирал подписчиков и наткнулся на ролик того самого custom stories на ролик с названием почему dark souls 2 говно ролику на тот момент было 9 месяцев так как опубликованным был 30 сентября 16 года 8 месяцев вот как видите ролик тому времени уже успел набрать просмотров и не сказать чтобы его приняли прям вот плохо вполне даже хорошо хотя могу предположить потому что я не помню все же дизлайков было достаточно так немало подробнее можно сказать только сам custom stories свой ролик я назвал адвокат алди и при его публикации как говорится зажглась звезда на небосводе случилось то чего я ну никак не ожидал потому что ну как может канал с 14 тысячами подписчиков ожидать что его ролик наберет так много просмотров по моим меркам очень много даже по нынешним вот меркам когда у меня статистика заметно упала почти 200 тысяч просмотров это очень немало нужно сказать что на custom stories я наткнулся значительно раньше этого ролика я его осмотрел какое-то время наряду с другими блогерами снимавшими ролики про dark souls строго говоря михаил почти не снимал собственные ролики про dark souls он их в основном переводил и я время от времени посмотрел его в числе других более того считал его даже талантливым и интересным но вот у меня начался свой канал и я забросил смотреть вообще всех времени просто перестало хватать да и как-то интерес переключился а потом наткнулся вот на этот вот ролик несколькими месяцами ранее я уже делал что-то вроде разоблачительного ролика точнее правильно сказать реакционного ролика потому что никаких разоблачений там не было и личности человека я не касался я снял ролик с названием основа православия и обломов став ролик этот был про то что говорит обломов как я рассуждал на тот момент обломов уже тогда был миллионник и если какой-то канальчик упомянет его ему будет ни горячо не холодно потому что это нормально тем более я ни разу не оскорбил так что всем пофиг а мне контент однако в комментариях звучала мысль что мол я пытаюсь попиариться на нем но если честно я даже сейчас слабо понимаю как на таком можно было попиариться в тех условиях и что такая благодатная кликбейтная тема религия да все ж так и ждут ее разборов но я тогда подумал что наверное это нужно учесть и когда пришла пора записывать ответку на ролик михаила я именно так и сделал михаил прямо скажем не обломов ни разу он не миллионник на тот момент он имел аудиторию если память не изменяет 54 тысячи подписчиков мне почему тут память запала именно цифра 54 возможно я ошибаюсь но точнее можно сказать только сам михаил потому что вся такая точная статистика она именно что у него и вот наивный русский иван чтобы его подписчики вдруг не пошли и не начали травлю михаила наивный русский иван не упоминает в ролике блогера не упоминает даже название этого ролика которым идет речь не показывает фотографию человека вместо нее стоковая фотка чтобы создать атмосферу анонимности как было в don of war 2 я по своей наивности сделал также и попытался даже изменить голос михаила чтобы его никто не узнал ну и немножечко ускорить чтобы это было чуть-чуть побыстрее расчет был похожий я не буду указывать пальцем на ролик на автора ролика просто по тезисно разберу что он говорит а если вдруг он узнает то ну конечно ему будет пофиг ну ей бога же какой-то хрен с горы 14 тысячами подписчиков рассказывающие о гарри поттере и религии ада то в то время я именно этим и занимался у меня было несколько роликов о гарри поттере два ролика о религии и один или два о масс-эффекте на тот момент и вот такой вот блогер вдруг снимает ответку на твой ролик без указания на твой канал и тебя и даже без оскорблений в этом ролике не было оскорблений ну возможно там было хамство давайте посчитаем вместе если дурака прижать и спросить мол раз тебе все ясно то как тогда обстоят дела вот с этим вот с этим вертел я таких знатоков ибо посмотрел на того гения который заблудился в первой части а погодите он же перед нами локации говно лор говно что-то обзорщик говно еще забыл сказать пояснил бы он знатный поясняла она переводил кучу роликов лоровых а ничего не знает про этот самый лор ни первой ни других частей зато гонора на двоих и выпендрежа на троих а этому блогеру учитывая переводом чего он занимался и занимается хочется сказать не хочешь срать не мучай жопу клянусь чем дольше я его слушаю тем сильнее укрепляется подозрение что он дал боешь случае чего можете взять и посчитать сами и проверить насколько я был жесток по отношению к абстрактному заметьте автору самое гнусное самое обидное слово прозвучавшие там это долбаешь притом прозвучавший всего один раз и поверьте мне бы в голову не пришло что успешного человека талантливого человека человека хоть и понесшего чушь но все же канал которого развивается темпами несравнимыми своими человек у которого есть серьезная поддерживающая его аудитория может задеть такая ерунда как же я ошибался то что началось после этого можно сравнить с извержением везувия только везувий этот находится не в помпеи а скорее в попеи уж не знаю каким образом этот ролик набрал так много просмотров за прошедшие пять лет его посмотрели не так уж много раз как в начале возможно меня репостили какие-нибудь паблики я точно помню один такой но я сомневаюсь что он один мог создать такой ажиотаж хотя кто его знает но еще большим сюрпризом для меня стало то что этого блогера легко узнали и вот это для меня до сих пор загадка нет я не пытался смеяться над ним сделав голос тоньше есть таких смешуек вырос еще в ранней школе я именно что пытался скрыть человека а его все равно узнала подавляющее большинство моих зрителей потому что давайте будем честны 50 тысяч подписчиков что тогда что сейчас в глобальном понимании это мизер даже в нише dark souls в те времена были куда более популярные блогеры они сейчас есть тот же good nature скажем занимался точно такими же переводами точно тех же текстов в ате и то что его узнали для меня стало чем-то очень и очень непонятным в подавляющем большинстве мои зрители с аргументами были согласны что можно пронаблюдать по соотношению лайков и дизлайков например однако среди тех кто соглашался со мной в комментариях попадались конечно и те кто гнусно оскорблял михаила костерил его последними словами и вот уже такой цели обижать человека я себе точно не ставил и я банил таких людей моментально где только находил после этого случая в том числе я очень строго общаясь с аудиторией которые у меня не обидчивы в целом и всегда говорю что если вы ведете себя как свиньи то идите в хлев они на мой канал однако могли ли такие люди пойти к михаилу и писать подобные вот гадости думаю да могли вы сами видите что я даже намеком не призывал никакой травле и попытался скрыть его личность но раз уж его раскрыли так играючи я больше этот процесс не контролировал по моему я даже писал в группе пост про то что я не одобряю травлю но я за это ручаться не могу и возможно именно такие вот комментарии зародили в михаиле обиду на меня но думаю что гораздо большую обиду или не меньшую обиду в нем зародили еще и дизлайки которых после моего видео у него заметно прибавилось как видите это 12 тысяч против 13 тысяч и забегая вперед дизлайков этих он меня не простил хотя ему так и не удалось ни разу повторить мой результат даже несмотря на набеги его паствы и разумеется надо было как-то отмыться от такого мнимого позора я говорю мнимого потому что он действительно мнимый да михаил я тебя поздравляю все эти годы ты обижался на ерунду тебе действительно так важно что сказала тебе какой-то человек ты столько лет описываешь меня как ну прям вот совсем нехорошего ур да год вот так тем более неужели мнение такого человека стоило воспринимать так близко к сердцу я прекрасно понимаю что дизлайки в данной вот конкретной ситуации их серьезный перевес оскорбление и прочее что это очень обидно кто говорит иначе что ему пофиг что это ерунда тот лжет к этому можно привыкнуть и утираться от таких вот плевков но это все равно будут плевки в свою сторону таковы минусы известности и понятное дело что после такого ты вряд ли будешь в хорошем настроении нужно как-то исправить ситуацию и поэтому михаил связался со мной и спросил мол чё за дела чё за наезды так вот слово за слово и вот у нас уже назначен совместный стрим где я извиняюсь за то что пошла возможно пошла просто может ее не было неумышленная травля и мы вместе разбираем по тезис на его ролики а нет стоп извините я вам какую-то другую историю рассказываю не случившуюся хотя казалось бы что мешало вместо этого михаил решил вывести все на пост иронии мол это был такой толстый троллинг который я дурак неумно не выкупил и он так проталкивал этот нарратив что тот аж не влезал и вечно выпадал из мешка возможно он даже сам в него искренне поверил прекрасная конечно индульгенция который я рассказывал в одном из своих роликов прикрыться пост иронии словно справка из дурдома мол какой у меня спрос я же больной я же тролль я не могу быть неправым потому что если скажу что я не прав я скажу что это был толстый троллинг да только вот существует так называемый закон по который гласит что невозможно создать пародию на нечто без явного указания что это пародия чтобы при этом не нашелся человек который принял бы все за правду говоря простым языком чтобы все оценили твой великий ум необходимо оставить хоть какую-то явную зацепку чтобы по ней можно было определить что ты действительно иронизируешь смотрели когда-нибудь фильмы про расследование преступления или может книги читали там конан дойль скажем вы помните как там раскрывали преступников тем было необходимо чтобы их работу оценили и они намеренные или даже не преднамеренно оставляли знаки указывающие на них это свойство психики который подводила от реальности не убежишь михаил явно не мариарти так что все эти прятки за спиной постиронии это так по-мужски я вам скажу ничего позорнее в такой ситуации на вскидку и не придумаешь согласитесь но михаил придумал он же талант в конце концов менее чем через месяц он выпустил еще один ролик под названием почему dark souls 2 говно часть 2 где я попытался развить эту тему всем видом намекая что мог шутка это все постороннее а вы тупые вы ничего не поняли говорит увы подразумевает ты ну конкретно я скорее всего да потому что конечно ему нужно было переубедить толпу но основной целью был я по крайней мере мне сказали что там все это было видите ли я ролик этот так и не посмотрел только комментарий почитал и судя по ним люди конечно михаила поддержали но все все прекрасно поняли поняли что спустя почти год после первого его ролика эта тема вдруг всплыла не случайно а в качестве такой ответки мне при том не ответки по фактам а обычное кривляние факты это слабая сторона михаила очень скоро вы это увидите это очень легко читается по реакции зрителя особенно если у тебя есть опыт а он у меня есть и мне было неинтересно разговаривать в таком ключе что тогда что сейчас поэтому гадкий мерзкий либрариум не обратил на стороне михаила никакого внимания возможно именно это его задело а возможно то что все все поняли я не знаю в любом случае даже после поддержки его в тех комментариях ему видимо показалось мало обида держала за горло и не отпускала поэтому через несколько месяцев 22 сентября того же года михаил выпустил третью часть этого ролика называется он почему dark souls 2 лучшая игра серии но посыл там судя по всему был тот же судя по всему да потому что я его снова не посмотрел все еще не уловили связь да объясняю когда тебе пофиг на то что тебе говорят когда ты уверен в себе я сейчас не выделываюсь я долго работал над этим это не было легко тебе при этом можно не смотреть поклепы в свою сторону которые состоят не из фактов из каких-то детских эмоций кто-то кого-то назвал дураком серьезно о химическом составе таких вот разоблачений разборов и постов можно узнать от людей которые приходят и рассказывают какое чудо чудное и диво дивные они вот недавно увидели от михаила или еще какого-нибудь таланта и сравнить это с тем что пишут его прихожане у меня в комментариях и я понимаю почему сам михаил его фанаты мне не верят потому что я не смотрел все эти ролики честно говоря я понятия не имею верит мне михаил или нет но ставлю сто процентов на то что не верит ибо с его жизненной позиции судя потому что я увидел тогда и вижу сейчас как это так пройти мимо того что кто-то о тебе что-то сказал даже на тот уже момент мне стало ясно что михаил это человек с непомерным эго потому что только человеку с непомерным эго не сидится на месте спокойно и не выходит игнорировать собственные поминания ведь он не занимается ничем кроме самопрезентации ему внимание необходимо как воздух он постоянно красуется постоянно лезет к окружающим со своей озлобленной точкой зрения на других удержать все это внутри себя он не способен и потому чем дальше тем чаще и тем злее он упоминает меня и этот градус безумия не снижается в течение многих лет вот скажите мне фанаты кастом сториса был ли хоть один месяц когда он не упоминал меня не поливал грязью на стримах не постил мемы в дискорде в группе вконтакте не снимал обзор на ютубе хоть один за эти годы и если считаете что да то вы готовы за это поручиться после всего что я показал и покажу возвращаясь к комментариям судя по ним там была супер мега пост ирония в которой он втянул на озвучку кажется гуднечерда и еще какую-то девушку которую я точно это помню но возможно не найду этот комментарий в комментах тоже полили грязью что я конечно же не одобряю опять все склонялось к тому чтобы создать у людей впечатление что все это великое пост ирония великая и ужасная и видимо она и правда была ужасная так как например под прошлым роликом дизлайков было три копейки и ерничание в комментариях на порядок меньше здесь же 6000 на 3000 это треть 70 процентов соотношения лично у меня такие показатели бывают только под самыми жаркими роликами на тему политики в колде например или религий я неспроста про себя вспомнил просто вы там потом увидите что говорят мол что меня дизлайкуют как сидорову козу что показывает разумеется как меня все не любят вы в принципе можете не дожидаться меня открыть мои ролики и посмотреть что там с лайками и дизлайками если для вас это так важно и в общем то помимо дизлайков там еще было много комментариев очень едких потому что даже своих поклонников он достал своими уж простите говорю как есть жалкими попытками задеть меня и отмыться от того мнимого позора он не пошел снимать аналитический ролик где я не прав нет что вы аналитики это для лохо это слишком сложно михаил избрал другой путь сейчас увидите какой с тех пор прошел год плюс минус тихий без происшествий ну как без происшествий я говорю так потому что не знаю всего что там происходило я же не следил досконально за всем этим это я вот сейчас открываю все эти вещи извините охуеваю вместе с вами но во всяком случае я ничего особо не помню а на канале каста stories life первая запись стрима датируется 5 февраля 19 года но это все же перезалив потому что на одном из стримов название есть 2018 но восемнадцатом году случились другие интересные моменты я не раз говорил о них примерно так же как сейчас сказал об адвокате audi я не думал что очередное мое теперь уже не ответка а именно разоблачение произведет такой ажиотаж да вот так вот стараешься делаешь интересные как тебе кажется ролики над некоторыми по месяцу стараешься а просмотры собирает какая-то фигня на которую ты даже не подумал бы никогда ролик с названием адвокат алдуина от 29 августа 18 года стал примечателен в рамках разбора этого маразма двумя моментами первый михаил кастом stories которого видимо по-прежнему грызла обида вновь решил привлечь мое внимание и пошел так сказать на сближение заявился ко мне в комментарии и я этот комментарий даже закрепил не исключаю что оставляя его у меня он обсуждал в этот процесс на стриме хрен его знает но судя по всему это его любимый рот занятий и так позвольте зачитать сей опус пых 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 господи пацан у тебя такая традиция когда по каналу начинает кататься перекати поле ты берешься анализировать чужой контент под соусом зачем вы его смотрите я же лучше ой повеселил повеселил михаил а я вот не вижу повода для иронии точнее наоборот я его вижу странно слышать это человека у которого лайв-канал забит десятками если уже не сотнями часов обсуждения чужого контента и перемывания костей а уж если взглянуть на обложки и так давайте посмотрим что у нас тут по обложкам вот кстати вот этот вот видите тут я такой красивый в шляпе статухой под глазом это какой-то персонаж извините не знаю какой это кстати вот и снова потому что пока я проводил вот это вот расследование записывал звук там до расставлял тайм-коды и прочее всего да вот этот все и всем вот этот монтажом занимался вот этого еще не было поэтому это новинка я так немножко гадал так будет чуть новый не будет чуть новый ну как я мог так плохо подумайте михаиле вот новый да вот тут например сразу аж три меня вот я слева я справа тоже довольны и посередине тоже я до довольны вот дальше еще круче вот смотрите какая у меня тут глупая рожа вот вы представляете вот чтобы делать такие обложки а я уверен что обложки делает либо сам михаил либо он кому-то за это дает деньги да то есть это он делает за зарплату фактически то есть вот сидит в этой хрен отсматривает мои стримы выбирает самый идиотский кадр сидит роется моих фотографиях до чтобы сделать вот такие вот замечательные обложки как например вот видите глупый такой ванюши связанный а вот тут смотрите бравый михаил бравый с такой весь такой гордый прям вот прям морячок папай вот и он держит так синего зайца так победоносно держит синего зайца потому что как вы понимаете синизать это тоже фу это тоже хрень ладно бог с ним давайте дальше о о смотрите вот это кстати обложка мне очень нравится классно сделали я бы себе даже ее в качестве аватарки поставил но у меня нету оригинала к сожалению вот смотрите это тоже я да мама потому что мои политические взгляды тоже неправильные далее что тут у нас еще есть так это вот не я хотя тут тоже про меня так так ищем ищем ничего нет странно странно ничего нет как только ничего нет а вот он я вот он я ко мне значит я сам к себе дул к виску да это давняя мечта михаила скорее всего чтобы я это сделал застрелился да тогда бы наверное был бы очень рад его фанаты тоже и я не удивлюсь мне писали про то что там надо бы нанять киллера там для меня и прочее вот вот снова я я так понимаю это было тело велосокома мою голову пересадили на тело велосокома я кстати не против у него очень много подписчиков я в общем это если что действуйте злодействуйте если тут еще что-то про меня кажется больше нет но если честно я просматриваю невнимательно так поэтому может естественно что то есть вот якубович например есть да даже если это не ты их рисуешь даже если канал ведешь не ты ну кто-то же их все равно рисует но главное в самих-то роликах вещаешь именно ты и обсуждаешь что именно меня и от такого человека мы подобное слышим от человека который постит про меня мемы в вк снимает разоблачение поддерживает любой типишь где меня так или иначе изобличают как там сказал я же лучше да скоро полноценные дис и начнешь записывать ирония злая ты сука а там это полноценного альбома недалеко ну до такого альбома как канал кастом stories live к примеру мне не дорасти никогда я же не ладно хорошо а то честно обидишься а если серьезно то у тебя какая-то беда с интеллектом ибо он тебе уже в третий раз не дает распознать откровенную толстоту на которую ты ведешься да еще и от веточки записываешь ну вот такой вот я сирый убогий не распознаю твой околобожественный троллинг больше похоже на детсадовщину не забудь удалить этот коммент когда прочтешь а то правда она такая еще глаза заколоть может забыл забыл и правда в лице моих подписчиков очень сильно заколола глаза михаилу наблюдать за этим честно признаюсь одно удовольствие на что-то вообще рассчитывал придя сюда с изобличающими речами пых пых пацан серьезно ты возможно раньше просто не сталкивался с каналами где аудитории не дегенераты я конечно понимаю что ты считаешь любую аудиторию дегенератами что свою что чужую я далее четко покажу это но надо же иметь наверное хоть какое-то представление жизни нет не надо второй примечательный момент когда вся эта лорно-позорная война разыгралась нетрудно догадаться на чью сторону встал михаил и как смаковал те разоблачения на меня ну смаковал же смаковал поэтому трындешь о том что он лишь сторонний наблюдатель оставьте легковером кстати под комментарием я ему все-таки ответил чем возможно поверг его безудержную радость ведь моего внимания михаил добивался целый год этим комментарием я тонко намекнул михаилу что он здесь со своими шутками прибаутками нахрен не вписался но намеку не понял или понял но проигнорировал и видимо даже те самые колки от веточки от моих подписчиков не отбили у михаила желание приблизиться к объекту своего обожания ко мне поэтому в комментариях под аналитическим роликом с разбором лохотрона кейс граунд от 26 октября 18 года он вновь отметился потому что такие лохотроны с рулетками и продажи рандомных ключей как в кейс граунд это хорошо тут я могу конечно ошибаться но предположу вот на основе увиденного что внезапный выход ролика лутбоксы это хорошо от михаила тоже было такой своеобразной шпилькой мою сторону либо это совпадение такое тоже бывает у нас тут сегодня парад совпадений но вернемся к мысли из его лепета я понял что они там на стриме сидели рисовали смешную картинку про меня в подтверждение этому факту тут видно как понабежала его армия ну как армия сколько там на стриме было полоумных вот столько и понабежала и показала свой интеллектуальный уровень я очень рад что дал этой высокоинтеллектуальной аудитории возможность посмеяться надо мной но потом эти люди кончились и начались мои скажем так люди моя аудитория и все началось по новой давайте взглянем на картиночку о как смешно же бабу некий смешно всем селом ржали либрариум вечно просит денег да стоит сказать что мои деньги тоже не дают михаилу покоя уж не знаю почему наверное его коробит то что когда у меня случается беда с финансами так как я работаю на ютубе я прошу поддержать меня такое за пять лет было раза два или три и непонятно что больше его бесит что я прошу или что меня поддерживают ай-яй-яй михаил лезть в чужой карман как не стыдно ты же успешный блогер у тебя же что не ролик то по 200 тысяч просмотров а то и больше тебе мало денег с партнерки ну да сейчас с этим немножечко проблема но у тебя же есть бусти там вроде как у тебя все в порядке уж не зависть ли это к лояльной аудитории например ну извини я такую долгое время собирал и не насмешками над другими интересными как мне кажется роликами и если эту аудиторию спросить если в принципе спросить человека не озлобленного на меня просто потому что маромушта то он не вспомнит роликов где я клянчил деньги потому что те мои три-четыре ролика с призывами к донату за пять лет это конечно замечательно однако они выходили отдельно и я не вставлял их в мои крупные работы ни в одном обзоре но практически не в одном там в паре буквально было и уж точно не в одном бомбанула ты не встретишь рекламы в перекрестках миров ты их не встретишь а вот у тебя если поискать даже реклама казино есть видимо все это и есть отголоски моей жадности о смотрите-ка мой подписчик тоже нарисовал картинку нет ну ну нет ну нет ну зачем вы так ну это не единое уже совпадение ну что за поклёп в общем напихали михаилу полную панамку и тут тоже как будто бы могло быть иначе не смог мобилизовать михаил достаточную армию чтобы исполнить свою мечту отомстить либрариуму время еще не пришло хотя конечно вы мне не верьте это все потому что я миллиард человек забанил и удалил всю конструктивную критику так говорят а косы тати почему бы нам не разобрать этот как говорил мой прадед тэйк этот аргумент про миллиард забаненных лично либрариумом за конструктивную разумеется критику вот вот тесно в рот мне ноги ребят шутки шутками но мне даже как-то льстить что байки обо мне равняет меня с такой культовой личностью по поводу конструктивной критики достаточно под любой мой ролик зайти особенно острый и посмотреть там этой критики пополам с хамством полно и где-то я даже соглашаюсь не или частично соглашаюсь эти комментарии не удалены а люди пишут и пишут таких вы комментариев там почти не увидите как это мата личностных оскорблений пожеланий смерти и прочего на смешничество вот такой вот до банится а знаете где она не банится ну попробуйте зайти на канал кастом сториса и насколько хватит оперативки поискать на слова либрариум титов вконтакте это проще а еще есть лайв-канал записями стримов еще из twitch еще из дискорд зайдите туда и посмотрите как там обо мне говорят и в каком количестве и это не считая искажение вроде говнариум натикариум да там и такое тоже встречается чего там только нет и подобные искажения никому не придет голову убивать в поиск а если вобьете то можете ничего не найти потому что там сидят очень умные люди пишущие слово говно через а например и это не говоря о нет текстовых ставках про меня видео картинки вот что в их глазах конструктивная критика святое дело для этих уберменшей нет я не оговорился дописать комментарии разумеется с конструктивной критикой по делу где есть хамство или оскорбление а потом будучи забаненным бежать поджав хвост и рассказывать о том как его несправедливо забанили за правду прямо как те голуби что на доску насрут и летят рассказывать своим довольной победой а в клоповнике кастом-сториса обязательно таких выслушают ну и как мы знаем только злобный либрариум удаляет неугодные комментарии и больше никто а еще банит он же знатный банщик давайте почитаем скольких я забанил за эти годы и так значит насчет банов вот заходим на мой канал идем в настройки сообщества мотаем до заблокированных пользователей мотаем сбокированных пользователей вниз показываем всех то есть вот еще там 400 человек показать и просто берем и мой извините да вот используем быстрые выделения вот так вот то есть видите они все выделены дальше control c идем обычный текстовый документ control в и смотрим количество строчек 988 видите все строчки дублируются это такая вот особенность программного кода youtube и до коды страниц поэтому мы 988 просто делим на 2 вот я делаю на калькуляторе чтобы всем было видно извините 968 неправильно да поэтому 968 мы делим на 2 и у нас получается 484 забанен и к этим забаненам относятся не только несчастные конструктивные критики но и оскорблявшие меня матерившие желавшие смерти мне и моей семье писавшие при меня различные гадости личности которые точно также писали про михаила про мистера к это протез фана и прочих замечательных людей про бэдкомедия надрюзая культаса циника твг легендариума вообще про любого они тоже в числе забаненных как и те кто в спорах переходил на личности и оскорблял комментаторов независимо от того на чьи они были стороне мне иногда и хотелось бы чтобы меня защищали в комментариях мне это очень нравится я благодарен таким людям но не оскорблениями же и хамством возможно кстати зря я так считаю спамеры ссылками вида я снял видос посмотрите просто дураки писавшие типу или да таких я банил зачем мне в комментариях бабуины боты спамеры ссылками на казино или секс знакомства сектанты аллатры переходившие на личности внезапные сведомые после 24 февраля для которых я резко стал врагом который должен сдохнуть вместе со всей рашкой парашкой свидетели губки боба приходившие от тасфана писавшие гадости адепты мистера смотрите он был прав киета писавшие мне тоже гадости с детской непосредственности во взгляде и в конце концов сами адепты михаила заспамившие мне словом механики комментарии ну как заспамившие я бы сказал что их было человек 50 может быть 100 ну уж точно не больше ста а теперь помножьте это на 6 лет моей карьеры или если угодно на 5 с момента активного роста и вот за пять лет я набанил столько человек конечно может быть это действительно youtube неправильно показывает цифру но я бы сказал что раз есть возможность разбанить кого угодно то единственное что здесь неправильно это идиотский интерфейс а цифра то как раз правильная но вы мне не верьте это все отговорки и вода вернемся к теме вообще у меня ощущение что был еще один комментарий от михаила где он описывал что я не прав насчет того что кейс граунд лохотрон но возможно я его с кем-то перепутал не отрицаю но так или иначе стоит признать что про лохотрона михаил знает больше меня ведь это именно он рекламировал на своих стримах 1xbet ставки на спорт большие выигрыши да миш каково это считать свою аудиторию говноедами которым можно такое скормить а михаил ну да ладно не будем его осуждать за это всего один раз был как говорится один раз не надо нагнетать ну и так как михаил в душе очень верующий человек ведь только верующий может так богохульствовать это я про радость иконе в честь михаила кастом сториса неверующий он просто не верит как говорится если бога нет смысла плевать в икону только чтобы позлить других разве что на современный троллинг вот он и ладно вера ладно богохульство откровенное но каков нарциссизм маслом напишите это может еще в лувре выставить ну ладно ладно раз такое дело и вера михаилу не чуждо то михаил решил попробовать в третий раз ролик лорные войны слабое звено конфликта очередное разоблачение от меня второе или третье по счету нужно сказать что за пять лет у меня их набралось аж целых пять штук меньше чем по ролику в год учитывая что каналу так-то шесть лет потому очень странно слышать в свой адрес пассажа типа а что у этого либрариума еще хватает времени ролики снимать между разоблачениями я не шучу я регулярно такое вижу попробую найти скрин этого комментария но если не найду то можете просто поверить на слово или не поверить ну так вот под тем моим роликом михаил решил зафиксировать моменты моего лицемерия а я решил ему в этот раз не отвечать и даже комментарий не читал судя по ответам моих зрителей которые все-таки прочитал он уже достал свои персоны но но сегодня же юбилей пять лет мишиной обиде да вот этой вот байде пять лет пять лет бегание за либрариумом и обсуждение его на стримах напишите мне каково вам это осознать дорогие зрители интересно ваше мнение то иногда ощущение что только я вижу это как грань маразма ну так вот в честь юбилея давайте перечитаем тезисный разбор либрариума вы же все равно никуда не спешим верно и так переводить стрелки подменять понятие и говорить что это подписчики кончены и смотрят подобный контент в то время как сам поощряешь подобный спрос и продолжаешь выпускать такого рода контента вместо того чтобы этого не делать но оно и понятно авторской это видео никто не смотрит и нужно хоть на чем-то набирать просмотр до том как авторских контент не смотрят это он конечно прав не просто штаку него жопа уже который год горит от моих перекрестках миров о том как я подобный спрос поощряя по 0,00 сколько там сотых роликов в год я вот только что сказал иногда надо Да этим и правда можно поиронизировать, мол, ох уж эти блогеры достали разборками. Ну, ребят, ну что ж вы хотели, мы такие же люди, как и вы. Можно посмеяться, но не тебе, Михаил. Человеку, у которого поливание меня грязью, это лейтмотив не просто канала и бренда, а чуть ли не всей жизни. Я позже для зрителей специально покажу, сколько ты часов про меня наснимал разоблачителей хренов. Ты кое-чем, конечно, прав, да, Мишаган. Авторский контент смотрят совсем не так охотно, как под подобные скандалы. И не только у меня, у кого угодно, спроси. Ирония в том, что я именно об этом ролике-то и говорил, что как бы замыкает петлю, да? Вместо того, чтобы извиниться перед Иваном, вся ваша свора токсичных, закомплексованных и ущербных сандалоносочных Виталиков, рожденцев, чего блять, продвигает идею о том, что ваши слова энной давности не считаются, так как только сейчас, мол, вам открыли глаза, и вы все были обмануты тупым рыжим закомплексованным животным, которому по ошибке провели интернет. Это, ну вот, кстати, о Ксюше, если что. Ксюша меня в итоге очень сильно разочаровала своим поведением, и мы больше не общаемся, но даже в этой ситуации у меня язык не повернется так говорить о ней. Ики, ты жестокий, Михаил. Пассаж про сандалии Виталию я не понял, наверное, что-то из личного, но мне понравилось. Говорить о том, что слабое звено в конфликте зрителей, в то время как именно вы всей своей сворой делали контент на эту тему, ссали в уши своей аудитории и удаляли комментарии всех, кто с вами не согласен. Ну, другого поведения от ссыкливых и бесхребетных людей ожидать и не стоило. Ибо только ссыкло вроде тебя и Ксюхи вместо публичного извинения будет продвигать идею того, что виноваты либо все, либо зрители, но не конкретно вы. Я начинаю жалеть, что все-таки решил сделать такой вот подарок Михаилу и прочитать это. Жаль вас, в первую очередь, тех, кто это смотрит, потому что я такой свой адрес читаю по 10 раз в месяц, как минимум, даже с моим количеством комментариев. А вот вас, людей неподготовленных, это может повергнуть в культурный шок. А про удаление комментариев в ролике, который сейчас появился по подсказке, была огромная подборка таких вот несогласных комментаторов. Ну, они примерно в таком же вот стиле вещали, в лучшем случае. Господи, как же я все-таки тебя задел. Какое безобидное животное, долбаешь. И какой резонанс. Ссыкло, ссали в уши аудитории. Кстати, извиниться за такое не хочешь? Вот ты только что писал про то, что надо извиняться, а сам не хочешь? Нет? Ну ладно. Очень классный тезис. Не я, кретин, что не разобрался в вопросе и побежал поскорее пилить видос на волне хайпа всеобщего хейта мистера Кэта. А вы, идиоты, что на это повелись. Кстати, так вот, заметка. В ролике вообще подобной мысли не было. Но это нормально. Не обращайте внимания. Но такой тезис можно услышать только лишь от амебного лороведа, у которого элементарно не хватает мужественности и отсутствует хоть какой-то намек на яйца, дабы признать свою вину и неправоту. Амебный лоровед без яиц. Пальще он с заботой о моих яйцах, Михаил. Но ты из-за меня не переживай. Мужественности я, в случае чего, одолжил тебя. Ты же все равно ей не пользуешься. Ты же не признал свою неправоту по поводу Dark Souls 2. И публичных извинений, кстати, тоже не было. Была какая-то фигня. Типа, почему говно часть вторая, почему там часть третья. Ты вот только что писал о том, что вместо того, чтобы публично извиниться, у вас виноваты другие. Ну так а у тебя разве другая в данном случае схема? Или тебе можно? Сетовать на то, что люди идиоты и не проверяли факты, но при этом удалять комментарии и банить людей, которые как раз таки и говорили о том, что вы с Ксенией два дегенерата, которые срут Ивана почем зря. Очень умный ход. Очень. Ну знаешь ли, возможно в твоей выгребной яме, которую ты по ошибке зовешь каналом, и принято так вот не удалять мамские оскорбительные комментарии. А я вот их, например, вертел на альпинштоке. И я не совсем понимаю, возможно это конечно вырвано из контекста, но как удаление комментариев, в которых написано, что мы с Ксенией два дегенерата, влияет на отсутствие фактов по теме. Вопрос риторический. Хотя у меня есть на него не менее риторический ответ. Просто в глазах Михаила и подобных ему это есть доказательство и фактаж. Да-да. Маскировать тотальное цензурирование своих комментариев, от которых тебе глаза колет под чистку помойки, реально хорошая подмена понятий, лишь бы не выставлять себя лицемерным дегенератом. Повторюсь, свое маскирование я показал в том ролике, я там даже папочку для зрителей оставил, под названием гной, папочка со скриншотами. Я найду для вас специально некоторые из них, и если вы вот это все назовете помойкой, то вы не правы. Михаил пояснит вам, что это все истинная истина и правдивая правда. Ну и твоих оболтусов, конечно, тоже покажу. Они тоже, все как один конструктивные. Если я лайкнул чей-то коммент, то значит, что я его сам произнес, что? Типичная подмена понятия от Михаила. Я не говорил о произнесении, я говорил о согласии с мнением. Объясняю на пальцах, хорошо? Если кто-то пишет комментарий, например, Custom Stories мудак, я его, например, лайкну, да? Это значит, что либо я с ним согласен, то есть я придерживаюсь такого же мнения, что Custom Stories мудак, либо оно мне нравится, что приводит в итоге к тому же. Мне нравится такое мнение, что Custom Stories мудак. Добро пожаловать в интернет, Михаил. Ты, кажется, как-то сам писал, что, мол, в интернете это вообще нормально подобное. Ну, не знаю. Я понимаю, конечно, что тебе очень хочется творить хрень, и чтобы при этом с тебя спроса не было вообще никакого, и судя по тому, как активно ты за мной бегаешь уже который год, у тебя это любимое занятие. Но надо же, как-то, не знаю, хоть чуть-чуть с головой-то дружить. Порицать Фантома за то, что он собирается делать второй ролик про Ксюху, в то время как сама Ксюха и ты сам сделали минимум по два ролика на эту тему. Как тебе, норм, дядь? Да норм, если не вырывать это из контекста, тетя. Вообще, излюбленная у него такая тактика. Вот, напридумывать херни и заставить тебя оправдываться по каждому пункту, а он на это оправдание еще сто пунктов накидает и иди снова оправдывайся. Но сам при этом на все подобные или более конструктивные предъявы он будет махать руками. Я до сих пор помню тот сакраментальный для меня комментарий. Вот он. Когда я пишу в ответ на бездомные повторения твоих тезисов из роликов, что люди просто несут фигню, как сектанты, даже не обдумывая ее, ты кекаешь и лалируешь на стримах. Смотрите, ему нечего возразить. Но когда тебе, шляпа многогрешная, тут пишут, что некий либрари он тебя по фактам разнес, ты отвечаешь, что вам насрали в уши. Быть драконом потрясающе. Да, Миш? Говорит, что тезис без пруфов манипуляция, но сам на такой-то минуте без единого пруфа выдвигаешь тезисы, которые явно очерняют фантома. И ни одного пруфа. Михаил, это вот что было? Что за цикада? Ты насекомая? Неполита, контор. По поводу каких-то там пруфов я сейчас, конечно, в подробности вдаваться не буду, потому как мы все уже посмотрели и убедились, что когда эти пруфы вашей антибраймовской рыгаловке предоставляют, вы начинаете играть в дурачка. Я ничего не вижу, ничего не слышу. Одна вода, вода. Ой, тону, тону. И оправдание. Как удобно. На такой-то минуте говорим о том, что это дело Ксюхи и какой контент ей делать. Притом, в середине ролика мы порицаем мистера Кэта за второсортный контент. Найс. Ну, наверное, найс действительно. Погоди, а как же твой пассаж о том, что у меня там перекати поле, и я снимаю такие ролики, чтобы хоть что-то смотрели у меня? Разве это не мое дело, и я достойен осуждения? Если да, то это какие-то двойные стандарты у тебя, Михаил. У тебя на канале санитария за лоб чистоты. У кого-то другого нет. Они удаляют пруфы, которые бы их дискредитировали. Серьезно? За несколько минут до этого. Сетовать на то, что люди идиоты, не проверяли факты, но при этом удалять комментарии, банять людей, которые краски говорили, что вы с Ксенией два дегенерата, которые срут Ивана, почему-то зря очень умный ход, очень маскировать, тотально тензурирование своих комментариев, от которых тебе глаза колят, под чистой помойкой, реально хорошие, поменопонятие, лишь бы не выставлять себя лицемерным дегенератом. Пункты 5 и 6 из этого же комментария. То, значит, я удаляю пруфы, то, значит, это нормально на других каналах. Или это только на других нормально, а у меня нет. То есть, если Фантом делает пост про Ксюху, и там проявляются комментарии, которые ее оскорбляют, унижают и так далее, то Фантом к этому причастен. Но если вы с Ксюхой делаете то же самое, выпуская видосы на Мистера Кэта, и в комментариях у вас анал-карнавал, цель которого унизить Ивана, то это не вы виноваты, а аудитория, за которую тебе стыдно. Ну, найс. Я так даже в начальных классах быстро не перебывался, как ты за одно видео. Обратите внимание, что ведущим стилем спора Михаила со мной и общения с аудиторией является переворачивание всего с ног на голову и выставление этого как истины. А раз это истина, то Либрариум плохой. Вот что ты на это ответишь, Либрариум? Есть у тебя аргументы против этого? У меня нет, потому что ты сам что-то придумал и мастерски это разоблачил. Это называется подмена тезиса, демагогический прием. Ах, у тебя нет аргументов? Ну, все с тобой понятно, значит, Михаил прав. Этой вот чушней он прочищает мозги своей аудитории уже который год. И, походу, им нравится. Они действительно всерьез считают, что я должен бежать и пояснять за каждую нелепую предъяву, которую какой-то черт придумал. Сегодня поясни за механике, завтра Михаилу станет мало, он же как энергетический вампир действует и всегда готов пососать. Энергии, разумеется. И вот он сосет из раза в раз и будет сосать снова в итоге. И опять я должен буду идти кому-то ради чего-то пояснять, чтобы кучка презирающих меня людей, которые на ламповых стримах лампово меня поливают грязью, была удовлетворена. И последний пункт комментария. Ну, ты бабу-то хоть раз на кукан насаживал? То, значит, внимание к моим яйцам, то теперь к моему кукану и в целом к моей сексуальной жизни. Опасный звоночек, Михаил. Ну, что, как вам? Прелестно же, да? Как одно обидное слово «долбаёж» получил в ответ такую вот волну негатива. Объебный лоровец, цикло, там потом еще очень много подобного будет контента. И это только его сам Михаил генерирует. А сколько ему помогает генерировать его бабуины, я даже боюсь представить. Но потом, потом, они похихикивая на каком-нибудь стриме смакуют, что я называю часть чьей-то аудитории, господи боже мой, бабуинами или даже, ох, биомусором. Ой, этот либрариум, да, нет ему прощения. Просто удивительно, как такое ничтожество, как я умудрилась так задеть такого гиганта мысли. Но, тем не менее, все было впустую. Либрариум очень жесток. Он перестал реагировать на Михаила, а тот все не унимался, ему требовалось и внимание. Мое внимание. Так подошел к концу второй год этого противостояния, этой великой войны, на которую я не захотел являться, чем расстроил одинокого берсерка Михаила. И если по окончанию одного года кто-то, наблюдавший за этим и осведомленный о происходящем не по рассказам кастом-сториса, обо мне, а по фактажу, мог бы сказать, мол, ну, что-то там у вас все затянулось, но теперь-то все, конец, то прошло уже с небольшим округлением два года, и это все больше начинало походить на помешательство. Итак, начался благодатный девятнадцатый год. Собственно, он вот с последнего комментария и начался. Это был январь девятнадцатого года. А еще с девятнадцатого года, с февраля, если быть точным, датируются записи стримов на канале Custom Stories Live. Судя по тому, что нет записи чата, это перезаливы, но утверждать ничего не буду. Я более чем уверен, что меня обильно обсуждали на таких вот стримах в течение как минимум всего восемнадцатого года, потому что, ну вы же понимаете, Мишенька обиделась. Царю показали фигу, он впервые столкнулся с конструктивной критикой и общественным массовым порицанием, и потому что нужно сделать? Конечно же, нужно создать лейтмотив, нарратив, называть как хотите. Красной нитью через весь бренд Custom Stories идет идея об унижении Либрариума. Унижение притом в глазах самого Михаила, потому что меня такое не унижает. Но он честно старается. Знаешь, вот такое есть выражение, оскорбить меня может только равный. Хорошо бы нам всем его не забывать. Кстати, если следовать ему, приравнивая меня к вшивым лороведам, ты делаешь это и с собой, потому что даже самый твой преданный поклонник, если он не полный идиот, увидит в этом твоем поведении оскорбленное чувство. У этой, как они себя в шутку называют, церкви Custom Stories'а, я не шучу, посмотрите его стримы, посмотрите оформление пусти. Так вот, у этой церкви есть свой бог. Собственно, сам Custom Stories непогрешимый. Ему даже икону нарисовали. Нашел вот ее. Хотя было очень трудно все это выискивать за пять лет, копаться в этом дерьме. Вы бы, кстати, пожалели меня, это пиздец, извините. Есть наверняка апостолы, такие приближенные. Их задача громче всех смеяться над шутками о Либрариуме. В этой церкви проводятся Либрариумы служения. Это когда апостолы громко смеются над шутками обо мне, а остальные подхватывают и тоже громко смеются. Ярче всех это видно на стримах. И есть свой дьявол, это, собственно, я. Можно сказать, вот, ты прям вот иронизируешь, сильно сгущаешь краски. Да? Пять лет, мат, оскорбления, насмешки, сотни гигабайт, десятки часов, стримов, полноценные ролики, горы мемов. Сгущаю, да? И это просматривается не только на лайв-канале. В принципе, везде. В комментариях под роликами, где участвовал Михаил, под его роликами, иногда в самих роликах, в группе, в роликах его фанатов. Но начнем давайте с лайв-канала. С лайв-каналом вышло очень смешно, потому что я держал в голове некие аргументы, когда делал пометки, о чем вот сейчас сказать. И я не был уверен во всем. Я перепроверял эти факты и, зайдя на канал, я смотрю названия роликов. Либра, Фокси Микс, Бес, Бес, Фокси Микс, Либра, 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 Бес, Либра. Как видите, человек, получающий в комментариях, как нельзя оскорблять людей, нужно извиняться или что он там впаривает, спокойно живет тем, что обсасывает на стримах людей, высмеивает их и высмеивает совсем не по-доброму. Впрочем, я все понимаю, человека обидели и его эмоциям нужен выход. Однако ощущение такое, что я уронил горящую спичку куда-то в сибирские ненера, потому что мало того, что рвануло так, что на другом конце Солнечной системы услышали, так еще и продолжает так ярко гореть, что вот-вот наступит новая эра огня. Напомню, идет третий год обиды Михаила. И если вы думали, что этим все завершилось двумя эфирами, то вы плохо поняли, с кем имеете дело. Именно тогда те мои подписчики, которые сами следят, потому что я же не делаю разоблачений, не обсасываю это часами на эфирах, как некоторые, откуда массам это знать, в течение пяти лет задавали вопросы про Михаила и иногда я что-то отвечал. Как мне некоторые говорят, только и делаешь, что обсуждаешь его. Только когда просишь найти эти моменты, они сразу сливаются. Я вас уверяю, в его адрес от меня никогда не звучало такого же, что звучало в мой адрес от него. Амебный лоровед, без яиц, вот это тут все. У нас как-то все проще. Собака лает, караван идет, собака продолжает лаять. Я тогда еще подумал, это единственные стримы с моим ником на канале и они закончились. Неужели я ошибся и меня не обсуждают через стрим? Да, ошибся. Иногда не через стрим, а два или даже три через три. Вот поверьте моему удивлению, я просто ткнул наугад и... Блуждаешь по интернету, ищешь подтверждение тому, что это не с тобой проблема, это Ютуб виноват. Ну, конечно. Вероятно, другим они говорят то же самое. Кстати, хотите ролик об этом? Конечно, Вань, ты же разобрался в вопросе, ты же не будешь пересказывать видео полезного беса, но ты же, наверное... А, о алгоритмах я имею ввиду. О, да, Ваня, ты же покажешь скрины с дэшборда своего. Батюшки Светы, вот только посмотрите, какая неожиданность. Да, это голубая мечта Михаила, чтобы я вынужден был пояснять за каждое произнесенное слово. Но если какие-то слова произносит сам Михаил, это хорошие слова. Постирония, понимать надо. Какой с него спрос? Встречайте, еще один тейк от Михаила. У меня так мало просмотров. А если мало просмотров, то, соответственно, ты неудачник. Жестокие, жестокие утверждения, особенно для того, кто несколько лет назад ныл о том, что на Ютубе нечего смотреть. Ну, видимо, теперь на Ютубе есть что смотреть. Самого Михаила. Просто хочу немного поднять настроение коллегам поменьше, чтобы не думали, что они никому не интересны. Да, не работайте над собой, не читайте комментарии, не обращайте внимание на аналитику Ютуба, не консультируйтесь с поддержкой, нихуя не делайте. Вот, ну, ничего не меняйте, вы прекрасны. А поддержка, добрым словом, видеоблогеров, видимо, ему такое неведомо. Рад был вас всех сегодня видеть. Те ребята, которым я давал рекомендации, ребята, вы молодцы, не отчаивайтесь, работайте. Если вас чем-то обидел, извините, пожалуйста, я не нарочно. У вас есть все задатки стать хорошим ютубером, тут очень много зависит на удачу, но у вас есть точно все задатки обогнать меня, потому что я это не бог и что на самом-то деле. Я желаю вам всем удачи, что служили или нет, и даже независимо от того, женщина вы или мужчина, потому что можно сказать, что все вокруг говно, но покажи тогда на хороших. Ну, как бы, а показывать не на кого, кроме самого Михаила, да? Ведь все, что происходит с каналом, происходит исключительно по вине авторов канала, а значит, и все хорошее это его личные достижения. Михаил опасно подставляется, потому что сейчас он на коне, да Аллах ему здоровья, но конь может в любой момент повернуться к нему спиной. И что он скажет тогда? Кого будет тогда винить? Почему я не слышу про повешение при икс-просмотрах от какого-нибудь, там, не знаю, Шария, Пучкова, Баткомедина, Цинника? Почему я не слышу это от кучи блогеров-энтузиастов, чей контент великолепен, но у него мало просмотров? Почему я слышу это только от нытиков, боящихся как огня падения этих просмотров, боящихся кануть в лету, почить в базе? Блогинг сделал меня по-настоящему счастливым, а он мне повесится. Что я пойду на завод? Заводов-то на всех хватит! Вот как же Ваня боится идти на работу? Вот как же читается, что Ваня боится, что ему придется работать на обычной работе и не играть, столкнуться с Россией, про которую он так любит подискутировать, поездить в общественном транспорте в 7 утра на работу в час пик, проебать пару автобусов, вот, чтобы писать объяснительную на час, что почему ты проспал, да? Вот, и вследствие этого вставать на час раньше, чтобы успеть на самые первые автобусы, да? Вот, поработать с коллегами, скажем так, пройти путь социализации, чтобы не рамситься с коллегами на работе, а научиться быть более гибким, да? Вот. Что ж поделать, финансовые я тоже проблем пока не наблюдаю. Да, может потому, что тебе мама все оплачивает. Ваня, может потому, что продукты в холодильнике появляются сами собой, свет, который ты тратишь на то, чтобы зарендерить свои шедевры, да? Снайдеркаты тоже оплачиваются сам собой, но нет. Да, может быть, зимняя курточка и штанишки тоже покупаются не с твоего кармана? А вообще, мой личный биограф Михаил, кажется, упускает некоторые моменты и про заводы пишут мне. Странно слышать это от человека, чье хобби смотреть людей на эфирах и поливать их желчью. Ну, в общем, вы поняли. Если вы думаете, что меня обсуждает только в начале, то просто мотоните ролик. Ролик называется Культ борьбы с культами. Подозреваю, что это обсасывание моего ролика про культ Сонибоев или другой, у меня их несколько. Часть вторая. А раз есть вторая, значит, соответственно, есть и первая. Да, есть. Мне заявлять, что какая-то группа лиц упорота, я не верю этому на слово. Да, но если... Но, я... Вы не думайте, я не такой наивной дурак, чтобы верить людям на слово. Но если мне пташки принесли в личку группу и рассказали, что там в Custom Stories применялся, я верю на слово. Я не прошу ни клипа, ни запись стрима с тайм-кодом. Ничего не прошу. Я верю на слово. Ну, вообще, Михаил, прошу. И часто не приносят. Однако, вот он я, решил проверить сам. Ну, так в чем же я был неправ? Что нет грязи в мою сторону, нет оскорблений, нет перемывания каждой моей косточки почти на каждом стриме, нет докапывания буквально до каждого слова. Ну... Обратите внимание, нет ни единой моей мысли, с которой Михаил был бы согласен. У меня ощущение, что если я скажу, что наркотики – это плохо, то Михаил будет очень долго меня стебать, намекая, что наркотики – это хорошо. Это уже четвертый стрим, посвященный мне. Загибайте пальцы. Шутка. Не загибайте, у вас все равно нет столько пальцев. Ладно, стримов мы еще коснемся, вернемся к хронологии. Чем еще запомнился 2019 год в рамках этого маразма? Ну, в этот год у меня вышел цикл роликов под названием «Перекресток миров», однако, это настолько обширная тема, что ее нужно касаться отдельно. И я коснусь позже. В целом, ничего такого особенного в этот год больше не произошло. Ну, кроме того, что Custom Stories продолжил прохаживаться по мне по нескольку раз на неделю, если не на дню. А я по-прежнему не реагировал. Все по той же причине. На самом деле, были интересные моменты, но мне просто очень хочется уже перейти к частностям. Поэтому мотанем до конца 2020 года. Итак, Михаил наконец нашел замечательный повод опрокинуть свой зловонный бачок с обидой на меня. После моего ноябрьского обзора на Demon's Souls Михаил решил, что настал его звездный час. Час расплаты за все те унижения и оскорбления, что он претерпел в своей голове. И выкатил часовой ролик под названием «Аланд расправил плечи. Адвокат Demon's Souls». Только к Demon's Souls это все имело отношение постольку-поскольку. Однако ролик произвел фурор внутри его пастовы. Людям так зашло, что они просто сияли от восторга. И как раз тогда посыпались от них требования о том, чтобы я ответил, и комментарии о том, что ответить мне, как видно, нечего. Что я такой, сякой. В общем, праздник в пункткамере. И я думаю, пришла наконец пора полюбоваться, как же меня разобрали по фактам. Унизили, растоптали так, что не придраться. Показали всему рунету, что я нет, никто и звать меня никак. Ведь это же и было целью. Я же не зря вам рассказывал всю предысторию, показывал, как активно Михаил добивается моего внимания, как нистово преследует меня на тот момент уже 4 года практически. Только самый тупой человек или же прихожанин церкви кастом-сториса, у которых своя реальность, всерьез поверит, что это ему так за Демон Солс обидно, а не что это жалкая попытка обиженной девочки простите, дамы, но поведение аналогичное, жалкая попытка отыграться. Готовы к самому аргументированному разоблачению, переполненному фактологии со ссылками, разумеется, на первоисточник. Готовы? Уверены? Ну хорошо, давайте заценим уровень этого эпохального разоблачения. Итак, часть вторая, наверное, самая долгая, аналитика обзора на меня от кастом-сториса. А начнем мы сначала. Дело в том, что один из тезисов Михаила, притом основных обо мне, что я вор. Да, ворую контент. Под воровство у него подпадает все что угодно. Что выгодно, то и подпадает. Но у ролика интересное название «Адвокат Димон Соус». Я бы сказал, тут у Михаила была дилемма. С одной стороны, нужно как-то выстебать либрариума, спародировав буквально каждый аспект ролика про Алдию, вывернув его наизнанку, разумеется. С другой стороны, сделать так, чтобы его не обвинили в плагиате. Решение было найдено изящное, как всегда. Зрители Михаила настолько уже натасканы на поливание людей грязью и меня в частности, что набор грехов и статус грешника выдается не по факту совершения каких-то действий, а по указке их Верховного Божества. А потому нет, это не воровство, вы не подумайте. Это толстый троллинг. И под толстый троллинг тут подпадает все. И попытка передрать заставку, разумеется, в дегенератском стиле. И приветствие, привет детишке. Каждый кадр этого видео создан для глумления надо мной. Это тот самый фансервис, который пастол Михаила так любит. правильно передрать не сумел. Смотри, адвокат Алдии, адвокат Алдуина, адвокат Алдерана. Михаил, ау, нет? Фантазии не хватило про Алланта написать? Ну ничего, я напишу. Хотя, скорее всего, ты хотел, просто это было бы как-то чересчур совсем уж палевно. Нет? Ну, а так как аргументация это слабая сторона Михаила, поэтому накал юродства нужно усилить до максимума. В ход идет все актерское мастерство, кривляние, обзывашки. Обычно Михаил сам сидит в роликах, где ты в бабу, но в этот раз подтянул под это дело настоящую девушку. Мол, смотрите, у меня есть баба, Аллибрариум глупый десник-одиночка, у него в кадре бабы нет. Все это иронично, если вспомнить один из основных тетисов Михаила о том, что я снимаю разоблачение, чтобы сказать не смотрите его, смотрите меня, я хороший. Адвокат Дима Соус буквально вопит об этом. Посмотрите, я хороший, Аллибрариум плохой. А знаете, о чем он еще вопит? О том, что это личная обида. Передрана не только заставка, начало ролика это дословное цитирование меня, слово в слово. Этим он намекает на то, что это такая ответка на конкретный ролик. Но только любой неангажированный человек видит в этом еще и обиду на тот самый ролик, потому что каждый кадр вступления кричит еще и о том, что тебя это очень сильно задело. Ты на стримах очень любишь смаковать мои упоминания твоих мемов, мол, смотрите, как его это задело, хо-хо-хо. А сам-то ты при этом такой стойкий и тебя подобно не задевает. На показ. Тут, в общем-то, все на показ. Привет, детишки! Сегодня знаменательный день. Ого! Михаил, ты это... Побрился, что ли? Я тебя без грима не узнал. Не делай так больше. И поймите меня правильно, я абсолютно спокойно отношусь к любому альтернативному мнению, которое не сходится с моим, так как, ну, разумеется, у нас разный багаж опыта, разное восприятие одних и тех же вещей, и даже говоря про игры, каждый высказывает субъективную точку зрения, какой бы объективной она ни казалась говорящему. Но одно дело высказывать точку зрения, а другое дело нагло врать, вводить в заблуждение и умалчивать факты с целью очернить конкретную игрень под соусом объективного и авторитетного мнения. Да, вы не подумайте, Михаил толерантен к любому альтернативному мнению, только если это не мнение Либрариума. Вопрос на засыпку, сколько хороших слов обо мне он сказал за эти пять лет? Ну, смелее. Что до наглого вранья и введения в заблуждение, напомни, как ты оправдался за тот бред, что нес в ролике про Dark Souls 2. Если твоя паства забыла, то за пределами твоей секты люди прекрасно помнят пассажи о том, что ты играешь не для того, чтобы покупать всякие порошки для починки или о том, что нужно носить три оружия за раз при наличии невесомого инвентаря. Да, конечно, профессиональные игроки в Dark Souls 2 мне скажут, мол, ты чё, лох, что ли? Покупай порошки для ремонта. Да, клёво. Вместо того, чтобы наслаждаться геймплеем, который здесь является куском говна, я должен думать о том, как бы не сломалось моё оружие. Да, с приходом новой части у нас появилась возможность таскать с собой аж три ствола одновременно. И поэтому можно забыть про поломку, ибо их можно чередовать между собой. Но тогда извольте, пожалуйста, вместо нужных параметров качать сраную грузоподъемность, чтобы была возможность таскать весь этот мусор вместо одного щита и одного меча. Общество чемпиона вообще, по-моему, самый юзлист ковенант, ибо своими функциями он дублирует уголь вражды. И у каждого ковенанта есть своя история, свои мотивы и предпосылки. Во второй части клали на это. Так что ты нам всё на это возразил по существу? Ничего. Сказал, что всё это пост-тронний толстый троллинг? А потом пять лет бегал за мной с обидой? Ммм. А можно я тоже скажу, что этот мой ролик это была пост-тронний и толстый троллинг, который ты не выкупил? Нет? Ну ладно. То есть идея проста. Высказывай любое мнение, главное не ложное. А какое считается ложным, а какое я скажу, такое и считается. Удобно. После чего засрать им головы неокрепших умов, которые все как один будут повторять заведомо ложную информацию. Так как у них элементарно нет времени и ресурсов проверить их подлинность. Ммм. Ничего, кстати, не напоминает. Например, те, кто бежит от тебя рассказывать мне тут всякое про механики. Ну, это я так. Выступлю эдаким адвокатом, но давайте так. Я не скажу, кто этот блогер и не скажу название видео. Если вы играли в игру Dawn of War 2 House Rising, то там как раз таки долго вычисляли предателя, который скрывался за голосовыми помехами. Но я решил не делать нечто подобное. Потому что это какая-то сраная клоунада получится. Сраная клоунада получилась, не сомневайтесь. Накал идиотии в ролике намеренно поддерживается, потому как только доведение до абсурда оправдывает его в глазах уже не паствы, а тех людей, что не относятся к его церкви антилибрариума. Тех самых, у которых нет времени что-то проверять, а значит им можно скормить любую дичь и приправить это стёбом, чтобы лучше хавалось. И нет, вы не подумайте, это не дословное копирование моего ролика, что вы. Как вы можете считать Михаила вором? Это всё тонкое чувство юмора и толстый троллинг. Но Михаил не был бы Михаилом, если бы как можно ярче не проехался по моей личности. Напомню, в адвокате Алди не было ни ссылок на канал кастом-сториса, ни его фотографии, ни детских обзывательств и стёба над личностью, кроме тех трёх-четырёх еле заметных подтруниваний. Потому что цель была разобрать тезисы. Здесь же цель совершенно противоположенная, проехаться по личности. Потому в качестве картинки используется моё отфотошопленное фото. Как по-взрослому. Так вот, покупать переиздание душ, тем более за такую огромную сумму, можно только лишь в том случае, если механика игры и её балансы будут полностью переработаны. Потому что иначе вы одарите деньги за ту ещё халтуру. Не знаю, как вы, парни, а я всегда считал, что покупать игры конкретной франшизы стоит, если вы её фанат и если у вас есть на это деньги. И далее следует тезис о переработанной механике. Честно, я даже представить не могу, что это за одна механика игры, которую нужно переработать. Так как в Demon's Souls огромное количество механик, как, например, сетевые механики, прокачка оружия, тенденции, мииры, хитбоксы, ну и так далее. Но далее по тексту мы ещё примерно с десяток раз услышим слово механика, значение которой останется для нас неизвестным. Кривая механика и механика механики механика кривая механика механика Итак, мы наконец дошли до этого. Разрешите представить царь-аргумент механика. Как-то он заживал мой первый тезис, сказав, что, типа, вот, а я думаю, ну, если ты думаешь, наверняка так и есть, наверное, ну, хрен бы с ним. Ладно, вот он. Вот он, звёзды час Михаила. Его фанаты толпой ринулись писать мне это слово в комментариях везде, где только можно, включая мой канал. Да, прям так и писали. Механика. Капсом. А потом люди удивляются, почему я считаю некоторых бабуинами. Нет, что вы. Вполне здравое и рассудительное поведение нормального человека. Многие пытались шутить про механику. Одна шутка петросянести другой. А вы обратили внимание на то, как построен этот тезис? Давайте ещё раз. Честно, я даже представить не могу, что это за одна механика игры, которую нужно переработать. Да, происходит подмена понятий. Я действительно сказал механика в единственном числе, но я, может быть, удивлю сейчас некоторых. Я понимаю, что, судя по уровню написания в комментариях там с русским языком незнакомые, но это нормальное литературное изложение. Сочинение когда-нибудь писали в школе? Если кто-то говорит плохой дизайн, то хоть это и не точное определение, но допустимое. И далее оно будет нуждаться в уточнении. Левел-дизайн, арт-дизайн, музыкальный дизайн, она же звукорежиссура. Никто же не бежит орать «Какой такой один дизайн тебе не понравился?» При том, что далее идут уточнения и он сам об этом говорит. Но далее по тексту мы еще примерно с десяток раз услышим слово механика, значение которой останется для нас неизвестным. То есть в чем проблема-то, если я перечислил те самые проблемные механики? Так в чем же дело-то? А дело в том, что Михаилу невыгодно обращать на это внимание, искать какую-то логику. Все то, что перечислил Михаил, за исключением кажется хитбоксов, как раз таки будет в ролике, но Михаил продолжает настаивать одна механика. Хотя в той же Википедии на запрос «Игровая механика» определение также стоит в единственном числе. Да, Михаил прикидывается дурачком в ожидании, что аудитория это подхватит. И что тут сказать? Ожидание оправдалось. Потому что у Михаила нет цели докопаться до истины. Потому что в таком случае копать пришлось бы совсем не отсюда. Его цель это как можно сильнее меня высмеять, породить как можно больше мемов про меня, спровоцировать как можно больше людей на хвалебные комментарии в его адрес и оскорбительные в мой, чтобы утешить ту боль от обиды. Ну, давайте, давайте, скажите мне, что это не так, что его цель восстановить честь оболганной игры и все получилось случайно. Случайно, в течение четырех лет. Этот ролик это закономерные последствия. Это не ответка на мой ролик четырехлетней давности. Нет. Это продолжение его излияния про меня везде, где только можно и где нельзя. И, наверное, все, что там было, это тоже случайность и не от обиды. И потому вход идет все и сразу. Помимо подмены понятий тут еще нагнетание братского плеча. Нам непонятно, говорит Михаил. Михаил, возможно, тебе непонятны, либо ты делаешь вид, что непонятны. Но многие прекрасно все поняли, поверь. Я позже покажу подробнее. Кстати, а знаете, что я еще нашел вот так вот нечаянно? Потому что во второй части игровую механику очень сильно упростили. Как интересно получается, да, в том своем ролике ты тоже произносил это слово и тоже не вдавался в объяснение, а что же это за одна такая механика, которая тебя не устроила. Знаешь, на самом деле в том ролике я тоже произносил это слово и казалось бы загадка, почему ты тогда не докопался до этого слова в том ролике. А отгадка на самом деле проста, потому что если бы ты начал докапаться до чего-то в том ролике, то, ну, даже самые преданные твои фанаты, у которых еще остались мозги, да, они бы сказали, Михаил, а как же все остальные претензии либрариума к тебе, и пришлось бы на них отвечать не по стороне, а уже по фактам. А ты этого сделать не способен, потому что ответить там нечего, ты откровенно там пролетел, поэтому про механику ты вспомнил только здесь. Я уже даже не сосчитаю, сколько я видел обзоров на игры, где это слово звучало механика, механики, но только ты и только здесь докопался до этого. Браво! Я сейчас не выпендриваюсь, я просто предвижу вопли упоротых консольщиков по поводу того, что я просто не могу себе позволить консоль и игру, поэтому и ругаю ее. Вообще странно слышать, что кто-то там говорит, что у кого-то не будет денег на третий PlayStation, при условии, что именно сейчас он стоит копейки, отчего аргумент в сторону токсичности консольщиков смотрится больше надуманным, чем реальным. Да и в принципе я хочу вас предупредить, что далее мы будем не раз слышать от анонима так называемые соломенные чучела, когда ты сам придумал диалог между оппонентом, сам выбрал ему абсурдные аргументы и с легкостью их разбил. На тот момент вот-вот готовилась выйти в свет PlayStation 5 и Demon's Souls ремейк, о котором речь собственно и шла. Сейчас у меня середина октября 2020 года, вот-вот выйдет PlayStation 5 и на нее будет выпущен ремейк, как я понял, в Demon's Souls. Уточнение не было потому, что это очевидно любому на тот момент. И Михаилу в том числе, но раз уж начал, останавливаться нельзя, иначе вся афера рухнет, как карточный домик. Михаил обсасывал и мои посты, и мои ролики, и мои комментарии, и не мог не видеть многочисленных заявлений о том, что у меня просто нет денег на консоль, вот я собственно поэтому игры и засираю. Большинство их было в ролике про Horizon Zero Dawn, правда в основном я их все удалил, так что возможно их там уже и наверное не найти, но не факт, может быть они там есть. И более того, фанатики кастом сториса эти мои посты обсасывали не раз, приводя их как аргументы. Что до соломенных чучел, запомните этот момент. Хотя собственно что я тут интригу нагоняю, да? С одним таким мы уже познакомились. Механика. Типичное соломенное чучело, за которым он трусливо прячется, переводя все в шутку, в мем, в стеб, лишь бы не по существу. Не опровергнуть аргумент, а высмеять его. Причем высмеять не только самому, зрителям тоже предлагает посмеяться, как только они дожуют сено. К. Конструктив. Я сперва думал вставлять этот отрывок про чучело при очередном таком случае, но, как выяснилось, это придется делать регулярно, так что я от этой идеи отказался. Учитывая, что даже в оригинале на третьей блоке были постоянные просадки до 20 или даже 15 кадров, то эмулятор работает даже лучше. Действительно странно, почему же железо 17-20 года работает лучше, чем железо консоли из 2009? Соломиное чучело. Я не задавался вопросом, почему оно работает лучше. Я вообще такой проблематики не ставил. Я просто сказал, что производительность лучше. Вот и все. Просто как факт. Но Михаил вывернул это наизнанку, мол, я такой «Ух, а почему же это так?» Или «Эй, смотрите-ка, оно работает лучше». И мастерски это чучело победил. То ли еще будет. Вообще, это его излюбленный прием. Его и ему подобных. Да, вы все верно услышали. Играя в Демон Соулс, вы будете удивляться тому, что это уже было в Дарк Соулсе. Несмотря на то, что любой Дарк Соулс вышел позже Демон Соулс, наш дорогой аноним уверен, что Демон Соулс повторяет с собой своего прямого наследника. То у нас авангард каким-то образом напоминает демона прибежища. Встречайте второй царь-аргумент. Оно же очередное соломенное чучело. Этот аргумент повторяли чаще остальных. Чаще разве что про механики говорили. И, честно говоря, я ожидал более мастерского подхода к его раскрутке в ролике, но нет. Все по старой схеме. Михаил снова включает дурачка. Напомню, ролик вышел в конце 2020 года. От Фромов вышло шесть соус-лайк игр, включая Бладборн, Секиру и трилогию Дарков. Казалось бы, додуматься до того, что садясь в 2020 году играть в Демон Соулс, игрок постоянно будет сталкиваться с элементами, которые он уже видел в пяти играх, это очевиднее некуда. Но, если не сказать факты, то от ролика останется только моя фотография и обзывалки. Потому Михаил снова пускается в пляс и подменяет понятия. Для наглядности он показывает мой видеоряд в рамочке и дает послушать, что я говорю. Но, вот почему-то он не показал вот это. И прежде чем приступить к рассказу об игре, я хочу отметить важный момент. Я постоянно буду сравнивать души с темными душами по понятным причинам, но я отдаю себе отчет, что она их предшественница и просто никак не могла быть лучше них по техническим и игромеханическим параметрам. Безусловно, в Dark Souls намного лучше сделано все. Но факт того, что эта игра-предсеча не оправдывает ее кривизны. Хотя об этом я говорю в самом начале. Будет ли этот отрывок хоть как-то Михаилом проанализирован, обстебан в конце концов? Нет, не будет, ведь это нарушает стройную картину дурачка Либрариума. Я нигде не говорил и не намекал на то, что игра, вышедшая раньше, повторяет продолжение. Такой схемы я не произносил. Ее родил сам Михаил, налепляя солому на свои царские аргументы. Я говорил лишь о сходстве. Или что, балетарский демон не отсылает нас на демона-прибежище? Разве это не правда? Отсылка это термин. Возможно, не самый точный, каюсь, но, знаете ли, так ведь вообще можно до любого слова доебаться. Что, собственно, Михаил в течение пяти лет и делает из ролика в ролик. Я сейчас не шучу, он каждое мое слово обсасывает на стриме. Только вот зрители, нормальные зрители, они прекрасно все поняли, все, что я говорил. Они поняли, что речь шла про похожесть, скажем так, ассетов, визуальных, звуковых. Блин, сейчас ведь до слова ассеты доебется. Ладно, пофиг. Похожесть ассетов налицо, независимо от того, что было раньше, а что позже. Речь шла исключительно об этом. Но это скучно, с этого ведь не покекаешь, да, Михаил? Я понимаю, что еще рано ставить окончательный диагноз, но первый звоночек, как вы видите, уже слышен. Для кого-то рано, Михаила, для кого-то самое время, да? Заметьте, как надменно он мнит себя доктором, вещает с позиции правого, с позиции умы. Типичные демагогические приемы. Я это как-то маловато, вот не ценит он себя, поэтому в основном будут мы. Ну и да, занизить оппонента, чтобы на его фоне казаться умнее. Не знаю, я в том ролике такого не делал, потому что нужды не было, оппонент сам себя занизил. Да, вот только глядя на все это, я осознаю, какая же я серьезная для него величина. Основной популярностью игра заслужила только с выходом первых темных душ и распространения того самого культа хардкора, который сегодня мутировал до каких-то неведомых форм. Призывал фантома, лох, играешь за мага, лох, с открытыми глазами прошел что ли, лох. Не очень понимаю, зачем приводить абсурдный аргумент про закрытые глаза, которые вы ни от кого не услышите, кроме как для того, чтобы аннулировать ценность всех предыдущих и на примере последнего показать их абсурдность. Но так или иначе, давайте действительно согласимся, что с тремя фантомами, а также за мага играют крайне лоу-скильные игроки и для которых обычное ПВЕ один на один в ближнем бою является чересчур сложным. И это вполне нормально, у всех нас разные возможности и разный игровой опыт, но и при этом нужно уметь это признавать. Здесь, кстати, он все правильно сказал, это действительно такой прием доведения до абсурда. Ну и далее личное мнение про лоу-скиллов. Однако, вы поняли на что расчет, да? На то, о чем я говорил, на культ хардкора. Давайте действительно согласимся. Давайте согласимся. Ну да, тут же у него на канале засели сплошные мастера соусборна. Обычно это мастерство выражается в воинственных воплях в комментариях о том, какие все вокруг нубы. Да-да, никакие они крутые, сами себе они тоже не ценят, как их кумир, потому нужно унизить других, чтобы потешить свое самолюбие. Смотри, смотри, я-то без фантомов прошел, хрю-хрю, а ты с фантомами, я лучше. И пофиг, что человеку может так просто комфортнее с фантомами. Но нет, им лучше знать, им лучше знать, как разработчиками замысливалась игра, что фантомы нарушают некий баланс. Они все это знают, ведь они держали свечку при разработке. Не так ли? Это и так, забегай вперед немножко. Если ты что-то пройдешь вдруг без фантомов, начнутся причитания. Ты не так прошел. У меня есть серия стримов, где я в одно лицо прохожу Dark Souls 3 за воина без фантомов. Медир его, например, вообще с одной попытки завалил. Ну и что бы вы думали? Да, оправдание. Ты не первый раз играешь, ты то, ты это, а вот тебя Михаил разобрал, лох. Ничто не должно поколебить их уверенность в собственной крутости. Мнимой крутости. Вместо того, чтобы просто играть и получать, возможно, даже заслуженное уважение за крутой скилл игры, они просто брызжат слюной вопя, какие все вокруг лоу-скиллы. А то шо, зря они что ли рвали жопу, пытаясь круто играть, чтоб потом кто-то просто взял и разрушил их маня-мирок, сказав, что им как-то по барабану на их скилл. Серьезно? Не, надо всем вокруг рассказывать, что они играют неправильно. Вы когда-нибудь слышали или видели нечто подобное от настоящих мастеров своего дела? От заметных спортсменов или даже киберспортсменов, к примеру, чтобы они ходили и чмырили всех вокруг за то, что, к примеру, кто-то не может, а самое главное, не хочет. Представляете, такое тоже бывает. Не хочет, скажем, тягать штангу весом в 4 центнера. Видели таких? Нет, может быть, конечно, вы их и видели, я уверен, что они есть, они всегда и везде есть, но в основном мастера так себя не ведут, потому что у них, видимо, нет проблемы с самооценкой, в отличие от суровых нордов Лордерна. Собственно, Лазурный Путь и Синие Стражи, с ними все понятно. Первые это сакуны, вторые это те, кто помогают этим сакунам. И мало того, что ты скажешь там, ну ок, да, хорошо, наверное, там, скажем, магам играть легче или с фантомами легче, чем было тебе без них. Нет, ты признай, что ты лоу скилл, признай, признай, признай. Жалкое зрелище. Такие люди очень любят собираться в кучке и заниматься коллективной дрочкой. Эту фишку просек кастом сториз, и потому его канал стал одной из обителей таких господ. И поэтому все, что было сказано про лоу скиллов, сказано было для них, чтобы потешить их самолюбие. Это и есть та самая коллективная дрочка. Самое смешное, что это тоже один из центральных аргументов видео, что я лоу скилл и играю неправильно. Да ради бога, лоу скилл только лоу скилл. Основываясь на своем опыте, могу с уверенностью сказать, что количество нормальных плэшников яростно стремится к нулю. Если вы из таковых не втаптываете в грязь людей, критикующих эксклюзивы, не оправдываете каждый их косяк, упёршись рогом, то поздравляю, срочно пройдите и поставьте автограф красной книги. На самом деле, действительно странный тезис про мифических владельцев консоли PlayStation, которые превозносят игры только потому, что они являются эксклюзивом их платформы. Если уж говорить прямо, то в каждом комьюнити есть свой стак токсичных людей с неадекватным поведением. И владельцы ПК, у которых 4К-монитор, тому не исключение. Я думаю, не стоит вам напоминать про таковых, которые будут доказывать вам превосходство ПК над любой консолью. Что на ПК есть Dota и CSGO в 140 Гц, а вот на консоли их нет. Поэтому я хоть и являюсь пекарем, не считаю справедливым клеймить владельцев PlayStation лишь из-за стандартной кучки токсичных игроков, присутствующих в любом сообществе. Действительно, где же это такое видано, чтобы владельцы консолей PlayStation превозносили игру только по причине ее эксклюзивности для их консоли? И как я мог так жестоко облажаться? И атипедия какой-нибудь, и его фанаты, и кучи подобных ему самых видных персон, это тоже мои выдумки. Да. Я согласен, отчасти всех клеймить не надо. Ну так я всех и не клеймил. Количество нормальных плейшников яростно стремится к нулю. Возможно, кому-то так показалось, что я клеймил всех. Я сейчас даже не про кастома с его передергиваниями. Однако, какой у меня был опыт? Пока я хвалил God of War с его дрочильни вне флихемии и одинаковыми боссами, все молчали. Пока я хвалил Last Guardian с его тормозами, круче которых на плойке я еще не видел, и недоработанными механиками, все молчали, потому что хвалил. Но стоило мне недостаточно похвалить Horizon Zero Dawn, признав и множество интересных при этом решений. О, что тут началось! Стоило мне поругать Demon's Souls, опять же, кто понабежал? Как бы Михаил не пытался присвоить лавры победителя себе, понабежали ко мне еще до его разоблачения. Все те же. У меня даже есть запись на лайв-канале с ответами на комментарии еще до этого самого разоблачения Михаила. Да, безусловно, кто-то будет говнить тех, кто играет не на 4К-мониторе. Но почему-то я таких не встречал. Да что там я? Их почти никто не встречал, потому что их очень мало. И, к сожалению, ну так уж вышло, что та самая прослойка плоечников, которая бегает по всему свету и льет грязь на всех, кто не плоечник, она почему-то заметно толще, чем в других комьюнити, основываясь, повторюсь, на моем опыте. Какая буква в словосочетании «основываясь на моем опыте» тебе непонятно. Срочно выучи ее, выглядишь глупо. У тебя другой опыт? Я тебя поздравляю. Расскажи это тогда не мне, мне твой опыт не интересен. Позже в комментарии ко мне пришли нормальные консольщики и показали, что они есть, за что я им очень благодарен. И извиняюсь, если я их обидел. Но факт токсичности комьюнити-плоечников признают даже они. Что же из себя представляют души демонов на самом-то деле? Это лоскутное одеяло. Да. Создается ощущение, что до прихода Миядзаки делали совершенно другую игру или даже игры. Но потом пришел Хидетака Кун и сказал «Так, берем вот это все говно и делаем из этого конфетку». Я понимаю, что нашему анониму, как человеку, который держал свечку, лучше всех известно о процессе разработки Demon's Souls, но в дальнейшем он не раз покажет свои знания в геймдеве и как именно создаются игры. Ну а что до лоскутного одеяла, то Demon's Souls это законченное произведение, производство которого было перезапущено с приходом Миядзаки, а не скроено из того, что было его нежными японскими ручками. И раз наш аноним так сильно любит сравнивать Demon's Souls с Dark Souls 2, то объективности ради стоит сказать, что вторая часть темных душ больше смахивает на Фракенштейна, собранного из обрывках созданными разными людьми. О чем свидетельствует ловел-дизайн, нарушающий всю логику географии, когда из башни мы на лифте поднимаемся в замок, климатических переходов, когда ясная погода спустя 2 метра сменяется на ночной ливень и лор-составляющий, где владельцы душ лордов вроде гниющего имеют в своем описании одну строчку. Ну, я как бы не настаивал никогда на том, что я разбираюсь в геймдеве и это вот сейчас что было? Михаил сейчас всерьез взял даже не шутку, а прямой толстый стёб и выдал это за уровень моей компетентности? Браво. Что до Dark Souls 2, то она и есть Франкенштейн, только собрана она одними людьми, а не разными. И что с того? Меньше? Больше? Dark Souls 2 от этого не становится хуже, чем есть. И Demon's Souls тоже не становится от этого лучше, чем есть. И факт того, что произведение закончено, не исключает автоматически возможность лоскутной стилистики. Или давай сделаем проще, скажем твоими словами. Нет, конечно, вы вправе писать в комментариях, что Dark Souls 2 это шедевр, что моя мать шлюха, а я детдомовец, ради бога. Просто от этого ничего не поменяется. Точно так же, если назвать говно фиалкой, то самой фиалкой оно пахнуть не станет. И прискорбно то, что аргументов в пользу лоскутности Demon's Souls мы так и не услышим, как и многих других аргументов в пользу обвинений, которыми любит разбрасываться наш аноним, которые мы, разумеется, разберём подробнее. Ну и опять, сакраментальные мы. Он как бы даёт понять. Зрители, вы точно поняли, Вообще, я сейчас сочувствую своим зрителям, которые вынуждены сначала слушать меня, потом слушать меня в записи, потом Михаила, потом снова меня. Ну, что поделать, разбор по фактам, он именно вот такой. Это чтобы накидывать на вентилятор, достаточно просто шутить про механики и переворачивать всё с ног на голову. А чтобы это опровергать, нужно копаться в материале, да. А их гоняет палкой Мьянзаки, вставляя свои пять юаней. В итоге мы увидели, во что вылились эти идеи, но тогда ещё они кривовато работали в первом Dark Souls. Там идея была сформирована, но ещё не обкатана на большой аудитории. Что за идеи? Какие идеи? В чём они проявлялись? К сожалению, мы так и не узнаем. Вообще, косить под дурачка это любимый приём Михаила, и он так умело и так часто им пользуется, что даже я, прекрасно понимая, что Михаил и себя представляет, начал сомневаться, а не дурачок ли он в действительности. И честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Может он есть у вас? Что до идей, то, наверное, нужно быть великим умом, чтобы понять, что вот идея подразумевается сам костяк игры. Набор тех самых механик, принципы игры, основные идеи, да? Потому что они из игры в игру не меняются. Идея на Demon's Souls ничем не отличается от Bloodborne, Dark Souls и Elden Ring'а, скорее всего, тоже. Также можно сказать, что за основу Кодвейна взяли идею Dark Souls. Идея, механика, это всё слова, общее значение. Я подробно рассказываю обо всех аспектах в своих обзорах, до каких смогу дотянуться. Но ведь нужно же цепляться к словам, правда же? Иначе это не замаскировать под разбор по фактам. А вот второй и третий, Dark Souls, а также Bloodborne, это уже то, как хотел бы выглядеть Demon's Souls. Хотел, да не смог. Любо-дорого смотреть, как наш аноним знает, как хотел выглядеть Demon's Souls, с учётом того, что именно последующие части полностью повторяют родоначальника серии в геймплейном плане. Ага, там и невесомые инвентарии, и количество слотов инвентаря, и баланс вооружений, и более удобные костры в случае Dark Souls, более крутое оружие в случае Bloodborne. Как бы полностью повторяя, это как бы и не очень. Ну а то, что вторая и третья часть имеют более лучшую техническую составляющую, это, ну, само разумеющееся, ведь между играми разница в 5-7 лет. Я где-то спорил, что это само собой разумеющийся факт. Нет. Снова соломенные чучела. У этой игры все эти идеи сплетены очень плохо между собой. Игра не сбалансирована. И я не только о балансе игромеханики, я о балансе всего. Музыка, светотень, дизайн, лор. Здесь всё не сбалансировано и перекособочено. Не совсем понятно, что аноним имеет в виду, так как баланс бывает между конкретными переменными, ну, в той же музыке, лоре и так далее, но давайте разбирать. Михаил, а слово геймплей тоже подразумевает совокупность геймплейных механик, но ты всё равно почему-то не поясняешь на пальцах, что за геймплей ты имеешь в виду. Но я почему-то не докапываюсь до каждого слова. Может быть, потому что я недостаточно умён для этого. Или недостаточно толстый тролль. Или, возможно, мне нет нужды сублимировать свою обиду на кого бы то ни было. Нет? Как вам такой вариант? Мне вот просто интересно, те из вас, кто смотрят обзоры Михаила на игры, вот скажите мне только честно, там звучат такие определения, как механика, геймплей, баланс. Потому что во второй части игровую механику очень сильно упростили. И каждый раз, когда они звучат, он развернуто поясняет, о каком именно аспекте идёт речь. Растекается водой, считая, что смотрящие его дурачки. Нет? Ведь подобный стиль изложения, когда на каждое слово тебе приходится растекаться ответвлениями, поясняя элементарные вещи, он убог и нужен только в двух случаях. Либо когда твоя аудитория придурки и не способны оперировать простейшими общими понятиями. Либо чтобы до тебя не докопался какой-нибудь полудурок. Если со вторым всё понятно, то из первого легко делается вывод, что ты считаешь аудиторию свою, мою достаточно тупыми, не понимающими, что им говорят. Либо же тебе придётся признать истину, что всё это лишь кривляние на показ, чтобы выставить меня посмешищем. Ну или себя. Тут уж как получится. Напомню, я дальше в том ролике говорил, о каком балансе речь. Я прошёлся и по музыке, и по светотени, но тебе ведь нужно опять повипендриваться, да? Выполнена в определённом таком японском, как я его называю, какофоническом стиле, неприсущем атмосфере первого дарка. Половина боссов озвучена именно в этом стиле, а вторая половина в ином, тёмно-фэнтезийном. Если ты в светлом внутреннем помещении, идёт некий засвет, то есть персонаж немножко сияет и отвлекает засветом от окружения. Баланс музыки. Дальше он рассказывает о музыке, потому что нужно ведь сделать вид, что Михаил негодует, искренне не понимая, о каких именно вещах я говорил, хотя он прекрасно всё понимает. Затем он рассказывает о светотени. В качестве плохого примера приводится Dark Souls 2 и приводится справедливо. Однако, обратите внимание, как все подобные примеры приводятся. С усмешкой. Я же привык защищать Dark Souls 2, а она же хуже всех, как всем известно в рамках этого канала, верно? Однако, я нигде не утверждал, что в Dark Souls 2 хорошее освещение. Оно, скажем так, терпимое, но если сравнивать с другими играми серий, оно плохое. И это будет сказано в грядущем обзоре с атлетическим сравнением трёх частей игр. Но факт в том, что я обратного не утверждал, насколько помню. Так что, по какому поводу было это сравнение, я не знаю. Сравнение ради сравнения? Вот, кстати, по поводу освещения хочу чё сказать. Пришло просто в голову. Михаил как-то давно в том своём ролике почему Dark Souls 2 говно говорил про переиздание Dark Souls 2 вот это вот. Также сразу оговорю такой момент, что со шкалером я её тоже сравнивать не буду, ибо кроме как по-другому раскиданных по игре сетов брони, врагов и прочего говна типа освещения, расширенное издание от оригинала мало чем отличается. В числе прочих изменений, которые нахрен никому не нужны, да, они бессмысленные, кстати, было то самое освещение, и у меня вот такой вот вопрос. Может быть, стоит определиться, освещение это важная часть или неважная часть? Если это неважная часть, ну тогда стоит, наверное, просто не упоминать его, когда приводишь сравнительный анализ Dark Souls 2 и других частей серии. Правильно же? Ну, по идее. Дизайн. Дизайн чего? Боссов? Оружие? Может быть, доспехов? Локаций? Или всего сразу? Если всё сразу, то, как мы понимаем, это второй звоночек для установления диагноза хроническая шизофрения. Наверное, я сейчас по примеру доктора Миши должен начать докапываться до проявления диагноза хронической шизофрении или, возможно, в его стиле ответить что-то вроде «Кому как не Михаилу узнать о моих диагнозах, ведь он держал свечку во время осмотров? И лучше других знать, что там у меня». Я понимаю, что нашему анониму, как человеку, который держал свечку, лучше всех известно об этом. Но давайте оставим эту детсадовщину, а то ему потом будет не над чем шутить. Дизайн чего? Хм, хороший вопрос. Огромное количество коридоров и все узкие, они настолько узкие, что я, идя по ним, боюсь, что сейчас нахер застряну в них. Очень странный дизайн, очень неудобный дизайн. Да, действительно, какой такой дизайн? Ну, возможно, вот этот дизайн. Лор. Знаете, на самом деле странно слышать претензии касательно лора от человека, который и без того дырявый лорд Dark Souls 2 пытался залатать фанфиками собственного сочинения, ну, по типу того, что драконы могут видеть будущее. В то время как в игре об этом ни слова не сказано. Даже намека никакого нету. Но стоило лишь спросить, откуда такая информация, как нам последовал аргумент в стиле «А ты докажи, что это не так». В серии роликов «Драконы обладали всезнанием копать в описании предметов, я не нашел никого. Короче, откуда инфа?» Драконов, ребят, я по ней сейчас уже не вспомню, я большой перерыв делал и, так сказать, больше дэкблор не опунался, но я действительно могу где-то, скажем так, либо ошибиться, либо даже, так сказать, дополнить в стиле «А ты докажешь, что не Аллах». Отлично. В игре об этом даже ни слова, даже намека, но ты докажи, что это не так. Хотя, если следовать простым правилам логики, то вы никогда не сможете доказать отсутствие, так как это невозможно. Это как... Ну это как делить на ноль. Чем он, разумеется, и пользуется. А вот доказывать то, о чем он сам утверждает, он, к сожалению, не способен. Как говорится, следите за руками. Прошло два года с момента, когда я последний раз касался Лора. Мне задают вопрос Я говорю, что сейчас я не вспомню те смысловые конструкции, которыми я занимался два года назад. И чтобы лишний раз не наврать, допускаю, что действительно мог где-то ошибиться, а где-то даже приукрасить в стиле «Докажи, что не Аллах». Это мемное выражение. И в данном контексте даже идиоту очевидно, что не подразумевалось, что мне кто-то что-то должен доказывать. Такого призвания я нигде никогда не оставлял. У меня ни с кем не было дискуссий в таком ключе. Ни разу. Ты можешь доказать обратное, привести подобные случаи в качестве свидетельств? Нет, потому что их не существует. Хотя ты можешь попробовать поискать. Но нужно же вывернуть все так, что мне теперь должны доказывать отсутствие. Как удобно, Михаил. Знаешь, откуда у меня сведения о всевидении драконов? Нет, не из восточной мифологии и метафизического значения третьего глаза. Нет. А шелкуар. Мне кошка так за лор пояснила. Лор в игре очень слабый. Слабый по нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что он лежит на поверхности. Для того, чтобы узнать какие-то детали, необязательно читать описание предметов. Достаточно просто поговорить с кошкой в Маджуле после посещения каждой локации или убийства босса локации и она вам расскажет исчерпывающую информацию о той локации, которую вы посетили. Что у Венрика был брат Алдия, который и занимался поиском лекарства, который в итоге оподлилился и ничего не сделал. В лоре Дарксоус 2 есть куча неточностей, начиная от описания предметов с отсылками на первую часть, который не соответствует действительности, заканчивая противоречивающими друг другу фактами. Кто такой Дракон? Почему он говорит? Почему он обо всем в курсе? Почему с него дропается душа гиганта? Непонятно и неизвестно. Но почему Звонарин на тебя нападают? Непонятно. Орден Кресиной Гвардии. Почему крысы на тебя нападают? Почему игроки на тебя нападают? За что? Тоже не ясно. Потому что у Ковенантов нет своей истории. Так, боссы говно, персонажи говно, локации говно, лор говно. Создается впечатление, что перед тобой не единое государство, которым управляет один король, а куча каких-то, не знаю, губерний, которые существуют автономно друг от друга. Да ну нахуй! Как удобно смеяться над механиками и рассказывать о моей компетентности в лоре, притом активно забывая, как сам обосрался, рассказывая, что в Дарксос 2 лора нет, что кошка пояснит за лор и прочее. Жиденько так обосрался лебедой, а потом накрыл все это газеткой, сказав, что это постиронии, вы не выкупили, это толстый троллинг, и теперь активно шутишь над механиками, а из-под газетки это все равно воняет. И дело даже не в том, что единого правильного трактования лора Дарксос 2 не существует, кроме картины в голове самого Миядзаги, а в том, что у кого-то просто двойные стандарты и газетка. И потому нужно прикопаться к формулировке, где меня застали врасплох на стриме, притом довольно технически сложном стриме, я помню, сколько там было косяков и бед. Почему не привести другие мои формулировки, ведь мне не раз за три года задавали этот вопрос. Наверное, потому, что там не удастся притянуть меня за что-то. Смешно это обставить, да? Понимаю. Вот такие глубокие познания в лоре у дорогого анонима, у которого Алант это прообраз Вендрика, при том, что Вендрика обманула на Шандра, островив с гигантами с целью украсть душу короля и по итогу использовать трон желаний для обретения могущества. А Алант сам по себе захотел стать могущественным и провел ритуал призыва душ. Стоп, что? Я где-то утверждал, да? То есть оба короли, оба манипулировались душами. Что, не так? Ну, скажи мне, это не так? Да и знаете, на протяжении всего видео нельзя не заметить, как пациент вместо лора рассказывает фанфики собственного сочинения, а там, где не может их придумать, ругается, что лора в игре нет. Как, например, тут. Что у Вендрика был брат Алдия, который и занимался поиском лекарства, который в итоге оподлилился, ничего не сделал. Ой, простите, извините, не то видео. Вот. Душа невероятной силы, и сожрите, чтобы получить много душ. Ага, а лор? Сука, где лор? Где лор Лебовский? Да, у нас вот теперь вот так вот. В описании лора почти никакого нет. И хер знает, кем была или был этот фаланга до преображения. Ну так, давай я тебе расскажу, как искать тот самый лор. Смотри. Да, спасибо, Миш. Когда буду делать перекресток миров по Demon's Souls, обязательно вставлю эту информацию. Ну так, что там с описанием предметов? Ты вот недавно в этом же ролике в начале говорил, что в описании некоторых предметов Dark Souls 2 нет ничего, кроме технической информации. Так что там с Demon's Souls-то? Там не так? То есть, если мы заглянем в описание душ, мы увидим лор? Или там такое же техноинфо? Я же не сказал, что лора в игре нет, что ты мне приписываешь. Я говорю, что подача скудная. Описаний мало. Тут же с описаниями предметов беда, особенно если это расходуемые предметы. К ним относятся и души, в том числе и боссов. Лор тут подается еще скуднее, чем в трилогии. Скудная подача и отсутствие лора это разные явления. Я понимаю, что сложно рассказывать лор, когда до тебя это не сделал какой-либо русскоязычный ютубер, не будем показывать пальцем. И когда об этом не написано на вики и после чего всю инфу можно аккумулировать в собственных видео, но можно хоть немного смекалки проявить, чтобы хоть как-то оправдать свое звание. Ну, во-первых, у меня нет никаких званий. Все звания выдают мне мои зрители в своей голове. Я в шутку называю себя лороведом, но сам себе дифирамбы не пою, как это сейчас делаешь ты. То есть, ты сейчас всерьез заявляешь, что информацию для своих роликов я брал из твоих роликов, потому что никто больше не разбирал лор Дарк Соус в русскоязычном сегменте. То есть, ни у Ликориса, ни у Гуднечерда, ни у Вайми, ни у Мадвилана такого не было. Это ведь многоголосье, вы все переводили одни и те же ролики, это были одни и те же тексты, просто разными голосами. И при том, по количеству просмотров ты был далеко не лидером. Был, например, Гуднечерд, и впору ему заявлять, что он лучший лоровед по Дарк Соус в СНГ и привнес там кучу всего. Тебя от них отличали лишь оговорки вроде старух с гробами и еще вот нынешние приписывания заслуг Ваати себе. Миша, ты там не охуел ли часом, лоровед. Поднялся на чужих переводах, а теперь еще заявляешь о себе как о единственном источнике русскоязычного лора по Дарк Соус. Ты мне напомнил еще одного фраера, Мэдвилана. Он тоже в те времена занимался разбором лора Дарк Соуса, а потом пропал у меня из виду. Но год назад мне прислали вот этот вот отрывок с его стрима. В три у известных первооткрывателей лороведов не знаю вы не правы до свидания. Я просто даже читать не стал. Это какой-то черт, который там мне на ютубе что-то пишет. Ну, потому что я есть первооткрыватель. Если ты этого не знаешь, блядь, значит тебя не было в 2013 году. Все, ты тогда еще не родился. Как говорится, вы не правы до свидания. Можно было бы, конечно, разъеб там по фактам сделать, но мне тупо не хочется тратить время на каких-то ублюдков. Типа там от Костомыча или еще откуда-то от этого второго хуйсоса. Вот вам еще один первооткрыватель лора в Ру-сегменте. Какой-то прям парад тщеславия. Видишь, Миш, ты ублюдок, а я еще и хуйсос. Вот мы с ним даже не знакомы, я в его адрес слова плохого не сказал и уже хуйсос. Как в том рассказе было, не успеешь приехать, уже мешаешь и всех заебал. Вот еще комментарий от него же. Он тут учит, как правильно понимать Дарк Соулса. Все, кто так же не думают, те подлецы и бездельники. Прям как мы с тобой. Вот так вот, Миш. Знаешь, чем вы с этим Мэтт Вилланом отличаетесь? Я тоже не знаю. Пока верстался номер, решил копнуть поглубже, нашел группу Мэтт Виллана, нашел ее еле-еле, потому что он переименовался в Кинг Виллана. И честно, взглянув буквально на два поста, я удивлен, что они в его пресвятейшество великого Виллана. Вот послушай. Там в свете выхода моего фильма активизировались голубки. Как совершенно точно говорил Вольтер, бла-бла-бла, у меня есть хейтеры, но за них очень стыдно. Понятно, что более-менее достойный человек не может по определению быть моим хейтером. Видишь как, да? Поэтому в этой касте остаются только самые конченые отморозки. Угу. Умы которых никогда не будут исправлены светом. Секта какая-то прям, да? Не то, что каких-то знаний, а банального здравомыслия. Не нужно воспринимать это как бахвальство. Нет. Не нужно, если что. Нет. Я человек крайне самокритичный. Так получилось, что я и критик, и контент-криэйтор. И я просто говорю как есть, и не думайте, что я ловлю кайф. Нет, нет, нет. Ловлю кайф или профиты от комплиментов, посвященных себе. Угу. Обиженные на меня за то, что они никто и с фигой в кармане, шизой в башке, бородой на экране и мамой в соседней комнате. Это он про тебя, Михаил. И завидуют моему художественному таланту хирургической точности. Но вы помните, да, его замечательный талант? Помните? Я не помню, но вы мне, если что, напомните. Вот. Или, может быть, Михаил мне напомнит, потому что здесь же про нас с ним написано, да? Вот так вот. Хейтеры его донимают. Его, царя-батюшку, больного самомнением на всю корону. Даже человек спрашивает, это вообще про кого? А тут гадать-то долго не приходится. Вот. Подозреваю, мой самый главный фанат, кастом-сторис или либрариум, активизировался. И никогда я не... А, и это, я никогда не сравнивал себя с Ваати. На мой взгляд, я всегда делаю фундаментально более творческие, эстетические и научно-точные работы, скорее мне, вместо среди каких-то авторских режиссеров. А потом, они мне будут рассказывать, что они самые толстые тролли в Рунете. Действительно, кто такие эти там Игорь Линк, какой-нибудь Гуфовский? Нет, вот они, самые толстые тролли. Пишут всякую хреноту. А когда их за язык вот так вот притягивают, что начинается? Это троллинг. Ты не выкупил. Миш, а вот ты выкупил? Или тоже не выкупил? Ты знал, Миш, что мы с тобой его большие фанаты? Следим за ним, хейтим его, тайно ненавидим. Я вот о нем вспомнил в том году, когда мне прислали то видео. Я даже не думал, что он вообще еще существует. Не знаю, как у тебя, но полагаю, что ты тоже о нем не вспоминал все эти 6-7 лет. Но зато сколько пафоса и самомнения. Не хочешь с ним повоевать за звание главного лороведа? Я бы на это посмотрел. А я что? Я так, маленький человек, пигмей, ведущий маленький пигмейский блог про свои пигмейские дела. Ни король, ни первооткрыватель, ни светоч знаний комьюнити. Господи, вам самим от своей напыщенности не смешно? Вас как только не тошнит от собственного самомнения, как вы еще от него не лопнули. Почему я не слышал таких заявлений от признанных талантов, вроде красного цинника, бэткомедии, ну ладно, это все далеко от Дарксос. Почему я такое от Ликориса не слышал? Почему я даже от Гуднейчерда это не слышал? С чего меня реально бомбит, так это с осознания того факта, что у таких вот людей, самопровозглашенных корольков, нет рвотного рефлекса на самих себя. И представьте себе, у них тоже есть своя база фанатов, которые поддерживают их в этой мысли. Да, повелитель, вы лучший, высветоч, а остальные говно. Ну что, Миш, пойдешь с ним стенка на стенку за звание величайшего лоравида Дарксос в истории? И сразу хочу кое-что исправить. Дело в том, что когда я проводил само расследование вот этого всего действия, я действительно думал, что Гуднейчерд в те времена был популярнее, чем тот же кастом-сторис. По крайней мере, его ролики смотрели по Дарксос гораздо больше. Однако, как выяснилось, что Гуд, слава Украине Нейчерд в те годы сильно популярнее не был. Наоборот, даже был менее популярен, хотя делал все то же самое. Правда, его ролики сейчас по Дарксосу хрен найдешь. Я не знаю, честно говоря, куда они все девались. Может быть, жаловался в Аате, может, что-нибудь еще. Может, они сами удаляли. Некоторые каналы, я видел, просто сносились и делались новые каналы. Кто-то вот вообще применял обложки на желто-блокитные. Всякое бывало за эти шесть лет, да? Но, тем не менее, если посмотреть, например, творчество Ликориса, то у него все это там есть. Оно все у него осталось. И ролики его по Дарксосу, гораздо более популярны. И именно ему в пору как раз-таки приписывают, что он некий первооткрыватель. Хотя он себя таковым никогда не называл. Я думаю, не назовет, потому что он очень приличный человек. И я еще раз скажу, что уж если мне говорить, что вот, мол, ты, Либрариум, взял идею Перекрестков миров у кого-то, ты ее там спер. Я ее не пер, но вот кем я вдохновился, чьим творчеством я вдохновился, чьим рвением к расследованию, чьей атмосферы роликов по Дарксосу я вдохновился, так это именно атмосферы роликов Ликориса. Я крайне рекомендую это у молодого человека. Он по Дарксосу уже миллиард лет ничего не делает, тем не менее, его старые ролики великолепны. Можете посмотреть и убедиться. Притом они точно так же, как и у того же Кастом Сториса в свое время от переводов перешли к авторским. Только, в общем-то, можно сказать, что Ликорис это, так сказать, Кастом Сторис здорового человека. Вот. Но можно хоть немного смекалки проявить, чтобы хоть как-то оправдать свое звание? Наверное, можно, если бы это было лоровое видео, а не обзор в стиле бомбануло. Вообще, если брать пример с первооткрывателей лора Дарксос в ру-сегменте, на которых пальцами показывать нельзя, то я напомню, что твоя смекалка вылилась вот в это. Ну, во-первых, потому что он лежит на поверхности. Для того, чтобы узнать какие-то детали, необязательно читать описание предметов. Кто такой дракон? Почему он говорит? Почему он обо всем в курсе? Почему с него дропается душа гиганта? Непонятно и неизвестно. Но почему звонари на тебя нападают? Непонятно. Орден крысиной гвардии. Почему крысы на тебя нападают? Почему игроки на тебя нападают? За что? Тоже неясно. И вот таких вот лорных дыр, которые нечем объяснить или заполнить в игре просто до жопы. Непонятно и неизвестно. Непонятно. За что? Тоже неясно. Лор в игре очень слабый. Он лежит на поверхности. Ты милиционер? Или вот, например, момент, где пациент с упоением и дрожью в голосе рассказывает душераздирающий лор девы Астреи. И Астрея заслужила доверие местных. Будучи целителем, она лечила их раны, язвы, чуму. Разумеется, она впитала в себя всю эту демоническую грязь, став самым нечистым в игре архидемоном и в то же время самым благим. Такой вот парадокс. Парадокс в том, что дева Астрея стала архидемоном не потому, что лечила нарывы хламидиоз и прочие болячки жителей, а потому, что она открыла правду о существовании бога, точнее, о его отсутствии, так как он ни разу не ответил на ее молитвы. О чем говорит эта строчка? Про дрожь в голосе Михаил обязан был сказать, потому, что если не приукрасить, то паства же не оценит. Где там дрожь в голосе? Это мой обычный голос. Ну, давайте еще раз послушаем. Разумеется, она впитала в себя всю эту демоническую грязь, став самым нечистым в игре архидемоном. Ну, то есть, я не говорил, что она стала архидемоном потому, что впитала грязь. Я сказал, что поэтому она стала самым нечистым архидемоном. Вот, с этого момента я всерьез начал сомневаться, притворяешься ли ты дурачком или все-таки нет. Потому что навык трактовать одно слово как душе угодно это одно, это не тяжело. Любой децибел на это способен. А вот проморгать смысл сказанного в прямой и конкретной фразе это уже новый уровень. Далее Михаил выпендривается знанием лора, будто бы призывая вас посмеяться. Смотрите, он не знает лор. Ну да, не знал и до сих пор не знаю и нигде обратного не утверждал. В отличие от тебя в случае с Dark Souls 2. И далее вот это вот восклицание. Да господи, об этом даже на странице английской вики написано. И вот после того, как я разжевал столь очевидную информацию, я просто обязан спросить. Ты действительно лоровед? Или просто воруешь инфу из чужих видео, сдабривая собственными фанфиками, выдавая за лор игры? Конечно воруемешь у первооткрывателей лора, единственных русскоязычных источников. Давай я тебе открою одну тайну, она тебе разочарует, но кто-то уже должен тебе это сказать. Ходить на википедию за лором это нормально. Это не за шквар. Кто вообще тебе такой сказал? Ты когда пишешь школьный реферат, ты ходишь в библиотеку, наверное, да? Одна научная работа ссылается на другую, ты не проводишь фундаментальные исследования заново, если ты уже сделали до тебя, да? Ты, конечно, можешь, но зачем, если не стоит задача все перепроверить? У меня при написании перекрестков стояло, я перепроверял. Если информации нет, и ты привносишь новые открытия, ты молодец. А дальше что? Все остальные чмошники и второгодки недостойны что-то делать с этим материалом? А не слишком ли много чести, Михаил? Не слишком ли раздулось твое самомнение? Я, 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 все, я, я придумал, я нашел, я привнес, а он, смотрите, залез на Вики. Да, залез. И сделал ролик, и он людям понравился. Не надо завидовать. Я же нигде не говорил, что не использовал чужие исследования вообще, с нуля все узнавал. Ну что за чушь? Какое первое впечатление получит тот, кто уже играл в соус-серию? Впечатление Дежавю. Странно слышать про Дежавю, при этом вменяя вину Демон Соусу, где именно я вменял в вину это Демон Соус. Я, может, сказал, что Демон Соус вторично? Нет. Не, я мог, но он не привел этого нигде в ролике, намекая, что нужно верить на слово, но я думаю, что уже показал, чего может стоить вам эта вера. Если я прямо вот так вот сказал, что Демон Соус вторично, то это, конечно, неверная формулировка. Не путать с ощущением вторичности, это другое. Ощущение, оно не обязательно должно быть основано на каких-то объективных истинах. Это просто ощущение. Так что это вновь современное чучело. И это чучело он будет использовать еще не раз. Я произношу фразу, к примеру, в Дарк Соус 3 графика лучше, чем в Демон Соус. Что слышит ухо нормального человека? Констатацию факта. Что слышит ухо курильщика? Что я ставлю это Демон Соус в вину. Круто, правда? Молодой человек, наверное, не в курсе, но, как правило, при создании игр на одном и том же движке с последующим его улучшением разработчики зачастую используют одни и те же ассеты, анимации и даже используют звуковые сэмплы из бесплатных библиотек. Как, например, вот этот звук из Бладборна. Ну и там дальше рассуждение о том, что это нормально. Нет, Челодой Малавек не в курсе, ведь он не играл в линейку Тесса и прочее. Только одно дело самоповторы, и другое практически полное копирование звуковой схемы из одной игры в другую. Взять тот же Бладборн, и об этом я говорил в обзоре, там прекрасно слышно заимствование, но звуковой дизайн умело создает впечатление новизны. Никто не скажет, что Бладборн копирует звуковую схему Dark Souls, в отличие от Dark Souls 1, которая это делает по отношению к Demon's Souls. Ну или можно вспомнить Borderlands 2 и 3. В третьей части есть другая звуковая схема. Она очень похожа, много заимствований, но она именно, что другая, звуковой дизайн переделали, и поэтому игра в том числе ощущается по-новому. Ну и таким вот образом происходит очередное показушное сомнение в моей компетентности. Чем бы дитя не тешилось. Вот, например, звук, когда персонаж не может использовать предмет в Dark Souls. Здесь является звуком поворота персонажа на месте. И так во всем. И очень хотелось бы, чтобы вы мне в комментариях объяснили, как звук невозможности использования предмета в Dark Souls похож на звук поворота в Demon's Souls. Мне, эээ... Мне кажется, я уже сам начинаю сходить с ума, слушая нашего игрового эксперта. Здесь я действительно перепутал вот с этим звуком. Что, заметьте, не рушит логику повествования. Я говорил о схожести ассетов. Схожесть есть? Есть. Но насчет того, что ты сходишь с ума, ты на верном пути к прозрению. Только сумасшедший будет следить за другим человеком пять лет. Я никогда не устану об этом напоминать, потому что это почему-то фанатами кастом-сториса очень настойчиво пускается из вида. Интерфейс, логистика, идентичные трилогии. Видимо, наш аноним, помимо нулевого знания геймдева, не особо смыслит в этимологии слов, так как не совсем понятно, при чем тут логистика. Ах, тебе непонятно. Ну давай объясню. При создании того или иного архитектурного мутанта в игре разработчик, если не поставлена иная задача, должен стараться продумать архитектуру так, чтобы она выглядела реалистичной. Как по этим условным улицам Балетари ездили кареты, где они парковались, где передвигались жители, по каким дорогам, где перемещались грузы, чтобы не было таких вот узких коридоров, куда даже уборщица с метлой не протиснется. Вот, например, храма, а рядом кладбище. Это так принято, потому что это удобно. Хороший пример Навиград. Там видно, что люди именно живут. Иногда разработчики стараются соблюдать баланс между реалистичностью и игровой условностью, как в случае с серией Древних Свитков, например. А бывает так, как в Принце Персии, где нет ни дорог для людей, ни в принципе пути, по которым можно ходить, не прибегая к виртуозной акробатике. Вот это я обозвал логистикой. Насколько мне известно, такое обозначение релевантно по отношению к геймдеву. Во всяком случае, я слышал это определение по отношению к архитектуре еще в Бэткомидиана в обзоре на Терминатора, если не ошибаюсь. Пазу Скайнет возводил дизайнер Эппл, а не машина с логистикой и логикой машин. Учусь у лучших. Скажи, мне правда нужно все это объяснять в момент самого ролика? Ну так я иногда это делаю, где считаю местным, а где не считаю, не делаю. И про логистику я уже говорил в обзоре и на Бладборн, и на Принца Персии, и на многое другое. Что еще раз доказывает, души демонов а главное, что доказывает, ибо, как мы выяснили, использование одних и тех же ассетов является нормой в геймдеве. Ну вот опять включил дурачка, не выключая. Кто? Что? Ну сравните, Моровинт и Обливион, при схожести ассетов это разные игры. И сравните Демон Соус и Дарк Соус, это копирка. Что, тут тоже я не прав, не копирка? Другая игра? И даже если это норма, разве души демонов не были обучающим плацдармом для разработчиков? Что, они не перенесли эти навыки и ассеты в другие игры? Или все последующие игры были непохожими друг на друга? И как и любая первая работа, она не лишена грехов. Но сейчас не об этом. Да я даже так скажу, любой Дарк Соус, даже мой любимый третий, не лишен грехов. Я в принципе не могу вспомнить игру, которая была бы на 100% идеальной, ну кроме Обливиона, разумеется. Ну я всегда так говорю, я уже настолько задолбал людей этой мыслью, что некоторые это замечать начали. Дальше-то что? С этим боссом мое знакомство было очень неприятным, знаете ли. Комнатка маленькая, столбы. Убить его несложно, особенно макам, которым я и играл. Но зараза, механика не дала мне этого сделать. Ох уж эта механика. А, какая механика? И ответа на этот вопрос, что за механика, мы так и не узнаем. Но очевидно, механика прямых рук, которые требуются от игрока. Или вот эта механика. Про перекаты в четыре стороны с локом я вообще молчу. В первом Дарк Соус разработчики догадались увеличить пространство. И это бесит, но не так сильно. Как видишь, я о ней сказал. И да, ты когда скетчи снимаешь, ты хотя бы видео разверни на весь экран. Видно же рамку окна, Тарантино. А вот сейчас особое внимание. Далее идет очень странный пассаж о иной концепции сложности. Мол, в Дарке мы наблюдаем равенство игрока и врагов, а в Демонах данный баланс отсутствует. Хотя те, кто играли в игру на выходе, скажут обратное, но... Но Демон Соус не таков. Тут все иначе. Боссы тут нихрена не сложные. Я по пальцам руки могу пересчитать тех, кого не убил с первого раза. А сразу они всех убил лишь потому, что боссы в Демонах действительно необычные для Афромов. Тут их пытались разнообразить, но сами по себе они очень легко убиваются, если знаешь, как это делать. Знаете, я даже спорить с этим не могу, так как, ну, действительно любой враг не особо сложный, когда ты заведомо знаешь его слабое место и тактику против него. Но наш любезный аноним утверждает, что боссы в принципе легкие, при этом абсолютно игнорируя три факта. То, что за его плечами очевидно опыт трех частей Дарк Соулс, то, что боссы первой игры самая механика, которая недоработана, когда, чтобы играть магом, нужно упарываться фармом травы, но если она у тебя есть, враги улетают пачками. Нет? Все еще непонятно за механики и баланс, Михаил. Не переживайте, он и дальше будет юродствовать. Я, оказывается, заведомо знаю слабые места врага, так как играл в серию Дарк Соулс. Как это связано? Почему именно в Дарк Соулс в качестве примера? Почему не любая другая игра, где есть боссы? По идее, во многих играх там одна и та же задача бей в слабые места и не попадай под удар. Почему тогда не говорят, что вот, ну раз ты играл в Воре какого-нибудь или в Дейл Мэк Рай 4, где до хрена боссов, между прочим, сложных, то значит ты и Медира должен знать, как завалить. Ну это же абсурд. В соулсборнах нет никакой особой уникальной механики боссов. Все, что там есть, есть и в других играх так или иначе. Вы, разумеется, можете мне сказать, что это вина разработчиков, что они не удосужились сделать такое же интересное прохождение и для магов, но не думаю, что не стоит напоминать вам о том, что такие игры, как Демон Солс и Дарк Солс, в принципе, не сбалансированные игры. Такие проекты невозможно сделать идеально сбалансированными в силу огромного количества классов вооружения, заклинаний, брони и вытекающих из них билдов. Не совсем понятно, что она ним имеет в виду, так как баланс бывает между конкретными переменными. Hello, Дарк Солс, my old friend. Да, это вообще была фигея. Хожу в роль, да? О каком таком балансе, говорит пациент, мы так и не поняли и за весь ролик слово баланс, Миша. Ой, простите. Custom Stories, вот скажи честно, ты за кого считаешь свою аудиторию, которая вот эту вот хавает? Далее следует пассаж о том, что игра за война это мега-драйвовые приключения для отважных сударей, а мага так, стой и стреляй. В то время как играя за мага, твой максимум это уныло ваншотить любого врага с безопасного расстояния. Да-да, забудьте про маноменеджмент, про стеклянные пушки, отсутствие брони, стой и стреляй. Не знаю, я он играл за война на стриме в Dark Souls 3. Иди себе и стучи дубинами по жопам. Это дело вкуса, наверное, но тут это подается как истина, что не ново для канала Custom Stories. Если тебе так скучно, то не лучше ли было бы сменить класс и попробовать для себя что-то новое? Или кто-то испугался трудностей? Да, очень испугался, именно для этого начал прохождение за война на стриме на оригинальной PlayStation 3. Ничего скучнее и неудобнее даже не вспомню за всю свою жизнь. Вообще, попытки улечить меня в боязни к Custom Stories. Абсолютная противоположность современным на тот момент играм, где от игрока требовалось не сколько настойчивость, сколько мастерство и понимание геймплейных механик игры. Нет, да ты издеваешься. Миш, вот я тебе честно признаюсь, я подходил к этому ролику с опаской, потому что я всегда считал тебя человеком неглупым. И я прекрасно знаю, что могу где-то накосячить. И я думал, что ты реально обратишь внимание на какие-то мои несостыковки или там что-то еще. Но ты, сука, шутишь вначале про механики и сам же потом говоришь про механики, травести ты престарелый. Ну нельзя же так издеваться на здравом смыслом. Чувствуй себя как киселев у дудя. Первый опыт Souls игр был, мягко так сказать, неприятным, где от игрока требовалось не сколько настойчивость, сколько мастерство и понимание геймплейных механик игры. Знание каких таких механик игры потребовалось, чтобы не чувствовать себя неприятно в своих первых Souls играх. Какая такая механика тебе помешала чувствовать себя приятно? Я был с первых минут затянут атмосферой. Первый босс, я не помню, что там было с ним, с этим демоном прибежища, но трудности первые у меня возникли только на разверстом ебать его сраку драконе. Какая такая механика тебе помешала? Механика кривых рук, может быть? Господи, да. Я теперь понимаю, почему бежавшие от тебя над мозги и не писали в комментариях ничего умного, кроме слова механики. А если ты заикнешься о том, что ты там что-то потом пробузял про то, какие механики ты имел в виду, то я тебе напомню, что я этим механикам, о которых я говорил, посвятил целый обзор и даже таймкоды сделал. Я до сих пор помню свою встречу с башенным рыцарем в 2009 году, когда сам вид босса наводил на меня панику, а арбалетчики на парапетах лишь сбивали с мысли и не давали сконцентрироваться. Наверное, ты просто не играл в другие игры. На меня панику наводило каменное божество, финальный босс Дейл Мэкра 4. С тех пор на меня трудно навести панику. Но ты сейчас вот делишься своим опытом. Он у тебя один, у меня другой. И это нормально ведь. Так как, ну, разумеется, у нас разный багаж опыта, разное восприятие одних и тех же вещей. Но почему-то, когда я говорю о своем опыте, ты начинаешь докапываться до каждого слова. Михаил. И выдвигать претензии к тому, что игра 11-летней давности, в которую ты не играл на выходе, спустя столько соулс-игр не кажется тебе сложной, но тут нужно быть либо очень ограниченным в мышлении, либо слабоумным. Хотя одно другое не отменяет. И все бы хорошо, но я не выдвигал таких претензий. Я выдвигал вот такие. Застревает камера не только в трупах, а вообще во всем. В поворотах, в косяках, в колоннах, в стенах. Ты будешь просто сражаться вслепую, такие вот тебе предстоят испытания. Это, ребят, иной уровень хардкора, когда не враг силен, а ты бессилен перед механикой. Опять соломенное чучело. Все твои излияния в впечатлениях это твой личный опыт. Я играл в игры, выходившие до Demon's Souls, и там была сложность. И в Dark'ах она тоже была. И в Demon's Souls она тоже есть, но заметно ниже. А вот оценки Принца Персии Забытые Пески. Тоже довольно высокие, хотя я бы не дал ей 30%. А еще можешь посмотреть оценки Battle Toast 2020 года, хотя я бы вообще вычеркнул ее из истории мироздания. У меня есть свое мнение, и мне мало интересно, как ту или иную игру оценили те или иные издания. Я же не знаю, чем они руководствовались. Может объективны были, а может не очень. Но в своем ролике я говорю о своем мнении, как и ты. И я не боюсь идти против мнения большинства, если оно не совпадает. В целом, думаю, никто не будет отрицать, что тезис о том, что за магов играют лишь лоускильные игроки, это всего лишь шутка. Так как ты волен играть за кого тебе удобно. Но, как водится, в каждой шутке есть лишь доля шутки. И не без причины. Так как из серии в серию маг является самым ну а в третьей части для магов было настоящее раздолье. И я замучаюсь перечислять заклинания, которыми буквально ваншотали что в пвп, что в пве. Вы скажете, что милишника тоже можно собрать подобным образом? Да, но зачастую для такого билда требуется иметь кольцо, дающее баф урона, когда у тебя меньше 30% хп. Плюс, так как ты боец ближнего боя, тебе необходимо стоять вплотную к боссу. И мало того, что ты буквально на один удар, так ты еще должен наизусть знать все паттерны атак боссов, тайминги для оборота, да и успеть нанести несколько ударов, так как особо жирных врагов, начиная с мидгейма, ты не ваншотишь. Даже имея фулл хп и проходя боссов через репосты, ты так или иначе должен знать тайминги парирования. Разрешите докопаться. Просто как-то другим получается можно, а мне... Вот. Это вообще нормально рассуждать о мощи магии? Нет, вы только не подумайте превратно. Я сам не силиюсь подбирать всегда лишь точные футажи, но это вот нормально рассуждать о силе магии, показывая при том урон по второму послеучебного, то есть практически по первому боссу игры на НГ+, кастуя в него одно из самых мощных заклинаний в игре, да еще и с кристального посоха, наверняка прокачанного на плюс 5. Вы знаете, я почему-то уверен, что если на НГ+, заточить на плюс 5 каком-нибудь елдейн, например, алебарду черного рыцаря и хорошенько ей вмазать по Таурусу, то он тоже быстро отлетит. Далее он показывает бой с душой пепла и опять же, персонаж при полном параде, а самое главное, из-за моей фотографии скромно выглядывает полоска здоровья, уходящая далеко за половину экрана и полоска маны чуть дальше середины экрана. Я, конечно, может, чего-то не понимаю в механиках, но вот полоска жизни и маны у персонажа с 50 жизнями и 50 учености. И то жизни на футажах кастома вроде даже больше, а маны точно больше. Я не знаю, сколько там, может быть, 70 здоровья, 70 ученостей, и вот этого мутанта нам показывают, как билд, способный выносить боссов одной левой. Ну, круто. Спасибо хоть, что не на судье гундире показываешь. Противовес мерзким нубским магам, которые просто стоят и долбят на расстоянии, нам показывают правого воина, который бедняга вынужден не только подходить близко, но и знать атаки противника, иначе каюк. И тут нам показывают как бы бой с Арториасом. Про близко я, конечно, не спорю, это так, но вот насчет атак я посмотрю на мага, который будет стоять на месте и стрелять в того же Арториаса, одного из самых подвижных боссов игры. Это, конечно, при условии, что это будет не НГ+, суперпрокаченным магом. И даже такой маг на футаже Михаила уже успел, как видите, получить поебалу, на что мягко набегает полоска жизни, лишенная 60% минимум на локации, где кроме босса никого нет. Видимо, он сам поверил в ту хрень, что несет, и всерьез решил стрелять, стоя на месте, за что тут же и поплатился. Хотя я понимаю, стоять и пулять по хвосту Иверной или ложу Хаоса заклинаниями, это не так почетно, как делать то же самое с помощью лука или арбалета. Ох уж мне эти лучшие лороведы из НГ. Наверное, если ты позволил червю погибнуть от баллисты, то тебя клеймят и изгоняют из культа хардкора. И все это говорит лишь о том, что милишникам необходимо более глубоко понимать суть геймплейных механик при боссфайте. Миша, каких механик? О каких механиках говорит этот человек? Что за механики? Объясните мне. Я когда от него слышу слово механики, у меня это так вот типа механики, аники, аники, аники. Скажете, глупость, да, я кривляюсь? Да, глупость, я кривляюсь. А вот это вот не глупость? Вот это не глупость? Или вот его кривляние не глупость? Вначале пожаловался на то, что я не объясняю, какие именно механики я имею ввиду, целый мем создал про меня и сам же этим занимается? Или что, кто-то в детстве упал в чан с индульгенциями, что ли? Нет, ну правда, ну как это работает? И вот снова, за кого он считает своих зрителей? Насколько отвратительное говно он готов им скормить, а самое главное, что они готовы съесть? Но, вспоминая первый тезис нашего анонима, для него и фуллпати фантомов нормальное явление, потому как таких боссов всегда можно отвлечь верными товарищами. Вот ведь жопа-то пригорела у него с фантомов. Если проблему подвижных боссов решает фуллпати фантомов, почему она не решает проблему бедных воинов, которым тяжко уклоняться и вычислять механики? Ну да, ведь если стоять в сейв-зоне, пользуясь подсказками на полу и спамя заклинаниями в боссов, которые на тебя даже не смотрят, то оказывается, не такие уж и сложные эти ваши боссы. А как так получилось, что есть эти самые серые зоны? Может, недостаток баланса, там, например, да? Только, пожалуйста, не спрашивай какого, а то еще контента на сто часов нагенерируешь. Подсказки на полу теперь тоже, оказывается, плохи, да? При том, что онлайн я подключил уже ближе к концу игры и никаких подсказок до того не видел. И не говоря о том, что наш уважаемый аноним проходил боссов по гайдам. Как, например, Флеймлюркера, который багует в одном единственном месте на всей арене и куда он сам никогда не забежит, если не загнать его туда умышленно, зная про этот баг. Да неужели не забежит, ага. Как никогда не забежит, видимо, и Ацерос в такой же баг, да? Вот прям никогда-никогда. Миш, кто-то же этот баг нашел, да? А значит, наткнулся на него случайно. Или нет? Или баг был описан в брошюрке к игре? И ты уже определись, пожалуйста. Да господи, об этом даже на странице английской вики написано. Я либо не смотрю даже вики и потому идиот, или я только и делаю, что смотрю. Тут смотрю, тут не смотрю, как удобно. Зная, что за мной 4 года идет по пятам какой-то полоумный и будет исследовать каждое мое слово, я вот типа вот тут вот играю значит по гайдам, чтобы... чтобы что? Чтобы казаться крутым? А перед кем? Мне вот это вот зачем? А вот тут значит я в гайда не смотрю и уличаю себя в некомпетентности. А вот здесь вообще даже скажу, что лазил в гайда. Вот как же хочется тебе все мои достижения растоптать, а все случайности выдать за злой умысел. Там он дальше скажет, что он сам пробовал, у него не получилось и потому такую штуку нельзя провернуть с первого раза. Логика зашкаливает. А если кому-то из излюбленного им лутбокса выпадет что-то хорошее, то наверняка он жульничал, ведь не может же с первого раза выпасть что-то хорошее. Я вот попробовал, мне не выпало, значит никому не может. Зачем ты это рекламируешь лутбоксы? А? Бред какой-то. Ну бред же. И вот этот бред верят, спокойно верят, хавают это, жрут это, причмокивая, говорят, хотим еще, рассказывать мне, как тебя там разделали по фактам. Вот они, ваши факты. Или убийство красного дракона на мосту облаком яда. Ну и разумеется, совпадение, что именно этот вид убийства описан на ДС Вики и прочих гайдах как самый удобный для магов, хотя наш аноним на протяжении всего видео пользовался лишь заклинаниями направленного действия вроде луча души. А зачем мне использовать туман яда против обычных одиночных мобов? Я попробовал, неэффективно. А вот против дракона эффективно. И наверное, потому это и описано в Вике как самый действенный способ. Михаил, ты опять путаешься в показаниях. То значит боссы для меня легкие, потому что у меня за плечами как минимум вся серия Дарк Соус и есть опыт игры, то значит я никак своему мому не могу догадаться о таком элементарном магическом финте как отравление крупной цели. Ведь ни Вальнир с Мидиром, ни Старый Король Демонов с Принцем Демонов не убивались ядом и кровоуточением. И вообще миазмы это что-то новое для серии, невиданное. Кто-то еще скажет, что в принципе таких финтов с отравлением было полно наверное в любой игре начиная от Аркс Фаталис и заканчивая каком-нибудь скорее всего Киберпанк. Это так просто навскидку сказал, да? Нет, ребят, вы не правы. Вы не можете до этого сами догадаться. Вот видя вот эти 20 лет смотря на игры, где можно кого-то так вот травануть, вы не правы, до этого можно догадаться только с помощью гайда. Да. Странно еще и то, что впервые встретив Юрта, наш ларевед сразу его убивает, толком не пообщавшись. И это при том, что до этого он жаловался, что в игре очень мало лора, который он безрезультатно искал. И при виде потенциального источника этого лора, он без раздумий от него избавляется. Здесь нет ничего странного, меня годами просили сделать обзор и так или иначе мне что-то пытались рассказывать и я почему-то запомнил этот самый Юрт будет убивать персонажей. Его я намеренно убил, а про него потом почитал на Вики. Потому что мне не хватало, чтобы мне в такой неудобной игре еще важных персонажей начали убивать. Я подумал, что как-нибудь потом лучше, как раз таки, в ремейке, возможно, сделать его как-то поудобнее. В ремейке я попробую уже как-то с ним потом повзаимодействовать. Собственно говоря, я так и собираюсь сделать. Ну а ближе к концу наш Трайхард и сам сознается, что прибегал к помощи ДС Вики, дабы узнать, как сделать из без того ОПшного класса ОПшный билд. После чего мы рассказываем, что боссы здесь элементарные и совсем несложные. Ну конечно, боссы будут несложные, если каждого из них проходить по гайдам и не исследовать мир игры самостоятельно, а использовать уже готовые стратки. Ну как бы да, я конкретно про дракона сказал, что он мне доставил очень много хлопот. И тут уже я действительно полез в Википедию, о чем честно сказал. Что вот он такого. Упрекать меня в том, что я не разобрался в шизанутой системе заточки Demon's Souls без гайда, это как-то жестоко. А главное мелочно. Ну вот не всем суждено быть избранными великими умами и самому все просекать. В чем я честно сказать сомневаюсь. Мы все лазаем за гайдами порой. Че комедию-то ломать? И напомню, речь шла в конце игры про дракона. И все. А что делает Михаил? Он распространяет это вообще на всю игру. Типа поймал редкий баг, плюс в конце признался, что лазил на Вики, значит всю игру прошел по Википедии, только в Вике он не лазил почему-то за лором. Не спрашивайте почему и как. Да ты просто Шерлок. Руководствуясь такой логикой, где у меня нет никакой возможности доказать свою правоту и чужую неправоту, что вообще нельзя проставить мне вину, чему легко поверить на слово на канале Custom Stories. Да все что угодно. Чем Михаил активно и пользуется все эти годы. Я скоро покажу. Здесь очень длинный пассаж, в котором она не рассказывает, что игра постоянно срвет ему в штаны, поэтому давайте разбирать это поэтапно, дабы вы не запутались. Конкретно на этих футажах автор показывает, что левел дизайн настолько ущербный, что ты постоянно падаешь и умираешь. Опустим тот факт, что у нашего гостя отсутствуют навыки мелкой моторики, и именно здесь он решил разогнаться перед спуском, а после пойти вперед, а не назад, как это сделал я. И также опустим тот факт, что именно на этом уровне спускаться вниз необходимо поэтапно, с платформы на платформу, а не пытаться перепрыгнуть всю яму по диагонали, а потом ныть, что игра плохая. И даже бог с ним с вот этим моментом, где он сам кувыркнулся в пропасть и винит в этом игру. Хотя в чем проблема кувыркнуться в другую сторону, эээ, загадка. Отгадка. Про перекаты в четыре стороны с локом я вообще молчу. В первом Dark Souls разработчики догадались увеличить пространство, и это бесит, но не так сильно. Арена очень узкая, атаки у него по площади. Уворачиваясь, нужно не умудриться свалиться вниз, ведь периода нет. Но вы видите, да? Отсутствие мелкой моторики вот тут вот сюда. Не-не-не, управление идеальное, это пациент очень нехороший. И еще у вас может быть любое мнение об игре, но если вам не нравится, например, управление, то это у вас проблемы с моторикой. Напоминает вот этот вот твой пассаж. Да, конечно, петушки, которые в восторге от этой части, сразу захотят пояснить мне за персонажей. Вот оно, грозное лицо объективности. Вы можете иметь свое мнение отлично от моего, но тогда вы петушки. Сколько лет прошло, и ничего не изменилось. Потому что зачем, если хавают? Нет, дружок, мы не любим капра демона, потому что у него есть две ублюдские собаки, без которых он не представляет для тебя никакой опасности. Но казуальному магу мало места, дабы держать босса на безопасном расстоянии. Собаки тоже, но была бы арена побольше, собаками было бы гораздо проще. Хороший пример та же фаланга или мародеры. Представьте, если бы арена с мародерами или фалангой была бы размером с закоулок капра демона. Тех собак туда потому и добавили, что он сам опасность не представляет. И да, дружок, я-то, конечно, грешный казуальный маг и все такое, но ты, как профессиональный маг пятисотого или какого-то уровня, не подскажешь мне, как в этом бою маг тупо стоит и лупит заклинаниями по скучнику. Не случайно наш гость при озвучивании этого тезиса показал единственную локацию в игре, являющую собой мостики над пропастью. Так как больше таких уровней, как этот, в игре попросту нет. Как единственное? Мост, где я только что дракона ядом травил, вот там, где недавно ты меня ругал, что я да, он и неправильно прыгаю. Наверное, про половину игры я действительно погорячился, но это для меня нормально. Михаил, ты сделай обзор на мой обзор на Като. Ты все равно делаешь обзоры на мои обзоры. Я его даже посмотрю, честно. Обещаю, там для тебя кладезь для доебок. Но решение этой проблемы есть. Отпустить таргет. Я даже больше скажу, без таргета играть намного удобнее и держать контроль над файтом намного проще. Но, наверное, я говорю какие-то уж совсем абсурдные вещи. Ну, вообще-то да, для мага, который не может попадать заклинаниями без таргета. К слову, я именно так и сделал. Убрал таргет с людоеда и убил его заклинанием. И как же отреагировал Михаил? Он недоволен, потому что я его почти ватшотнул. Это не совсем так, потому что все-таки там босса технически два. Ну, короче, опять все плохо. Ты там что-то про обосранные штаны вот недавно говорил. Ребят, хотите подзаработать? Сделайте штаны символикой моего канала и продайте ему. Он их обосрет и будет показывать подписчикам. Смотрите, Лебрариум обосрался. Неопровержимые доказательства. Идеально же и как доказательство и как юмор. Такой публике как раз-таки зайдет. Знаете, я специально скачал Demon's Souls на свою PlayStation 3 и нашел именно ту самую доску, о которой ты якобы застреваешь и которая является, как я понял, единственным аргументом данному тезису. Но, о чудо, застревание не произошло. А знаете почему? Потому что что Demon's Souls, что Dark Souls изначально были залочены на 30 фпс. И подобные проблемы возникают только если ты играешь на эмуляторе в 60 кадров на своем 4к мониторе. Тут должен признать, я не прав. И странно, мне это даже в голову не пришло. И такое бывает, представляете? Но да, скорее всего, здесь Михаил прав и все дело даже не столько в эмуляторе, сколько в блоке кадров. Своё оправдание могу разве что напомнить о своих вьетнамских флешбеках в ремастере. Прошу заметить, ремастере Dark Souls 1, где из полости было иногда невозможно выйти из-за подобного. Но да, это косяк. И с пламенем дракона видимо та же беда. Так что претензии к дракону в финале тоже снимаются. Тут я соглашусь, но лишь с небольшим замечанием, что камера, как явление, ублюдская во всех Dark Souls'ах, без исключения. И спасти её от застревания в текстурах поможет, вы не поверите, не использование ЛС-ного таргет-лока. Снова про таргет. Добавить нечего, разве что могу сказать, что если у вас что-то не работает или работает через жопу, не включайте эту фишку в игру. Но если вы её включаете из части в часть и минимум в пяти играх она работает хреново, то это уже патология. Нет. И причём далее он показывает, как используя примерно 30% полоски маны, просто ваншотает босса. Ну да, знаете, тут я согласен, магия действительно немножко дисбалансна. Потому как ваншотать босса в трате меньше половины доступной маны, это, скажем так, перебор. Я даже больше скажу, в Demon's Souls для магов настоящее раздолье, так как в последующих играх ячейки для всех видов заклинаний общие. В то время как здесь ты параллельно прокачиваешь ячейки чудес и ячейки волшебства. И чтобы вы понимали, это не требует серьёзных вложений. Немного дисбалансна, правда? Я так сказал? Я не встретил у себя в обзоре такой фразы. Единственное место, где есть сочетание слов немного и магия, это вот это вот место. Заклинания и чудес тут немного, но они действительно интересно сделаны, хотя некоторые работают через гузна. И ещё вот это вот место. Избалансная магия и чудеса, например, отравление, чума, молчание. Так с кем же спорит Custom Stories в таком случае? Сам собой? Соломиным чучелом, может быть? Да, соглашусь, что система эстусов намного удобнее, но наш любезный аноним почему-то специально умалчивает, что в игре есть аж целых три предмета на манореген, а именно лунное оружие, любое, кольцо на реген маны и светящийся посох. Я думаю, вы и сами видите этот лютый манореген на экране, посему считаю, что грешно жаловаться, играя опачным билдом и имея постоянный манореген. Кроме кольца, я про это не знал. Это как бы ошибка с моей стороны, да, но как же я мог не знать, если я играл по гайдам? Загадка. Demon's Souls это единственная игра промок, про которую я могу честно сказать, берите читэнжен и ломайте ее нахрен. Ну, судя по геймплею, я так понял, что безстороннего ПО тут точно не обошлось, о чем говорят целых шестьдесят шесть склянок с маной на этом моменте. Ой, да конечно не обошлось, ведь нельзя же фармить как черт несколько часов, возненавидев эту игру и купить эти ебучие склянги. Только взлом. Я, к слову, вообще не уверен, что артмани или читэнжен или что там еще есть способен взламывать эмуляторы. Я вот специально для этого ролика попробовал читэнжен взломать эмулятор. Нет, он это не может сделать. Так что же там тогда за приложение такое стороннее, таинственное? Даже если наш аноним и не пользовался взломом игры, то это странно слышать, что имея такой колоссальный опыт в играх фромов, попутно жалуясь на легкость боссов, тебе приходится заниматься фармом. В то время как игра спокойно проходится без фарма и трат на расходники, вроде лечащей травы, которой в избытке. И чтобы вы понимали, как ее много, я прошел полностью лишь четвертый мир и половину первого. И мне уже ее некуда девать. А это я не был еще и на других локациях. Стас, Стас, подожди, подожди. Во-первых, как это, даже если не взламывал? Твои адепты всю глотку содрали в криках о том, что я взломал игру. То есть как это без взлома? Конечно, со взломом. Придерживайся легенды, не нарушай маскарад. Во-вторых, да, конечно, профессиональные игроки в Dark Souls 2 мне скажут, мол, ты че, лох что ли? Покупай порошки для ремонта. Да, клево. Вместо того, чтобы наслаждаться геймплеем, который здесь является куском говна, я должен думать о том, как бы не сломалось мое оружие. В-третьих, про лечащую траву речи не шло. Зато с малым волшебным здоровьем его, это самое здоровье, можно было легко регенить, обильно валяющийся из врагов слабой травой. По буквам повторить, трава валится О-БИЛЬНО. Услышал теперь? То, что ты прошел воином и у тебя другой расклад, это как раз и подтверждает мои слова. В Dark Souls фарм прикладной, потому что там либо есть эстус для Регина Мана, либо заклинание восстанавливается у костра. А тут такой возможности нет. В Bloodborne та же тема, и я видел в комментариях жалобы именно на то, что быстро заканчивались пули и кровь. При том, что я наоборот уверен, что в Bloodborne проблем с фармом основных расходников нет. Ох, ну тут давайте по порядку. Покупка расходников в серии Souls это крайность, которой прибегают либо те, кто играет в первый раз, либо те, кто играет очень плохо. Да, клёво. Вместо того, чтобы наслаждаться геймплеем, который здесь является куском говна, я должен думать о том, как бы не сломалось моё оружие. Так как любых расходников в Souls играх разбросано в достатке, и к концу игры этот мусор перейдёт с вами на NG+. Проходя игру, я ни разу не испытал нужды срочно телепортироваться в Nexus. Ну, Миш, а я вот прошёл Dark Souls 3 за воина, постоянно ворча на то, что игра лёгкая до усрачки. Мне тоже не нужно было ничего докупать. Я уверен, что если пройду Demon's Souls за воина, то получу примерно такой же опыт. Да и другие разы, играя за воина, вообще проблем не было. Там, где маг вынужден менять заклинания по ситуации и следить за маной, воин должен только следить за тем, чтобы по башке не получить. То же мне достижение, автономность воина. Да я и сам охренел, когда в той же двойке впервые играл за воина, и приходилось играть осторожно, воин пёр просто на пролом, не садясь за костёр по две или даже три локации подряд. Я же тут говорю, о магии. Ты, ману, чем будешь регенить? Кольцом? Вот так оно тебе не даётся в начале. Хотя мне сказали, что оказывается, есть класс, у которого в начале вроде как эта хрень есть, о чём я тоже со старта знать не мог. Справедливо же? И жаловаться на то, что в игре 2009 года спустя 11 лет невозможно восстановить фулл хп по онлайну, а лишь камнями, это как ныть, что в Black Ops 2010 года невозможно нафармить престиж, так как разрабы не добавили игроков на сервер. Что, прости? На что я там жаловался? Раньше, заметьте, он показывал мои вставочки, сейчас почему-то не показал. Я просто, может быть, невнимательно искал, но я нигде не жаловался на то, что нельзя по онлайну восстановить хп. Я критиковал систему порталов, которая очень неудобно сделана по сравнению с кострами, и в качестве альтернативы можно было бы помочь, будучи духом, и восстановить хп, но без онлайна такой возможности нет, а потому раз нет такой возможности и портальная система идиотская, то и нормальные возможности восстановить фулл хп нет. Михаил словно маугли, попавший на воспитание не к пантере и медведю, а к кужам, которые научили его вертеться сотни разных способов и изворачивать все вокруг. Ну вы знаете, эти жадные боссы, вот, например, или вот, этот вообще жадина, ну, да господи, когда вы остановитесь. Ой. Здесь я и правда промахнулся, но незначительно. Если брать начальных боссов, то там скромные цифры восемь тысяч, одиннадцать тысяч, и в основном только на узловых, так сказать, боссах, тех, что поглавнее, вроде Старого Монаха или Бога Драконов, действительно отсыпают двадцать или тридцать пять тысяч. А до них ведь еще нужно дожить, и их еще нужно пережить. На что-то же нужно покупать бензин для мага. И теперь вычти из этого расходы на траву и склянки, потому что, я понимаю, нужно побрасывать про взлом, конечно, но это все недешево выходит. Только во второй половине игры там начинаются уже серьезные суммы, но и расходы тоже возрастают, потому что банки и трава становятся дороже. Тебе такое в голову не приходило? Странно. Голова есть, а в нее ничего не приходит. Ты там форточку почаще открывай, заодно и проветришь. Ну и плюс, буквально на старте игры вам доступно кольцо, которое вместо 50% в бестелесной форме урезает лишь 25% хп, о чем наш аноним, разумеется, умолчал. Не выгодно ведь об этом упоминать, правда? Очень странная претензия. То есть кольцо должно оправдывать тот факт, что это идиотское решение в данной игре, так что ли? А как же твои вопросы? Где там беда с балансом? Так может вот здесь она? Хотя наверняка они мне сейчас расскажут, что это просто у меня руки кривые, они легко без парма прошли всю игру, им на все хватало. Самое забавное, что наш аноним понимает, за что его будут порицать и приводить в качестве контраргумента, отчего подобные попытки защиты смотрятся очень потешно. Но вообще, поначалу, как и все, ты сосешь, разумеется. Но, имея за плечами Опыт Соулс Игр, странно было бы продолжать сосать в настолько простой игре, правда? Очень интересная терминология сосать. Я не знаю, чем ты занимаешься обычно, но я не сосал, Миш, я играл в игру. Ну да ладно, это все на самом деле терминология, сам порой грешу, хорошо. Поверь мне, не нужно быть мозгом Менсиса, чтобы предугадать придирки фанатиков. Они всегда одинаковые, по любому поводу. У меня 400 роликов набежало, и под большей частью из них находились комментаторы, у которых любая проблема это «А у меня норм, у меня получилось». Вот, например, Даг Уолкер, он же ностальгирующий критик. Он буквально при разборе каждого спорного фильма делает шутки и скетчи про то, как бурно на это будут реагировать фанаты после этого фильма. Как ты думаешь, у него есть на это основания? Как ты думаешь, это оправдывается из года в год? Наверное, это тоже подтверждение его неправоты. Или что? Все это очень легко просчитать, поэтому осторожней, Custom Stories. Такие вот гоны выставляют тебя как неспособного на простейшую мыслительную деятельность. А ты ведь явно не этого ожидаешь, верно? Вообще, я так по секрету скажу, что тенденции это лучшее, что было в Soul серии, так как это давало тебе возможность отыгрывать характер персонажа, напрямую изменяя уровень своей кармы, а также тенденции мира. Плюс, различные уровни тенденции открывали новые закутки в локациях с доступом к уникальному снаряжению вроде Dragon Ball Smasher'а и Катаны Макату. Эм, знаешь, послушав тебя, я даже подумал, что стоит еще раз дать шанс тенденциям. Жаль, что ты больной на всю башку обиженный нарцисс, в ином случае я про тебя бы сказал, что ты умеешь быть умным, когда захочешь. Впрочем, я про тебя такое и раньше говорил, и говорю это сейчас. Это ты про меня слово хорошего не сказал за пять лет. Что до тенденций, то, с чем столкнулся я, и дело не в онлайне, это полная фигня. Как задумка, она, наверное, и вправду очень даже хороша, но вот реализация откровенно подкачала. И заметь, я вот в Elden Ring не играл, возможно, там нечто подобное сделали, но нигде больше в других играх серии Soulsborne такого не было. Почему, спрашивается, может быть и правду идею забраковали? Как ты думаешь? Хотя, смотря на то, как наш аноним играет исключительно через билд Glass Cannon, суть которого как раз-таки и состоит в том, чтобы быть на одну тычку, но при этом и самому всех ваншотать, очень странно слышать от его упреки в стиле «Меня часто убивают». Может, тогда стоило чуть-чуть прокачать полоску ХП, а не пытаться упереть полоску маны в край монитора. И это по твоему глаз Cannon, серьезно? Полоска в край монитора? Ты точно играл за мага? Я начинаю сомневаться уже в этом. Но в целом в других играх серии у меня не было такой проблемы при множестве попыток. Я допускаю, что мне везло, но я и за другими такой проблемы тоже не слышал. Более того, ты сам вот недавно показывал, как легко ты магам выносишь всех подряд. Это, мол, легко и скучно. Ну, то есть, играть так, чтобы по тебе не могли ударить это скучно, да? Потому что, если не переходить на NG7+, или не взламывать игру, не знаю, что там у тебя на футажах, то такой урон по боссам это тот самый глаз Cannon. А вообще, должен признать, что когда ты говоришь без ерничания, кривляния, хамства, то создается даже впечатление, что с тобой можно вести диалог. Я на самом деле не до конца разобрался, умышленно ли наш пациент искажает факты и откровенно врет, вводя в заблуждение свою аудиторию, либо просто порит чушь по глупости, каждую вашу смерть будут наращивать урон и в итоге вы рискуете не пройти уровень. Но по факту, тенденция становится темнее только если вы умрете в телесной форме. При смерти в форме духа тенденция не изменяется, вследствие чего вы можете допускать неограниченное количество ошибок, не боясь усиления противников. Но потом я снова слышу шутку про механики и понимаю, что ошибся. Миш, это было бы смешно, если бы ты уже сам минимум дважды всерьез не сказал о механиках. Нисколько настойчивость, сколько мастерство и понимание геймплейных механик игры. Необходимо более глубоко понимать суть геймплейных механик при боссфайте. Потому что во второй части игровую механику очень сильно упростили. Ты опасно подставляешься. Смотри, как бы твои мемы не обратились против тебя. Хотя да, кто же их обратит-то? Их генерируют и используют лишь у тебя в сообществе. Никому в голову не придет заниматься контр-пропагандой детсадовской в стиле сам дурак. Что-то тенденции? Да, тут я ошибся. Вообще, у России два врага. Чернослив и ПВЕшеры, которые пытаются критиковать ПВП, проходя соус-игры в стаке из трех дружественных фантомов. ПВП в соус-играх не было средством фарма душ. Да, за определенный уровень ковенанта ты мог получить уникальные шмотки и заклинания, но в большей части люди участвовали в ПВП только потому что это весело. Как же высоко ты меня ценишь. Один из двух врагов России. Надеюсь, у вас такой мем в группе был про Чернослив и меня. Мне понравилась шутка. Только вот, дорогой мой кастом сторис, я не говорил о том, что ПВП это средство фарма душ. Я такого не произносил. У меня не получается представить себе, как же выглядело местное ПВП. Наверное, после каждого матча проигравший полчаса фармил душ, чтобы восстановить потери. Вот, что я произносил. Михаил, ты там не знаешь, смени батарейки в слуховом аппарате, например. Может, поможет? И вот думаешь, что прошло 11 лет, но по факту ничего не поменялось. Казалось бы, не любишь вторжения, отключи онлайн. Точно. Ведь ты тогда не сможешь использовать фантомов, отвлекающих босса. И тут я, видимо, должен начать тоже кривляться, рассказывая, как легко играть за воина, вставлять картинки с гидгуд, да? Далее идет речь про малое количество сетов брони, которых, наверное, мало, потому что ты убиваешь их потенциальных владельцев. И скольких же я убил? Давайте подсчитаем. Юрд. Все. Круто. Или я что-то упустил? И при этом говорит следующее. Милдред. И сет ведьмы Юрии про родителя ведьмы Юрии. Притом, то спехи идентичны, даже внешность у нее идентичная. Голоса и роли только разные. Причем после повторяет. А еще есть ведьма Юрия, про образ ведьмы Юрии, я уже говорил. И это не оговорка. Человек действительно не отличает Юрию от Карлы и считает Юрию прообразом Юрии. Поэтому я спрошу тебя еще раз. Ты точно лоровед? Нет, девушка, ты меня раскусила, я не лоровед. Мне вот любопытно, вот эта девушка, читающая по суфлюру текст, она как вообще ко всей этой вакханалии относится? То есть я понимаю, есть отвратительный либрариум, которого нужно чмырить, потому что это лол, это кек, это в конце концов чебурек. Но прошло пять лет. За эти пять лет ты нагенерировал про меня контента столько, что я теперь понимаю, почему Ютуб ввел принудительную рекламу во всех роликах и им просто не хватает средств для хранения твоих излияний про плохого либрариума. Ты уделяешь мне столько времени, что это просто должно, по идее, пугать любого здравомыслящего человека и не только меня, на кого направлено вот это все, но и тех, кто рядом. Ведь ты же днем и ночью только обо мне думаешь. То есть если вот я, например, когда делаю ролик, скажем, по принцу Персии, я думаю о принце Персии в основном, а ты делаешь контент про меня. И вот мне любопытно, я точно знаю, что эта девушка обязательно посмотрит этот ролик, и потому у меня прямой к тебе вопрос. Ты как вот, нормально к этому всему относишься? Ничего там в голове у тебя не екает? Никаких звоночков, возможно? Вот эти все десятки часов стримов с оскорблениями, я, по-твоему, это все заслужил, да? Ты сидишь тут, чужим голосом вещаешь о том, какой я плохой, но ведь ты же даже меня не знаешь. Тебя используют как инструмент, чтобы повыпендриваться. Инструмент в руках ошалевшего от детской обиды нарцисса. Как тебе? Нормально так жить? За эти пять лет лучше бы ты помогла ему справиться с этой обидой, а не тащить ее за собой через годы. Не важно, что ты ответишь вслух, важно, что ты ответишь у себя в голове. Хотя все это, конечно, я понимаю, не мое дело, вообще я не знаю, эти двое состоят в отношениях или нет, мне, в общем-то, плевать. Я не лезу в чужую личную жизнь, я не спрашиваю про бабу, куканы, я не интересуюсь действенностью оппонентов, паси Господь. Но вернемся к насущному вопросу. Про Карлу. Да. Я действительно перепутал Карлу с Юрией. Не в первый раз, между прочим. Я путал Атрея с Артеем, Гоплитов с Галпитами, и до того, как вчитался, думал, что Астрея — это Астарта. В ахофаге сейчас так привстали. И да, тут я перепутал Карлу с Юрией. И это было бы смешно, если бы об этом не говорил человек, который точно так же дважды повторил про Старуху с гробом. Служанка с каменным гробом. Служанка с каменным гробом. Да, я понимаю, что ты пытался меня спародировать, но только вот во всей этой линейке Соус, насколько я помню, нет Старух с гробами, с которыми можно было бы их спутать. А вот персонаж с именем Юрия есть, и находится его неподалеку от той самой Карлы, которая одета, как Юрия из Демон Соус, и выполняет ту же функцию, что и Юрия из Демон Соус. Чуешь разницу? Мы оба ошиблись в одинаковых вещах. И, по идее, те же эпитеты, что применимы ко мне, применимы к себе. Так что, посторожней с ними. Вроде Драгонбон Смэшера и Катаны Макато. Ммм, Макато, да? Ты ничего не перепутал? Может, все-таки Макото? Старухи с гробами Макато? Без гробов, спасибо и на том. Ну как же так-то, Михаил? Так еще из-за посмертных штрафов не хочется делать глупости. Что это там за сияние такое, похоже на портал? Что будет, если я в него прыгну? А что будет, если наступить на лаву, я успею перебежать? Да ну нахер, даже пробовать не буду. В задницу идти трофей, наверняка там мусор, как обычно. Честно сказать, не думал, что доживу до этого момента, но это случилось. Игроки жалуются, что умирают в игре, смысл и фишка которой в регулярных смертях по неосторожности и приобретении опыта на основе изученных ошибок. Но вообще да, это же отличная идея, прыгнуть в бездонную яму или промочить ножки в лаве, а потом ругаться на игру. Это золото, я считаю. Да нет же, золото это когда я говорю, что из-за штрафов не хочется делать глупостей, а Михаил это интерпретирует как обвинение мной игры в том, что я умираю в лаве. Соломенное чучело. Напомню, что некоторые бездонные ямы в серии Souls оказывались вовсе не бездонными, а по лаве можно было ходить, притом не только с кольцом. В Драгсос 2 можно было бегать по лаве. Это было трудно, но вполне себе осуществимо. Повторю, для особо тупых. Идея не в том, что ты умираешь, а в том, что происходит после смерти. Ты теряешь драгоценную человечность, половину полоски здоровья и тенденцию. И восстанавливать все это очень хлопотно и неудобно. Вот сейчас дошло. Опять же таки, странно наблюдать столь острую реакцию у человека, который не в первый раз играет в Souls, ибо подобная агрессия возникает у людей, которые впервые зашли в игру, так как им кажется, что система наказания за ошибки откровенно несправедливая. Но займев какой-никакой опыт, игрок понимает, что, оказывается, дело было не в игре, а в его кривых руках. Да, это идеальное оправдание. Оно, правда, больше подошло бы Dark Souls 2.3 или даже 1, где многие механики игры, вроде восстановления человечности или посмертные штрафы, сделаны более удобно и продуманно. Но гораздо ведь удобнее все оправдывать кривыми руками и казуальностью. То ли сублимация Эроса по Фрейду здесь везде узко. Что-что, простите? Кто-то сказал про сублимацию Эроса? Понравилось? Так вот тебе еще. Желаем Юбисофтом отправиться в комфортабельное путешествие в анальное отверстие бесконечности. И вот я лежу такой весь в гипсе, жопа болит, как и положено после переливания крови, и может вложить свое очко куда надо. Любой нормальный игрок в РПГ знает, что очень важно правильно распорядиться своим очком. Мне не жалко, у меня много. Далее идет кривляние девочки в кадре, и я даже не знаю, что они хотели этим показать. Да, у меня такие шутки, их у меня в достатке, и я не претендую на их уровень. Однако, это ведь не я расспрашивал меня про бабскую конами, и я панировал к моим яйцам за пару лет до того. Чел, ты такой девственник! Как скажешь, красавица. Боюсь даже спрашивать, какую оценку ты дала бы вот этим строкам. В общем, дальше следует критика левел-дизайна, говоря о том, что 80% игры это узкие пространства, хотя по факту он показал единственные узкие моменты игры. Это улочка Балетарии, на которой ничего не происходит, и тоннели в 2-2, которые почему-то размером жуков, которые их же и вырыли. А, ну и вот этот углюский коридор в 2-1, который, ну, откровенно, он меня и сам раздражает. Все остальные локации достаточно просторные и имеют место для маневра. О, я посмотрю на тебя, как ты будешь маневрировать на мостиках в Латрии, или в обезьяннике Латрии, где в камерах даже, простите за тавтологию, камера цепляется за края той самой камеры. Я посмотрю, как ты поманеврируешь вот тут, например, вот на этом вот мостике, на мостиках в сраном болоте, ну, там хотя бы невысоко. Я так и предвижу, на том конце провода начинается сейчас рассуждение о том, а сколько вообще нужно пространства для маневра. Потому что вот у Михаила, например, пространство для маневра есть всегда. Я понимаю, что нашему анониму ближе пустые коробки из Dark Souls 2, в которых половина пространства занята абсолютно ничем, и которые я регулярно ругал в роликах и на стримах, так как они мне не по душе. И хвалил, кстати, в этом ролике микродизайн уровней Demon's Souls. Но, как выражается сам кастом сториз, об этом наш аноним и молчал. Но сам замок Балитарии построен с упором на реализм, где узкие улочки и подъемы строились исключительно для того, чтобы было проще держать оборону замка при наступлении и ограничить трафик прорвавшегося сквозь ворота врага. Реализм проявляется не только в узких улочках, но и в широком мосту, дабы по нему могла проехать конница, остатки которой мы также можем найти. Защитных баррикад для лучников, в адекватном размере жилых помещений с кухонной утварью, в детальном представлении механизма подъема ворот, чего не встретишь в других играх. И, по-моему, это круто, что в первом крупном проекте Фромов они еще пытались в реализм. Они старались косить подтипичное фэнтезийное РПГ с огромными неестественными замками, пустыми коридорами, в которых два камаза, блять, проедет, и прочими приколами левел-дизайна. А, так вот как это называется. Реализм. Нет, про конницу это, конечно, очень круто, но очень странно слышать про реализм в игре, где есть локации вроде Латрии. Тут-то какой реализм. Нет, я, правда, может, чего-то не знаю, может, там вообще только делали, что горгули летали, больше никто там не жил. Но объясните мне местную логистику. Надеюсь, в этот раз не нужно объяснять, что я имею в виду. И потом, в четвертом обелиске тоже есть крепость, но там почему-то с простором для маневра проблемы нет. Кроме подземной части Форта, но она очень уж маленькая. Ну, вообще, отчасти я согласен. Это и правда реализм, но он тоже нужен не везде. Есть моменты, когда реализм просто лишний. К нему нужно стремиться, в идеале. Но нужно же понимать, что как минимум с такой камерой этот реализм скорее мешает. Либо тогда уж мешает камера, сделайте ее другой. В Dark Souls 3 и Bloodborne эти проблемы с реализмом решили. Менее реалистичными они при этом, кстати, не стали. Так что в данном случае реализм никак не может служить оправданием. Иначе тогда можно сделать игру, где от одного города до другого нужно пешком идти два месяца. Реализм же. Да, дружище, да. Именно этого и добивались разработчики. Заставить тебя испытывать дискомфорт на уровне твоей психики, чтобы ты совершал еще больше ошибок, чтобы, как следствие, любая победа над боссом приносила искреннее удовлетворение и силы для новых свершений. Хотя, да, согласен, если бы в игре можно было бы прописать ТГМ, играть было бы намного интересней. Ну, давайте тогда реализуем эту идею с Пешедраловым. Вот Болитария, вон Латрия. Если я правильно понял, ты как почетный лоровед, мне если что, поясни, Латвия и Боливария далеко друг от друга. А Депортали отсутствует, потому что у нас тут реализм. Ну и пиздуй тогда пешком. Мешок на плечи и вали. Реализм же. А главное, хардкор. Не все средства хороши для достижения реализма или хардкора. К тому же ты забываешь одну вещь. Какие-то решения могут нравиться одному и не нравиться другому. Мы все из себя корчим объективных критиков, но все равно остаемся во многом субъективными. Ты, видимо, этого так и не понял за долгую свою карьеру. Потому что тебе было некогда. Ты же за моей жизнью следил, не за своей, да? Что за претензии насчет ТГМ, я вообще не понял. Или я теперь еще и с читами играю. И, наверное, этому тоже есть какое-то неопровержимое доказательство. Господи, ты в своем презрении ко мне готов мне вообще все что угодно приписать. Шорткаты всегда удавались на славу Миядзаки. В первой части они тоже играли серьезную роль, во второй почти не играли, чисто декорация, но выбор был. В третьей их вообще упразднили. А, ну, теперь я буду знать, что в Dark Souls 3 нет шорткатов. Окей, ладно. Я просто, знаете, хотел сейчас, вот прям сейчас вставить футажи шорткатов из Dark Souls 3, но я вспомнил, их же там нет. Да, Миша, вместо них ты мог бы вставить футаж из моего ролика, где я это говорю, и где на весь экран в этот момент всплывает поправка, что речь не о шорткатах, а об альтернативных путях. В первой части они тоже играли серьезную роль, во второй почти не играли, чисто декорация, но выбор был. Hello, Dark Souls, my old friend. Ты не мог не видеть этой надписи. То есть ты намеренно соврал. Снова. Повторюсь об альтернативных путях, для особо непонятливых. До Чумного города можно добраться через долину драконов или глубины. В забытый бастион можно попасть с пиратской пристани, либо же птичьим такси. В Dark Souls 3 таких альтернативных путей в локации нет, если я ничего не путаю. Как же, однако, мало уникальных локаций в Dark Souls. И опять же, вторая часть выигрывает в этом плане. Это правда, в Dark Souls 1 34 локации в Dark Souls 2 51 и в Dark Souls 3 25, если верить Вики. Но честно, не особо понимаю, сколько нужно локаций, чтобы игра выглядела интересной и полноценной. Но, судя по этому тезису, я так понимаю, для нашего анонима количество равно качеств. Я тебе, как аноним анониму говорю, не равно. И об этом я не раз говорил, ни в одном ролике. О количестве равном качеству это твой аргумент, не мой. Я говорил об уникальности. Но это долгий разбор, об этом я подробно расскажу в одном из грядущих роликов по Dark Souls. Можешь посмотреть, если хочешь. Блин, как я тебя подколол, а? Оценил? Если хочешь. Жестоко, понимаю, жестоко. Ты ведь не можешь не хотеть. Я же для тебя уже, наверное, ближе, чем кровный брат. Ты обязательно посмотришь. Ты же раб таракана по себе в голове. И ты не можешь забить на слова какого-то левого чела из интернета. Тем более такого плохого и глупого. Да. Но в целом разнообразие локаций тут рваное. Есть интересные и красивые, а есть болитария и болото. Ну, во-первых, здравствуй, Dark Souls 2 с абсолютно нерваным разнообразием локаций. Ну, а во-вторых, я не хочу расстраивать нашего авторитетного лораведа, но Dark Souls это в принципе не про комфорт. Здравствуй, Dark Souls 2. Что там не так с красотой и разнообразием? Можно подробнее? Вот есть, например, лес гигантов, а есть туманный лес. Они отличаются, хотя и той, и другой лес. Есть замок Дранглейк, есть замок Железного Короля, есть Элиум Лойс. Все три это замки, но они тоже отличаются. Каждый выглядит по-своему, они друг друга не повторяют. Найди мне копию храма Амана или гробницы, которая склеп. Все потому, что про красоту можно что угодно говорить, ссылаясь на разные вкусы, но вот с разнообразием сложнее такой финт провернуть. Мне бы, правда, хотелось услышать на это ответ, но я понимаю, что я никогда от тебя его не услышу, потому что если бы ты готов был морально и технически, например, к совместному стриму, то ты бы давно бы уже его предложил. Но спорить с живым оппонентом не так благородно, как с записью, ведь живой же ответить может. И про механики так тупо не пошутишь, не будучи притянутым сам за язык, правда же? Но так или иначе по болоту все еще можно бегать и в случае чего добежать до ближайшего островка, проведя бой в привычных для себя условиях. Поэтому нытье в стиле «Ой, я уже привык по-своему играть, какого чертю меня заставляют проходить по-другому?» Ну, смотрится как-то, не знаю, по-детски что ли. Как-то на стриме, извините, как-то на стриме, да и не только на стриме, мне сама эта мысль тоже в голову до этого приходила, была в общем такая шутка, мол, нет человека, который в здравом уме будет защищать такое явление, как болото в соус-играх. Да, бывают же сюрпризы в жизни. И ладно болото в Дарк Соус, но болото в Димон Соус, батюшки, видимо, очень по-взрослому нести любую ахинею, лишь бы выпендриться и ужалить оппонента. В общем, дальше идет очень длинный пассаж о том, что в темных помещениях темно, а в светлых светло. Ну, тут как бы без комментариев, потому как, ну, я понимаю, что глаза в принципе привыкают к системе подземелий в Скайриме, где абсолютно в глухой пещере какого-то черта светло и все прекрасно видно. После чего у тебя диссонанс от того, что в глухом коридоре или паспортной локации, где всегда идет дождь, нет солнца. Про дождь, это ты про локацию с Дарк Соус 2 что ли? Или про Димон Соус? Но, как обычно, нужно же повыеживаться. Ой, ха-ха, в темноте темно, на свету светло. Соусы вроде не про непроглядную темноту, это не хорроры. И ему по стилю не свойственна такая контрастность, поэтому ее позже убрали. Это вот как в Хорайзене ноль вниз, ночь такая темная, что приходится шаманить с настройками монитора, это очень неудобно. В Скайрим я без модов, кстати, не играю дольше, чем ты существуешь как блогер. Это так, к слову. В игре нет факелов, в игре нет светящихся шапок. Ну и на десерт порицания за отсутствие фишек вроде факела и личинки света, которые появились в играх, вышедших позже. Какие разработчики тупые, что не переместились в будущее, не взглянули на свои будущие проекты и не сделали как надо. Да, позор таким разработчикам. Вот что бывает, когда аргумента нет, а ответить что-то нужно. Действительно, догадаться о светящейся шапке невозможно, а уж до факела так и подавно, их же ведь не было в миллиарде игр. Вот если посмотреть у себя в будущем, тогда, эх, тогда бы сказали сами себе, а что так можно было что ли? Да, слабовато, Михаил, слабовато. Тупее только шутка про механики. Дублирование раритетных вещей вроде кольца регенерации, из-за чего теряется их уникальность и смысл покупки. Вау, ведь то же самое было и в Dark Souls 2. С кварцевым кольцом грома, которое можно купить у Роза Бет и которое можно найти, как и все остальные кварцевые кольца. То же самое касается и кольца ядовитого укуса, кольца гигантов, кольца защиты души, кольца жизни. Мне, мне продолжать? Или у анонима какое-то предвзятое отношение к Demon's Souls и выдуманные им проблемы для Demon's Souls не касаются Dark Souls 2? Конечно предвзято. Аноним же говорил, что в Dark Souls 2 это нормально. Или нет? Не говорил? Ну надо же. А чё рём тогда, а? Соломенное чучело! Спасибо, аноним. Падение вниз по какой-то непонятной параболе и вечно не по той, по которой надо. И также хотелось бы услышать, как должна выглядеть парабола падения, но мы об этом не услышим. Нет, Custom Stories, ну это вообще не по правилам. Это же удар ниже пояса. Нет, ну серьёзно, я ещё параболу не рисовал, ага. Нет, я всё понимаю, нужно доёбываться до каждого моего слова. Ну вот про параболу это ты зря так. Зря. Ну вообще, если не бояться исследовать локации вроде Болота, не убивать потенциально интересных NPC, прямо как ты их вот увидел, да, и, ну, иногда возвращаться в те локации, которые по первости были закрыты, то, ну, в принципе, контента в игре хватает. Хорошо, человек парабола, я обязательно поиграю в ремейк и выскажу своё мнение. Можешь потом глянуть ролик. Если захочешь. Да-да, спасибо, всё поняли. Михаил, я вот тут подумал, по тебе прям хоть нуждики снимай, вот серьёзно. А самое главное, почему ты до сих пор их по мне не снял? Это же, знаешь, это же прям вот золотая жила, это минимум выпусков на 50. Минимум. У остальных персонажей катсцены отсутствуют. Видно, на ранней стадии хотели вести катсцены диалогов, но потом передумали, а эти вырезать не стали. Непонятно, откуда наш аноним знает, что разработчики хотели, а что не хотели, при условии, что в Demon's Souls это не единственная катсцена, которая, как и все прочие, нацелена на акцентирование внимания на конкретном объекте или явлении, но очевидно ему виднее, как протекала разработка игры. Да, да, вам не послышалось. Я говорю, что вот у удручённого воина была катсцена, а у остальных персонажей её нет при встрече, и делаю вывод, что, видимо, видимо, хотели сделать катсцены всем. Что отвечает человек-парабола? А, ну да-то уж тебе точно виднее. Господи, ну какое же жалкое зрелище. И это мне подсовывали, как великое разоблачение меня, Миш, в следующий раз просто скажи прямо, ты хуй, и не трать моё время, а зрители тебя всё равно поддержат и будут рассказывать про разбор по фактам. И не шути больше про механики, себя только идиотом выставляешь. Опять ложь, и опять попытки казаться следующим, так как шестой обелиск должен был быть изначально, но из-за ограниченного финансирования и временных рамок от него пришлось отказаться. Никакое это не DLC. Как-то ты остро реагируешь. Ложь! Казнить! Просто ошибка. И то я не уверен, что это именно ошибка. Я вот слышал другую информацию, но настаивать не буду. Хорошо, не в делусь и в оригинале. Это как-то меняет мою мысль о том, что шестой обелиск был да не был. Вернувшись к нему уже более прокачанным, я с огромной радостью обнаружил, что за ним нет ни хрена, ни ценного приза, ни прохода. Возможно, там тенденция, а возможно, я просто лох чилийский. Возможно, за воротами тенденция. Тенденция чего, правда, непонятно, но, чуваки, вы тоже, убивая сложного противника и видя закрытую комнату, считаете, что там ничего ценного? Нет, блядь, они считают, что там тенденция. Вообще, я не зря столь часто упоминаю, как горжусь тем, что собрал думающую аудиторию, которые, если сказать о тенденциях, притом подробно, то они это запомнят. И если им, как гиперссылку, дать в дальнейшем слово тенденция, то они прекрасно поймут, что там контент, связанный с тенденцией. Как доказательство этому, в комментариях не было ни одного вопроса о том, что же я подразумевал под тенденцией. У тебя, кстати, вроде тоже, но тут я не уверен, я посмотрел лишь пару сотен. В погоне за тем, чтобы освистать меня, ты как-то нелестно отзываешься о собственной же аудитории. Причем парадоксально то, что Острава дает ключ к этой комнате, да еще и говорит, мол, братан, сходи, пожалуйста, в эту комнату, забери суперкрутой меч и дай просраться ластбоссу. Человек, который ищет лор и который настрочил 12 часов контента по темным душам, в упор не видит тот самый лор. Поэтому я спрошу еще раз. Чел, ты точно сам себе пишешь текст? Или передираешь его у других ютуберов, выдавая за свой? Моцера, мы же с тобой уже выяснили, что я ворую у лучших лороведов по Дарк Соусу в Ру-сегменте, идентифицируем их как... Блюдка, хуесоса. Вот. Скажи, а в чем связь? Да, я настрочил 12 часов контента, только, во-первых, это контент был по Дарк Соус, а не по Димон Соус, это разные вселенные. А во-вторых, сценарий я строчил в течение полугода и дострачивался местами, он еще в процессе съемок. Игры к тому времени были пройдены вдоль и поперек, много раз. А это просто обзор. Так удивительно, что я чего-то не узнал для него. Нет, я, конечно же, сталкивался с мыслью, что ты, мол, не имеешь права высказываться, если не прополз на брюхе каждый миллиметр игры. Но, во-первых, я считаю это маразмом, ибо тогда высказываться об игре могли бы единицы. И была бы борьба еще, кто как прополз, а кто-то вот неправильно прополз, неканонично, может там по Википедии, там, например, да, или сбаговал волосов. А во-вторых, если придерживаться этой мысли, то тебе бы про Дарк Соус вообще рот не разевать, господин Кашковед Маджульский. Ролик бомбануло, это не лоровый разбор, и ты это прекрасно понимаешь. Насчет лора Дарк Соус за год до Перекрестков выходил ролик по теме, где я, говоря о лоре, допустил несколько критических ошибок. Например, ничего даже не знал о статуе Салливана в Лотрике. Что ж ты его не обоссал-то? Он ведь про лор был, пусть и косвенно. Но потом, когда речь зашла о дотошной подготовке, я это исправил как мог. И если буду работать над Перекрестком по демонам, а я думаю, что буду, я полазаю по всем комнатам. С другой, пусть сделали бы хотя бы возможность окончательно не погибнуть от рук превосходящихся у врага. Нет, Астрава не рискует умереть, потому как разрабы прописали ему настолько лютый дэмэдж и такое количество хп, что тот в соло может зачистить всю болитарию, как и любой дружественный NPC в игре. Что мог заметить наш аноним, проходя Пенетратора, для боя с которым использовал Бьора в качестве живого щита? Представляешь, не заметил. Не так уж и часто я вызывал фантомов. Собственно, ты сам упомянул только двух. Я мог что-то забыть, конечно, два года прошло. Точно помню, что говорил в видео только три знака призыва видел. Но это вот типа тоже претензии к моей компетентности, да? Я не понял, что в игре, сделанной местами очень странно, персонажу не дадут умереть. Как? Я до этого должен был догадаться. Потому что у какого-то там фантома было много хп или урона. А что, если он просто затупит в текстурку, например, или провалится туда, или еще что-то случится? Также нельзя не восхищаться знанием английского нашего анонима с последующим переводом на русский, где рыцарь башни это оказывается не тот, что размером с башню, а тот, что должен жить в башне. Да ну в рот мне ногу. Вы же помните, как я хвастался своим знанием английского? Ну помните? И я не помню. Enchance and Lichtstand FX. Сука, извините. Короче, вы видите все это на своем экране. Я не знаю английского языка. Слушай, ну это доебка вообще прям вот ни о чем. Ну, как-то мелочно. Ты сам вначале говоришь Down of War или это тоже типа такая пародия? Хотя про параболу знаешь ли все равно круче. Знаете, всегда было любо-дорого смотреть, как молодые люди, которые не застали игру на выходе и пройдя ее спустя аж 11 лет говорят о ее убогости. По степени адекватности таких заявлений они сравнимы разве что с критикой от молодых людей, для которых третья мафия технически лучше первой. Так как первая для них убогое забагованное говно, Skyrim лучше Моровинда, GTA 5 лучше, чем Vice City. Перечислить можно долго, но подобные заявления, как вы поняли, можно услышать лишь от тех, кто в эти старые игры не играл и не испытывал те эмоции, что испытывали мы, наслаждаясь игрой в год ее выхода. Тебя послушать только любая старая игра хороша просто потому, что она старая. Очень странно вообще слышать про себя о воспевании новизны, тогда как я снял уже 40 выпусков игры реликтов, среди которых есть игры 93-го года, 2001-го года вроде Гномов или Дальнобойщиков, Академия Джедаев, Который, как-то это все не укладывается в твою схему. Но зато хорошо укладывается в голову верноподанных, правда же? Отчего бесконечные сравнения пациента Demon's Souls с более технически совершенной Dark Souls 2 выглядят максимально предвзяты и несуразны. Да-да, вспомните про факел и параболу. Да, настолько невозможно, настолько ремейк Demon's Souls будет ужасен, что мы слезно просим подписчиков дать нам PS5 с игрой, дабы сделать видео о ней. Знаете, это какой-то отдельный вид мазохизма. На протяжении почти двух часов плеваться от игры, придумывать ей минусы из воздуха и всячески убеждать зрителя, что игра не стоит никакого внимания, и в то же время клянчить у мерзких и токсичных консольщиков ту самую консоль, да еще и игру в комплекте. Хотя, как я понял, консольщики мерзкие и токсичные только в том случае, если они не потенциальные спонсоры контента на канале. Да и ради такого, чтобы не тратить лишние 50 тысяч, можно и гордость свою переступить и поклянчить соснолечку. Так слезно, так слезно. Фф, нужно побольше слезности нагнетать под грустную музыку. Давайте почитаем мои слезные излияния вслух. Несмотря на мое негативное отношение к упоротой части консольщиков, кое в чем они все же правы. Я действительно не могу себе позволить купить PlayStation 5 для того, чтобы составить мнение об одной единственной игре и платформе заодно. Вы и сами знаете, что эта затея не окупится, а я сейчас скоплю на несравненно более важные вещи и выкнуть 55 тысяч на ветер не могу. Потому, если кто-то из вас, потенциальных обладателей, консолей и ремейка Demon's Souls захочет услышать мое мнение по этому поводу, буду рад, если вы одолжите мне ее на определенный срок, разумеется, с гарантией возврата. Я понимаю, что никто не будет на старте покупать консоль, чтобы тут же ее одолжить, но предложение не ограничено по времени, поэтому, если вдруг возникнет желание, пишите. Не утонули там в моих слезах? Напоминает школьные дразнилки, когда несколько человек вдруг показывают на кого-то пальцем и смеются, мол, смотрите, он плачет, он плачет, а там в ответ типа «Да не плачу я, не плачу». Не плачет, плачет. Не знаю, может быть, ты вот на это рассчитывал? Это уже не так важно, ведь ниже упасть в глазах зрителей у тебя вряд ли получится, человек-парабола. Это нужно быть совсем забитым и неуверенным в себе, чтобы считать зазорным спросить у кого-то помощи. А вот Господь сказал «Просите, и дано будет вам». Я не называл всех консольщиков нехорошими, я говорил об упоротой части и в посте это продублировал. Через пять дней, кстати, я попросил еще об одном одолжении, об аккаунте с Call of Duty Cold War и мне его одолжили. Я попросил и они мне дали. Я консоль просил на время, а мне подарили. Миш, зависть грех. Распространи там это знание в своей унылой церкви. Я понимаю, что разбираться в механика неблагородное дело, но в случае, если этого не сделать, велик шанс обосраться с аналитикой, что, собственно, и произошло. Да, согласен, произошло. И я оставляю на суд зрителей определить, от кого исходит запах. В общем-то, это все. Там дальше окривляние, снова про мою девственность. Кстати, вот насчет нее. Сначала про яйца мои писал, потом спрашивал, насаживал ли я бабу на кукан. Притом, он явно понял, что я не Жень, и что престарелые травести, переодевающиеся в бабу, меня не интересуют. И выставил женщину. Но, Михаил, даже если ты сюда Наоми Кэмпбелл посадишь, мне твои ухаживания неинтересны. Понял? Противный. Давай на этом закроем вопрос с моей десностью, а то ты во все более невыгодном свете начинаешь смотреться. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Вместе с обзором подошла к концу самая долгая часть этого видео. Я бы извинился, конечно, за то, что это заняло столько времени, но зачем? Ведь это то, о чем меня просили многие целый год. И я сделал ответку на разоблачение от кастом-сториса. Почему не вижу радости на ваших лицах? А теперь начнем третью часть кардебалета. Углубимся в нюансы. Давайте подведем для начала промежуточный итог. Уровень аргументов вы, в общем-то, сами все видели. Обвиняет в соломенных чучелах и сам же расставляет их на каждом шагу. Упрекает за механики, сам при этом с ними подставляясь. Подменных тезисов, передергивания, доведения до абсурда, противоречивые нескладные обвинения в игре по гайдам, взломах, ссылки на действенность, все что угодно, лишь бы только выставить меня в дурном свете. И все это приправлено уничижительным обращением ко мне, использованием моего фото и прятками за спину девушки, потому что в одиночку оно, конечно, ссыкотно, нужно, чтобы держали за ручку. А теперь сравните это с моим старым обзором адвоката Алдии. Сравните и скажите мне, как на духу, весь ли мир ебанулся? Ну, весь не весь, а часть уж точно. Встретили обзор прям очень хорошо. Фанаты были просто в восторге. Сбылась мечта кастомсториса, он уделал либрариума. 11 тысяч лайков к 700 дизлайкам, потрясающее соотношение, я не шучу. Ко мне ломанулись толпы фанатиков, со слюной у рта повторяя механики и разоблачая меня, конечно же, по фактам, за что и были забанены, ведь я же не люблю конструктивную критику, а вовсе не за оскорбление и повальное хамство, воспеваемое в хлеву, из которого они выползли. Привет тебе от детей кастомсториса, сука, говорят они мне. И тут возникает как бы вопрос, либо кастомсторис знатной ебакой и снашал ваших мамок, но зачем мне об этом знать, либо вы реально упоролись, возомнив себя культом, рыцарским орденом, возможно, не знаю. В комментариях у Михаила единодушные поощрения, все, кому не лень, ругают либрариума, на чем свет стоит, шутят про него, про механики, обзывают, оскорбляют. Не создается впечатление, что комменты удаляют. Давайте же их почитаем. Ходят слухи, что либрариум ездит с коробкой автомат, потому что сломаны механики. Да, тут в общем шутки про механики, механики, действительно механики. Каким обзорчиком нужно быть, чтобы взять рекламу в конец ролика? Это Дефирамба Михаила, куда без этого? Ну, Дефирамба, это нормально, давайте это признаем. Это действительно нормально. Понял, что не зря убил час своей жизни. Этот разъеб сполна окупил час моей жизни. Блин, божественный момент. Ну да, естественно, что еще нужно для счастья, кроме как посмотреть, как кого-то обсирают, называют девственником, да, подписчик может забыть поесть, поспать, но проведите активность под роликом, обязан всегда в этом. Да, Михаил замечательный, их надрессировал, конечно, мое почтение. Так, какой выдался год, такие и лороведы. Очень иронично, на мой взгляд. Дальше комментарии от Степана. Вот был человек, вот ни разу меня никогда не оскорблял. Он такие же полотничи писал, постоянно вот был как такая вот заноза в заднице. Вот он вечно всем был недоволен. Такой Михаил на минималках, вот тоже, опять же, Михаил здорового человека, да, не было каких-то личностных таких вот подъебок, но каждый раз вот он вот зудел над духом. Ты такой сикой, ты плохой, ты скатился, ты отвратительный, ты вот так, ты вот так, ты вот так, делать не надо, так не надо, фу, вот гундит и гундит, гундит и гундит. Я знал, к чему в итоге все это сведется, собственно, к этому в итоге все и свелось. Я для него стал окончательно плохим после того, как 24 февраля лично я напал на Украину, как вы знаете, да, вот, соответственно, тогда у него глаза открылись окончательно. Теперь он ходит и зудит о том, что он так жалеет, он отрекается от того, что отправил мне диск с Бладборном. Сейчас, подождите секундочку, сейчас я... Диск, блядь, с Бладборном. Ага. Вот, Степан, ты это по-любому смотришь, вы все рабы своих, так сказать, этих привычек, мимо там, да, обязательно будете смотреть, кекать, лолировать. Вот, у меня два диска с Бладборном, поэтому, Степан, если ты думаешь, что, если ты мне что-то отправил, отправил какой-то донат 4 года назад, там, да, крупный, там, сколько там, 20 что ли, еще что-то в таком духе, я не помню. Спасибо тебе большое за это, правда. Я очень тебе благодарен. Я очень тебе благодарен за добрые слова, там, да, вот за диск, вот какой ты мне послал, да. Хочешь, я тебе его верну? Если ты думаешь, что из-за того, что ты мне сделал какой-то подарок миллиард лет назад, я буду терпеть твои выебоны до конца жизни, то ты ошибаешься. И если ты собираешься бегать и вонять о том, как ты теперь сожалеешь о том, что ты мне что-то прислал, давай я тебе назад его пришлю, за твой счет, там, не знаю, через Казахстан, или как ты будешь это забирать, мне, честно говоря, поебать. Ну, давай, вот я тебе это верну, и ты прекратишь, маленькая вонючка, бегать уже по всем этим, по всем пабликам, там, да, и рассказывать о том, что, ну, как, не по всем, по одному, да, что вот, вот он такой, я-то думал, он такой, а он, оказывается, другой. Давай? Игрожурное расследование вышло, снимаешь шляпу, был прекрасный час. Помните, точно такие же комментарии, там, про Шерлока писали, что ты прям Шерлок, Тесфан, снимаешь шляпу, когда вот это было расследование Тесфана о том, как я там с бабушками встречаюсь, сплю, ну, в принципе, это все друг от друга ушло недалеко, потому что Михаил рассказывает, что, например, я там женщиной даже за ручку не держался, там куча мемов есть в группе об этом, Тесфан рассказывает, что я там сплю с бабушками, ну, как-то оно вот все более-менее рядом, правильно? К сожалению, ребят, не нашел свой любимый комментарий, вот, честно, попытался найти, возможно, он не здесь, можете поискать его сами, там человек писал, что, мол, встречал меня в этом продуктовом, в овощном, кажется, то есть он тоже, как и я живет в Пензе, мол, встречал меня в овощном, странный он чел, я не представляю, что же я там такого делал, возможно, жонглировал помидорами, что он вдруг, встретив меня в овощном, решил, что я странный чел, да, блин, видел бы он меня в мясном, вот, я там такое порой вот варяю в мясном там, вот, зато я нашел другое, вот, например, смотрите, замечательный тоже, о, смотрите, о говнариум причем заметьте гавнариум через а тогда понимаю вот на из медкарта либрариум пушка лайк ну короче полная солидарность и конечно же на этом фоне все восхваляют гений михаила пока мой ролик по демон соус утопает дизлайках а толпы зрителей соответственно подписываться от канала ну и самый главный мир узнал своего героя и своего злодея михаил победил да ну как вам сказать во первых победа в сражении которого не было это конечно очень почетно сам войну объявил сам в одиночку на нее пришел сам повоевал сам себя победителем объявил сам себя наградил и лег спать на меня уже пытались снимать обзоры и вы помните мою реакцию собака лает караван идет давайте оценим ущерб реальный ущерб который нанесли мне и моей репутации в восторге зрителя на обзор михаила есть есть но если помните то некий тест фан уже снимал на меня обзор и вроде даже не один там он рассказывал о том что я с плюс бабушками подтверждая это какими-то неведомыми аккаунтами непонятно откуда непонятно кем созданными что я кукол что ксюша мне не дает что общем-то недалеко ушло от излияния михаила про детственность ролик я не смотрел напрямую но в комментариях был и знаете что там там все то же самое все то же самое что у михаила точно такая же солидарность точно такое же единодушие точно тот же уровень аргументов шуток оскорблений и точно такие же в итоге крики про то как меня разделали по фактам с которыми нельзя спорить на что как видите не особо повлияло качество самого ролика к тому же не забывайте уже четыре года своей лаборатории кастом-сторис лайф наускивает паству по дисциплине либрариум враг твой увидишь сразу лай плюйся и разумеется эти великие умы и первыми ломанулись писать хвалебные отзывы кастом-сторису ну а остальные могли купиться на такое единодушие или на аргументацию уровня покажи параболу не покажу давайте кое-что другое покажу я не могу быть уверенным на сто процентов но могу догадаться с высокой долей вероятности что мишаган как его ласково называет на его же канале очень обиделся на дизлайки под его роликом про dark souls 2 не уверен что тому причины именно я хотя роль конечно свою я в этом сыграл но полагаю это одна из его давних грез залить меня дизлайками он конечно же будет это отрицать как и вообще все что я говорю но очень уж это похоже на правду согласитесь все потому что читать хвалебный отдых свою честь от своих же придурков со стримов это конечно замечательно но он прекрасно понимает что это не показатель а вот если бы за них говорила цифра и дизлайки как раз наверное та самая цифра которая сказала бы о его успехе их нельзя удалить как комментарии однако несмотря даже на набег адептов свидетелей механики за более чем год существования ролика дизлайков прибавилось только на 2000 и соотношение составила 79 процентов для кого-то это конечно страшная цифра согласен но вот например ролик про религиозную тему 74 процента заметьте на очень острую жизненно значимую тему конечно она не сильно привлекает внимание но вот бурление в комментариях и лайки-дизлайки это мое почтение далее ролик на политическую тему про роскомнадзор 81 процент снова ролик о религии 77 процентов ролики на околополитическую тему о колде 88 и 78 соответственно при том что туда сейчас тоже понабежали дизлайки в свете того что мы теперь ведь рашка-парашка и русские ворки-убийцы сами понимаете и таких вот роликов еще в достатке как видите такое соотношение для меня не бог вещь что бывало намного хуже и даже в этом случае это довольно сомнительный показатель из-за откровенной остроты тем и тем не менее лайки мягко так намекают на лояльность зрителей к ролику и в случае с demon souls я вижу то же самое все там в порядке с лояльностью потому что нужно же учитывать тот факт что это был целенаправленный набег на ролик после полноценного часового разоблачения я вас уверяю если бы какой-нибудь популярный блогер снял про меня хвалебный отзыв не упомянул одним словом после чего тут же приписал мне какую-нибудь неведомую хрень до культа с а именно снял такой же вот ролик полноценный да с шутками прибаутками как это всем нравится то ко мне также случился бы наплыв лайков это так работает например какой-нибудь условный бес полезный или там кто-нибудь еще неважно это работает в обе стороны и даже с учетом такого вот разгона удар вышел на копейку далее репутация все эти крики о том что я нехороший были и до этого ролика если после обзора кастом сториса пара сотен человек действительно начали считать меня таковым каким он меня называет то это не такая уж большая потеря какой пытаются ее выдать отписки были да как например в те случаи когда я делал поздравительные ролики на 9 мая 18 года на пару дней даже появился отрицательный рост тысячи две человек ушли однако я часто встречаю оскорбление мат угрозы и просто ребяческое безграмотное хамство от людей с пометкой три года на канале 4 года на канале то есть люди просто подписались после одного ролика четыре года назад на не вели никакой активности а затем вдруг проснулись и начали лаять потерять такую аудиторию это моя мечта и в каком-то смысле михаил даже помог мне очиститься она сейчас плоха даже с точки зрения алгоритмов эти люди ничего не смотрят только приходят и гадят зачем они тут нужны и подобные вот люди они бегают по всем каналам и пабликам и постят про меня гадости довольно часто мне приходят уведомления что на мой комментарий ответили комментарии оставлены годы назад порой тогда даже никакого либрариума не существовало как канала но на них отвечают матами и оскорблениями такие люди как раз любят кучковаться в пабликах где поливает грязью других как например в паблике кастом сториса и их постоянная черта завышать планку достижений вот например и свежего из того что я нашел пишут что мол в другом таком посте там всей дружной толпой ругали ребрариума хорошо заходим по ссылке на пост и смотрим на дружную толпу три человека или четыре не помню извините скриншо сейчас не перед глазами давайте дадим фору четыре человека вот так вот выглядят эти все кучки придурков страстно ищущих с кем бы покекать перемывая кому-то кости если для вас бабка у подъезда кричащая вслед всем девушка подряд шлюха это неприятное явление то вот вам их личинки таким всегда нужен королек который будет им покровительствовать гладить по головке и потворствовать их вседозволенности так как в любом нормальном паблике или на любом нормальном канале за такой гнилой базар тебе быстро прилетит бан так что все эти крики про то что теперь на меня все открыли глаза это я уже слышал такие вот открыватели глаз были в двадцатом году девятнадцатом восемнадцатом и еще будут я уверен потому я сделал ролик о слабых звеньях конфликта на что слабые звенья обиделись и до сих пор исходят слюну от негодования каждый раз лишь еще больше подтверждая мои слова и того что мы имеем за дизлайкать меня не удалось бывало и хуже освистать на всю округу тоже не удалось все остались при своем кроме кучки легковеров но как говорится попутного ветра отписки массовые не пошли он не сказал ничего чего не говорил уже не раз обо мне за те четыре года его бесконечных стримов про меня так себе короче получилось разоблачение на пол шишечки и при том многие судя по комментариям нет ладно скажу так некоторые судя по комментариям прекрасно видели откуда ветер дует но ты попробуй возразить там в комментариях там такого не терпят муравьи попытались избить слона как анекдоте если помните я вначале спросил почему никто не вспоминает о том что кастом сториса просто волосился с разбором dark souls 2 а то конечно круто смеяться надо мной ведь рядом есть нечто не менее если даже не более смешное не вспоминают потому что михаил специально создал такой нарратив потому что если вспомнят то это отбросит на него тень во первых он так и не ответил ничего по существу разве что покривлялся как следует и перевел все в насмешничество по принципу нет это ты дурак а во вторых только слепой не увидит в этом всем детскую обиду что также бросает на него тень поэтому он из кожи вон лезет чтобы навязать людям антагониста в моем лице мол смотрите механики смотрите какая у него рожа смотрите у него там не знаю просмотры низкие его никто не смотрит то кроме меня уже больше пяти лет до лишь бы не смотрели на самого михаила очень сильно обделавшись собственной осведомленностью в dark souls он не нашел ничего лучше как возвысить себя в этом плане методом унижения меня и его стиль игры вот это вот войны умов можно описать вот этим вот скетчем что же детишки вот он замечательный пример квадратно-гнездового мышления круглые тащим квадратной катим скажи всем что ты солдал они ведь его уже видели они они не поверят мне ты не представляешь во что они поверят кривой механикой механика механики механика кривая механика механика чел ты такой девственник все обвинения снят хорошо к чему собственно я подявляюсь если вы думаете что на этом история закончилась и михаил успокоился сочтя себя победителем то конечно же вы так не думаете я прекрасно понимаю что меня пытались раскрутить на ответки на иного рода реакции и именно поэтому слышалось такое негодование того что их нет и радость мол не ответил потому что нечего ответить стандартная такая попытка взять на слабо но мне и правда нечего было ответить потому что вести в таком ключе беседу содержимыми по их правилам это как-то унизительно я конечно не скажу что мне было приятно разумеется не было но я долгое время приучал себя быть стойким ко внешним воздействиям так что не сказал бы что меня это как-то существенно задело и я конечно не могу быть уверенным на сто процентов но я думаю думаю что михаила это злило и думаю что ему не доставало моей реакции и он никак не мог почувствовать себя полноценным победителем так работает месть она не приносит удовлетворение удовлетворение приносит признание а признание отговорящих амеб поверьте даже для него это не тот уровень которого он бы хотел открою секрет полишинеля человек не просто так собирает вокруг себя себе подобных ему жизненно необходимо общение с равными мы ведь социальные существа михаил собрал вокруг себя помимо обычной аудитории которая знать не знает разоблачениях и прочим еще и целую толпу отребия и так уж случилось что именно она проявляет наибольшую активность тем более в случаях всяких разоблачений и стримов а михаил ну так уж вышло он умнее них это вам не мистер кат с двумя извилинами те в скайриме это умный человек просто видимо что-то переклинило у него в голове или воспитан он так я не знаю и когда вокруг тебя идиоты тебя это злит тебе не приносит удовлетворение общения с ним возможно именно поэтому он продолжил делать то что делал до этого поливать меня помоями на своих стримах паблики в дискорде на твиче возможно ему даже иногда становится страшно от уровня такой аудитории и вот так прошел еще год думаю мне не стоит верить на слово правильно ведь давайте проверим правду ли я говорю как миров что все знали на что мы копим вот поэтому я ну так знаете как она бы как она сейчас погодите как и вот я вчера вечером красиво сделал блин чтобы она прямо по глазам не била но так и вот нормально как видите михаил собирает донаты или что он там собирает подписки на просмотр моих роликов знаете когда меня сразу после его разоблачения начали доставать запросы мол лучо засал да или более спокойными а когда будет ответка я не желаю во все это влезать поставил заград цену кто не знает что такое заградительная цена это когда ты намеренно ставишь неподъемную сумму понимает что никто ее не заплатит здравом уме но если вдруг найдется такой безумец то за эту сумму можно и расстараться для работы нужна мотивация либо интерес либо финансовая интереса у меня к этому всему не было поэтому я дал людям выбор поставил сумму в 30 тысяч но тут же повысил ее до 50 потому что как мне тут сказали а вдруг ведь заплатят а я как вы понимаете не хотел во все это влезать и конечно же когда я разместил такой запрос жопы у фанатов кастом сториса сгорели в очищающем пламени императора мало того что мне нечего ответить так еще и нажиться решил на нормальных честных людях настолько срака рвануло что даже писали мол лучше киллера наймем за эти 50 кусков киллера представляете это вот насколько же нужно быть завистливым уебищем чтобы такое писать и так мыслить я вот считаю велосокома например некомпетентным и нехорошим человеком но я почему-то не желаю ему смерти только потому что он зарабатывает миллионы и пьюдипай я тоже считаю клоуном не смешным но я же не зливаюсь желчью когда прикидываю сколько можно заработать на партнерке с его-то данными какое позорище скотный двор так вот вы представляете этот либрариум еще и отдельно клянчил деньги на еще одну консоль в подарок когда да никогда я писал пост о том что думал сделать человеку подарок такой деньги я ни на что не просил но кого это ебет вот честное слово не удивляйтесь про меня пишут много всякой чушни и все как один клянутся что у них есть пруфы и что они точно видели но когда просишь привести те самые пруфы там не знаю скрины конкретные ссылки тайм-коды они либо пропадают либо говорят что надо поискать и тоже пропадают в особо запущенных случаях приводят мне мои же слова где совершенно другой смысл и даже слова нет из того что они мне меняет в вину я к этому уже привык меня в какой только фигне не обвиняли вплоть до того что я дай бог памяти делал ролики где призывал сжигать геев из-за них youtube меня забанил даже а потом я решил переобуться удалил все эти ролики будучи видимо забаненном и начал делать что-то другое я не знаю может меня с кем-то путают но пишут это все равно мне так вот возвращаясь к мысли мне такие условия выставлять не позволено по решению комитета обрыганов вот когда кастом створе собирает донат полоску на то чтобы обосрать перекресток миров это нормально да а то за пять лет ведь еще не все дристал как же ваня так вот знаете стеснительно глазки от камеры я говорю просто это так мило наблюдать как человек разговаривает и ведет себя когда на него не смотрит камера но и его настоящее я не удивляйтесь михаил специалист психологии и ему точно понятно где стеснение а где страх за то что сейчас пробежит кошка и навернет камеру так как снято это все было не в моей будке в нее коробки просто не помещаются вообще действительно камере нужно привыкнуть и обозреваемый ролик один из первых таких вот живых я не светил лицом в течение девяти лет именно столько твоему блогу а телесофлёр вон совсем недавно купил но ты не переживай михаил я натренируюсь и подарю тебе еще немало интересных десятков часов стримов важная ремарка очень важная ремарка особенно для тех у кого ну физиологические особенности организма так сложились это как бы нечего шейми смеяться или еще прочего я всем в том числе ваня в том числе ваня я понимаю ваня как бы супер натурал да ну вот как дин и сэм скорее всего да ну вот и супер натуралы таки не пользуются но гайс кого такие же проблемы как у ваня вот советую всем купить патчи для глаз продаются где угодно хоть в питере но я покупаю в магнит косметик да но вот патчи для глаз мое почтение 20 минут в день носите все как вы вы бодры собой глаза у меня тоже неправильно и да михаил рекомендует мне косметику даже не хочу знать откуда такие познания у человека наряжающегося в бабу на камеру но спасибо конечно за рекомендацию обязательно попробую если вспомним короче я себе я стал на регулярной основе покупать ну вот такие вот масочки но вот поэтому но как бы дорогие пиздец для 70 рублей за одну штуку но так или иначе они прям ебовые вот это я прям просто советую михаил дело не в том как кто выглядит а кто и как к этому относятся понимаешь масочки это конечно хорошо но если ты стесняешься своего лица то тебе не с масочкой нужно возиться ты можешь хоть весь масочками обложиться если тебя кто-то решит зачмырить как это например делаешь ты со мной да то он все равно найдет чем прикопаться ты наверное по опыту ты знаешь да кто же самый масочки хотя бы что до внешности то я очень рад что рассказать моих подписчиков о том что ты на стримах не раз за эти пять лет прохаживался по моей внешности это всего лишь поклёп и что твои подписчики тоже не такие это правильно потому что это ведь путь в никуда я же ведь тоже мог бы например сказать что с таким овалом треугольника лица бороду лучше не сбривать но кто я такой чтобы осуждать кого-то за врожденные недостатки я же не ореет со штангенциркулем в конце концов не знаю правда какую тебе масочку посоветовать кроме противогаза лучше кляп но я ведь сейчас скажу а ты снова обидишься да еще на десять лет у меня нет причин сомневаться в том что ты никогда не прохаживался по мне по моей внешности поэтому я не буду такое тебе говорить я просто упомяну это так невзначай в эту игру как видишь можно играть вдвоем очень захотелось в этот момент знаете посмотреть что же тогда писали комментаторы но он к сожалению комментарии не сохраняет ведь наверняка они все как один солидарно промолчали про мою внешность как же иначе то но я нечаянно полез в те комментарии что были под этим перезаливом и там очень весело вот смотрите замечательно разъеб моего очка вот впервые за два года пиздец настоящий мужчина вот ну действительно настоящий мужчина не поспоришь ну ладно мы сюда пришли не на этот ролик смотреть мы пришли смотреть вот на этот ролик точнее на комментарии под ним и так замечать наконец-то ваня сможет пересмотреть свой видос а то удалил и потерял случайно откуда эта информация непонятно он я у не удалял он так висит на канале может я ускрыл когда дело перестановки с одного канала на другой потому что я их там переименовывал менял их так сказать форматы может быть честно грех не помню ролик кто-то с распаковка есть вот ветка шикарная зачем ваня распаковки удалил случайно вот так и прям случайно ну он тебя не уговаривает поверить как будто тебе обязан что ли из и если специально удалил так это его было дело пытается говорить ему человеком какая разница и я не прошу никого меня уговаривать бла-бла-бла и так нам дальше слово за слово для чего тебе узнавать подробности удаления того ролика у тебя все в порядке ты так пишешь словно тебе не все равно спасибо конечно за работу очень их там такой диалог да пожалуйста не делай это бла-бла-бла они там уже начинают друг с другом ехидничать и вот приходит диджей мисс да и пишет ваня не палишься ни разу но типа это я там сижу вот мне делать нехрен да оказывается я сижу под фальшивым каким-то этим ником до на стримах кастом stories и пишу у него в комментариях ну по их вере в принципе я этим постоянно занимаюсь как же иначе между больше заняться то нечем своей жизни и дальше уже вступает доктор тука вектор их ваня ваня где обзор димон соус или блатборн то есть он тоже считаешь это я там сижу вот судя по нику он как бы доктор но по-моему доктор нужен ему им я уже везде мерещусь человеком что-то отвечает ваня но тебе же люди блин 50 тысяч дали не просто так нахрена ты отнекиваешься что это не на контент а просто так если ты сам просил эти бабки у тебя чушь за что ли интернет все помнит интернет все помнит все ли помнит интернет сейчас он вспомнит вот сейчас мы вспомни до интернет все помнит как ты подписчиков обманул. Ванечка! Бог лжецов в ад посылает гореть в аду. Окей, заведующий адом, буду знать. Ну, то есть, люди всерьез там кукухой поехали и видят меня буквально, как там в том стихотворении, в каждом пне, там в каждом отражении меня он видит, да? Кстати, да, по новой мифологии церкви Custom Stories, вот этот вот донат был не мне на консоль, а оказывается, на обзор на Custom Stories. А я мало того, что забрал деньги, так еще и никакого обзора не сделал. Ох уж этот либрариум, обманщик. Если сейчас тебе задонатить специально на PS5 эти средства отложишь на ее покупку или же на другие цели отложишь? Нет, ну смотри, если ты конкретно, ну, к примеру, вот ты конкретно скажешь, вот хочу, чтобы ты купил PS5, я, разумеется, куплю, потому что ну, это, блин, а как это обосновать? Ну, потому что вот, мараму, что ли, неудобно будет, все-таки человек специально на нее скинул, а где стоит она, блин, дохера так немножко, извините. Так что я не верю, что найдется человек, который решит такую сумму вкинуть мне на PS5. Ну, с другой стороны, поживем, увидим. Так, это смс. Сейчас иконочка. Подождите, смс пришла. Блин, она. Слушай, так, сейчас подожди, я в себе немножко приду. Вот так вот. Сейчас придумаю, что просто сказать. Ладно. Джестер болт. А, нет, джестер. Мне показалось, это умляут. Спасибо большое тебе, блин. Я очень надеюсь, что тебя это решение потом не разочарует и не будет голодать, потому что, ну, разочарование в людях, возможно, так или иначе в какой-то форме будет присутствовать, но главное, что ты потом на этот счет себя не теребил, свои нервы, так сказать, не трепал. Вот. А, в целом, да, спасибо большое. Нет, ну, теперь, конечно же, куплю. Да. Если, как ты говоришь, не наткнусь на каких-нибудь барыг. Раз уж ты сказал конкретно куда, обязательно куплю. Вот. Блин, спасибо большое. Вот так вот. А потом придут люди, скажут, что я никому не нужен, и никто меня не любит и не уважает. Блин. Спасибо тебе большое, правда. Какие такие факты их навели на это, я не знаю. Мне же говорят, что мне тут разносят по фактам, да? Ну, то есть, должно же быть хоть что-то. Может быть, они общались с тем, кто это сделал? Нет. Или, возможно, они перехватили мое смс, где была приписка, что это на разбор кастом-сториса. Но это вряд ли, учитывая, что такой царь донат мне прилетела 18 ноября 2020 года, а Аланта расчехлил свой пиструн только 19 числа, на следующий день. Так, какие же там факты? Хрен их знает. Какая инструкция? Я что, блядь, инструкцию покупаю, что ли, или коробку? Ладно, хороших хуйней страдать. Фу, маты. Мне вас уши вянут. Серьезно, Миш? Вот, наткнулся случайно. Который намекает на хуй. Опа, нихуя, блядь, сука. Так, как она была... Как она... Блядь, сейчас, погодите. Как я вот... Я, сука, вчера вечером красиво сделал, блядь, чтобы она прям по глазам не... Блядь, сейчас, сейчас, сейчас. Погодите. Или это тоже постирония. А я опять не выкупил. Да, наверняка она. Но, забегая вперед, скажу, как бы, кроме шуток, так как у Вани лютая ненависть ко всем тем, кто получил консоли раньше него. Лютая ненависть, правда? А в чем это выражается? Я это чем дал понять? Я это произносил вслух или что? И вот так вот весь ролик. И этот, и любой другой. Вот, знаете, по изначальному плану я сперва хотел сделать что-то вроде нарезки, но я вдруг осознал, что я просто не вывезу. Я на часовой ролик вон сколько отвечал. И то, там не было таких уж прям вот вбросов вроде моей ненависти к кому-то, случайных, в кавычках, упоминаний внешности и прочего. Потому что для основной аудитории канала такая дичь, ну, это было бы совсем чересчур, и он это понимает. А здесь это нормально. И вот такие вот плевки в мою сторону, это, ну, как-то уж совсем мелочно и низко. Я хотел показать вам коллажи, к примеру, из оскорблений в мою сторону от него, его подписчиков, упоминания моей внешности, моей сексуальной жизни, вообще всего. Там все это есть. Но я понял, что это просто физически невозможно. Давайте покажу. Вот это его стримы, его лайв-канал. Что вы скажете, если я скажу, что минимум половина здесь про меня? Вы удивитесь? Если да, то зря. Видимо, как-то невнимательно слушали все это время. Про меня здесь было снято огромное количество часов. И выискивать среди этой клоаки какие-то конкретные подтверждения, ни разу при этом не смотрев их и не следив за этой вакханалией, это непосильный труд для одного человека, да и для нескольких. А главное, зачем? Если все равно вменяемые люди уже все поняли и так, а идиотов никакие доказательства не убедят. В конце концов, вот, перед вами канал Custom Stories Live, на который вы можете пройти и самолично посмотреть эти ролики и послушать, что и как во мне говорят. И если вдруг решите это сделать, помните, что если на обложке нет меня и в названии тоже, это не значит, что стрим не про меня, уж поверьте. Ткните в любой, и с вероятностью, ну, скажем, процентов 70, вы попадете на стрим про меня. С меньшей, про бесы и фокси микс. Даже в тематических, которые, казалось бы, вообще не про меня, я уверен, по мне, нет-нет да пройдутся. Конечно же, Михаил с его паствой будут все отрицать, типа, а ты докажи, что не Аллах, да? На что я могу ответить так, ты хорошо устроился, Михаил. Если вы до сих пор не поняли, давайте я проиллюстрирую прям вот совсем наглядно. 19 февраля 2021 года у блогера под ником Terreline вышла запись стрима под названием «Итоги лоровых войн». Ксюша Фокси Микс мне сказала, что это интересный аналитический ролик, и я решил его посмотреть вместе с другими роликами подписчиков на первом подобном стриме. На поверку здравые рассуждения и аналитика оказались примерно тем, что Тесфан, конечно, лох, но Либрариум ничем не лучше, он такой-сякой, чему я был очень удивлен. Запись можете посмотреть. Учитесь, учитесь. Охуеть, да. То есть вот эти все миллиарды скриншотов, вот эти вот полотнища там, да, которые показывают все вот это вот нутро вот этой всей тусовки, да, заднеприводной, это значит нет ничего. Тесфан там тупой, потому что тупой. Вот, ребята, как со всеми аргументы, два часа. Мне интересно, каким органам он вот ролик смотрел. Короче, дебилы и долбоем, вот они, короче, дебилы и долбоем, и дебилы, а ролик я не смотрел. Вот, оказывается, ребят, про что ролик-то был два часа, ну, а мы ты не знали. Хотя Игорька, Игорька, вот все эти аргументы, которые я сегодня приводил со своей точки зрения, вот если их озвучить, блядь, этого червяка, этого слизняка можно растоптать. Ты аргументы, которые ты озвучил, вот эту вот всю хуйню на полтора часа можно было озвучить за три минуты. Что бы ты там растоптал? Я бы, я бы растоптал бы, ну да взял бы, растоптал, ну нет, я не хочу этого делать, ну вот, хорошо, другое сделал, а сделал неправильно, ну хули тебе надо тогда, ё-моё. Я не понимаю таких людей, вот как он не может понять, то уж там меня откидывает, вот меня тоже что-то откидывает, правда, ребята. Тетисы показались мне знакомыми, причём совсем не смутно, и, о чудо, Террелайн оказался фанатом кастом-сториса. Ну, тогда понятно, откуда ноги растут. Кстати, когда я писал хвалебные комментарии под роликами, тогда ещё роликами, Террелайна, он почему-то не счёл нужным высказать мне всё это в лицо, там, потому что диалоги это не путь самурая, а вот посмеяться за глаза другое дело. И когда я поинтересовался под одним из его таких вот разборов, зачем так наезжать на людей, там не про меня было, про другого, но тем не менее. Зачем? Это как-то, ну, низко. Он мне ничего не ответил, потому что, ну, вы поняли, отвечаем мы только в роликах. Ответ не заставил себя долго ждать. 26 февраля. Мастер над шептунами Лебрарис и его аналогии. Часть первая. Тут вот Миша в обзоре на мою распаковку посетовал, что не мог я не пошутить про жопу, выделив в слове аналитика слова аналкапсом. Ну, к Террелайну у него таких вот претензий, видимо, нет. Потому что, а зачем? Задача ведь не поставлена. Вот если они грызню между собой начнут, тогда, да, все всплывет, как говно в проруби. Название, конечно, замечательное, потому что человек не мог упустить возможность вдоволь надо мной посмеяться, поэтому у нас тут шептуны Лебрарис, да, очень странно. Вообще, конечно, что никому там Вибраниум или Хринаниум это было бы вполне в духе таких вот умственно полноценных, разумеется, людей. Вы представляете, если бы, например, я ролик, вот, адвокат Алдуина про Ивана Сагирова, назвал бы, типа, как-нибудь, пролетай над гнездом Ванюшки. Или там, у Ванюшки поехала кукушка. Зачем так делать? Это обращение к личности. Ну, спасибо хоть, что в данном случае здесь действительно не мастер Ванюшка Лебрарис и его аналогии, хотя, честно говоря, я думаю, что и такие тоже были. Ну, так вот, на этом стриме сидит этот вот сеньор Помидор и что есть сил, поливает меня грязью, а в комментариях тем временем радостно похрюкивают люди, смешно шутя про меня во все поля. А потом эти же люди приходят ко мне в комментарии и пишут что-то вроде «при всем уважении, но...» и расписывают свой пассаж, почему я не прав. Однако истинное лицо их уважения вот оно где проявляется. Итак, насмеялись господа и, возможно, даже дамы аж на два с половиной часа, при том, что тот мой ролик тоже был два часа, из которых по теме Терелайна минут сорок. Понимаю, стримить стрим это всегда время затратный, в принципе, от полутора до двух часов в среднем занимает, так что нормально, всего лишь два с половиной часа. Всего лишь, да. Вы же ведь тоже обратили внимание на часть 1 в названии. На следующий день снова аналогии, часть вторая. Без десяти минут пять часов. Как вам? Но вы не переживайте, это все-таки фанат кастом сториса, который заискивающе перенимает его манеры настолько, что сам уже стал его пиратской копией. Пятое марта. Кастом сторис вёрсус либрариум про демон соус механики пруфы. Опять механики, да. Не глядя в ролик, угадайте, кто победил по пруфам. Уверен, вы догадались правильно. Длится три с половиной часа. На следующий день часть вторая, снова без пяти минут пять часов. И ещё через день третья часть три с половиной часа. За меньше, чем две недели обо мне нагенерировали девятнадцать с половиной часов контента. Девятнадцать с половиной часов на мой сорокаминутный спич. И не переживайте, это не какое-то уникальное для этих Хейронов явления. Хотя я у них там, конечно же, вип-гость, безусловно. Но вот, например, восемнадцатого апреля Андрей Шэдди, тоже блогер классный, написал пост, где удивился, с чего бы вдруг Террелайну смотреть его ролик и угорать. И на это Боровичок разразился стримом на пять часов. Представляете, один пост и пять часов. Не знаю, может он там, конечно, десять минут его обсуждал, а остальные четыре часа пятьдесят минут анонировал на свою охуенность, свечку не держал. Но все равно это, конечно, не так круто, как на моих сорок минут почти двадцать часов контента. Представляете, если бы я решил ответить потезисно? Я бы только на один аргумент успел ответить, а они бы мне еще двадцать часов контента загрузили. Все потому, что у этого Кривляки, что у кастом-сториса одна тактика накидывать, накидывать, накидывать без остановки, так, чтобы оппонент физически в случае чего не смог бы все это опровергнуть. И потому вход идет все подряд, включая инсинуации вроде того, что у меня лютая ненависть к тем, кто купил консоль до меня, например. Я побегу оправдываться, что это чушь, доказывая, что я не верблюд, приводя аргументы, факты, ища их. А человек-пора было на мой пяти- или двадцатиминутный ответ на один вопрос нагенерирует еще несколько часов контента, и я уже буду вынужден отвечать на него. А в идеале и на него, и на вбросы еще какого-нибудь мудака, ведь мне же должно быть так важно, что обо мне говорят, да, Миш? Один вон, Тесфан, уже наговорился, еще бы чуть-чуть и на срок бы себе намотал, благо для него вовремя остановился и правильно сделал. О, кстати, Миш, там у тебя случайно доски позор, нет? Ты несколько лет назад хотел составить список врагов. Что, не сделал его случайно? А, это тоже было постороннее. Понимаю. И при том, заметьте, доказать, что ты не ворблюд, это не просто отбрехаться, сказать просто нет и все. Доказательства должны быть подкреплены чем-то. Ты должен посмотреть свой ролик, поднять архив своих записей и все в таком духе. А это время, это силы. А вот накинуть бросов, сдобрить их с мехуечками, для этого никакой доказательной базы не надо. И потому любая, любая моя попытка ответить хоть что-то в этом ключе, в каком хотел бы Михаил и его чебурашки, затянуло бы меня в это болото. Ведь это один из принципов демагогии, заставить оправдываться, искупать некую несуществующую, но активно тебе приписываемую вину, в то время как на аргументы самого обвинителя, на разбор их релевантности и целесообразности уже не остается банально времени, сил, а главное, на это ведь никто смотреть не будет, да? Отвечаешь на каждый пункт, получается 500 часов ролика, который все равно никто не будет смотреть, потому что это нафиг никому не надо, это же не шоу, а на эти 500 часов нагенерируется еще 5000 часов сверху, и ты будешь уже вынужден на них отвечать, и получится 1050 часов, да, на которые еще 5 миллионов часов потом нагенерируют. Этому нет конца. Именно поэтому этот ролик такой длинный, я должен был показать, что это не просто ратование за игру, на которую дурачок Либрариум сделал неправильный обзор, это долгое и планомерное скатывание в безумие, это пятилетняя озабоченность мной. Задайте себе вопрос, почему он не снял такого же разбора моего ролика о Bloodborne, это же вроде как его специализация, нет? Ну так вообще-то он его снял, но только на лайв-канале, но не на основном. Сказать почему, если сами не догадались, отвечаю, потому что это было бы ну слишком уж палевно для той его аудитории, что не шизанулась, которая все еще к счастью тусит на его канале и скорее всего доминирует. Пока что, надолго ли, не знаю. Извините, но разбирать еще и тот ролик это надругательство над здравым смыслом и над самим собой. Однако, свет на эту тайну неожиданно пролил для меня Шэдди, гений, филантроп, блогер, скайримчанин. Помните, я рассказывал про пост, над которым угорали эти, как он любит выражаться, гаврики? Давайте его почитаем. В принципе, пост интересный. Я постараюсь не забыть оставить ссылку на него, но в случае чего просто поищите его в группе. Пост от 18 апреля сего года. Тут много интересного, но нас сейчас интересует финальная его часть. И да, на том же канале есть всякие ролики, где Custom Stories смотрит ролики Либрариума. Та же фигня. Почти один в один. Только если Террелайн обязательно должен был придраться хоть к чему-то каждые примерно 10 слов, то Custom Stories докапывается каждые 3-5 слов. Это, конечно, уровень и мастерство. Открыл ролик с просмотром обзора Бладборна и просто через каждые 3 слова Либры, пауза и комментарий, что Либра тут не прав, а тут просто дурак. Я не шарю ни в соусах, ни в Борнах. Мне там нечего защищать в играх. Но даже я вижу, как докапывается просто до всего. Либра говорит, в игре однообразная палитра цветов, хочется разнообразия. До чего, конечно, нужно докопаться. Ну так это же ведь просто желание более интересной палитры, что в этом такого? Если в игре действительно однообразная палитра цветов, почему бы нельзя это отметить? Либра говорит, мол, тут по лестницам быстрее двигаешься, чем в соусе, ибо пролеты очень большие. В соусе же есть пара больших пролетов, но их можно простить. На что кастом? Ааа, ты защищаешь Dark Souls. Как медленное передвижение по лестницам, так можно простить. Так сказано, что их буквально пара штук, и поэтому их можно простить, а значит остальные маленькие, и там медленное движение воспринимается нормально. Ау, при чем тут защищать Dark Souls? Тут, наверное, идет речь, кстати, о второй части. Я уже просто не в курсе, но это так. Либра говорит, я увернулся от Шара, но неверующие скажут, что я играл по гайдам. На что кастом? Ммм, как же его это задело и как мне это нравится. Хочется спросить, с тобой все в порядке? Нет, Андрей, поверь, с ним не все в порядке. А, не, я понимаю, что есть такая штука, как садизм, но вряд ли это оно. Ну, то есть до человека докапывались, видать, с этим ты по гайдам играл, что, наверное, действительно задело и было неприятно, на что он оставил тонкий намек в своем видео. В чем суть злорадства, я не пойму. Конструктивы же никакого. Это типа, как назвать человека при любой возможности долбоебом и радоваться тому, что человеку это не нравится. Очень точно здесь Андрей суть ухватил, очень точно. Может, я чего-то не понимаю, но это какая-то очень странная для меня фигня. Ну и дальше все в таком духе. Я посмотрел минуты 3 или 5, мне хватило. Ну, то есть вы поняли, да, почему обзор не на основном канале? Это, конечно, скорее стрим, да, но тем не менее. В комментариях к посту скинули замечательный скетч. Я терпеть не могу Чака Ревью, но скетч гениален и полностью отражает суть происходящего. Иванов, а что это? АВ у нас? Собачка? Гав-гав? Тявка. Гав-гав. Нет. Андрей Валерьевич. Иванов Андрей Валерьевич. А что это за водичка у нас у Иванова? Там что, мельдони? Чтоб Иванов скакал как пони? Нет. А что это, в кепки-то пришел, Иванов? Ты у нас в реперы подался. Репер, да? Иванов репер. Как же ты мне остопичнила? Ты каждый урок несешь какую-то хушню. Пять минут. Ты можешь... Пять минут! Свалить свое ебало. На пять минут! Пять минут! Пять минут! Это много. И... Лучше и не скажешь. Кстати, позвольте зачитать еще парочку комментариев. Просто так вот вспомнилась, вспомнился сам факт в существовании. Это же насколько нужно было озлобиться на человека из-за адвоката Алдии. Кастом уже пять-шесть лет преследует Либрариума. Это, к слову, о том, что люди прекрасно все понимают, да? Пять-шесть лет преследуют Либрариума. Из-за этого я строю три предположения. Кастом провоцирует Либру на конфликт. Ну, как бы это логично, да? И очевидно. Второй. Кастом, как медийная личность, ничего из себя не представляет. Поэтому приходится присасываться к кому-то и наращивать аудиторию хейтеров того, к кому присосался. Это очень странное утверждение. Я не исключаю, что вот Михаил настолько шизанулся, что действительно мог так делать. Но это настолько странно лично для меня. То есть у него и с аудиторией проблем нет, извините, и с просмотрами тоже. Я позже, наверное, об этом вам даже скажу. Да. Вот. И, значит, третье. Кастом, латентный Гому, который просто хочет взаимности от Ивана. Ну, в таком случае я не знаю. Я, наверное, вам тоже в конце одну интересную историю расскажу. Вот. Про другого Михаила. Но как бы за эти пять лет даже латентный Гому мог найти кого угодно. Другого какого-нибудь не менее латентного Гому, с которым жить потом долго и счастливо. И еще один комментарий. Какие бы душнилы с кривыми рожами в розовых париках не говнили Ивана, он талантище в плане бомбанула и игры реликт. Какой бы ролик не включил ощущение, что слушаешь друга, который смешно пригорел на игру. За песней в начале ролика в отдельный респект нехило понимать настроение. Очень приятно такое читать. К чему эти комментарии? Просто так? Просто, знаете, вообще должен сказать, что весь этот ролик очень поднял мне самооценку. Я понимаю, что всей этой кутерьмой Михаил мне эту самооценку пытался ниже нуля, так вот, чтобы она пробила дно и рухнула куда-нибудь, не знаю, в бездну или в преисподнюю. Но когда я искал аргументы, так сказать, в свою пользу, вот писал этот вот текст, находил вставки из стрима с тем целевым донатом на PlayStation, я, наоборот, еще раз вспомнил, насколько же у меня охрененная аудитория, насколько она меня любит и насколько, наверное, я, ну, так вот, по-легкому сказать, неплох, раз смог заслужить их любовь. Да? Ладушки, давайте продолжим. Это был такой маленький офф-топ. У Михаила больше Либрариума, чем у Либрариума. Ты думаешь, это шутка? Ты думаешь, это шутка? Это не шутка, это факт. Материал для видосов нужен, ну, то есть, там, там построен целый культ ненависти ко мне, понимаете? Не было ни одного аргумента, с которым бы он согласился. Как тебе лор Элдена? Понятия не имеет. Возвращаясь к теме обзора на Bloodborne, несмотря на то, что это лишь перезалив стрима на втором канале, просмотров у него, дай бог, каждому. 73 тысячи заценили, и из них почти две тысячи еще и оценили. Я, наверное, даже не буду прикапываться к количеству лайков при таком количестве просмотров. У меня вот, например, ролик 20 тысяч просмотров, 2000 лайков. Даже один из самых провалившихся, наверное, за всю мою историю, вот, из того, что я помню, да, за всю историю моего блогерства, один из самых провалившихся моих роликов по лору Массэффекта при 16 тысячах просмотров 2,5 тысячи лайков. Но то ладно. Хотя этот факт для меня лично говорит, что люди не слишком-то высоко оценили вот этот вот самый ролик с разбором Bloodborne, как некоторые хотели бы это подать. Но тот факт, что Librarium это знак качества, отрицать нельзя. Ладно, хорошо, вот этот вот стрим был залит всего лишь 2 дня назад, поэтому 6 тысяч, хотя 6 тысяч за 2 дня, но это, наверное, тоже не самые лучшие показатели Михаила. Ладно, хорошо. Смотрите, стрим про Librarium 19 тысяч. А, что-то там, аниме, инфернальная поездка, 8 тысяч. Кому нужна? First Russian Streamer Qt, Малена, Маленья какая-то там, короче, что-то там по Elden Ringу, видимо, да 8 тысяч, никому это нахер. Librarium, 58 тысяч просмотров. Смотрите, разнос Librarium по Bloodborne 83 тысячи просмотров, основа Librarium, да, 33 тысячи просмотров, какой-то косплей 10 тысяч, еще что-то, Dark Messiah 2 тысячи, еще Dark Messiah 4 тысячи, нижний интернет, ну там Логвинов, Логвинов, это тоже все-таки имя 11 тысяч, не такое имя, как я, ну на этом канале, разумеется, да. Leech King, этот Beach King нахер не нужен, 11 тысяч, 11, 13, 7, 5, 11, 5, 19, ну там я упоминаюсь, есть где 19, там про меня, хоть фотка не моя, в этот раз ищем вот 6, там 14, вот я тоже, смотрите, 14, вот снова я, 31 тысяча, такие вот дела, детишки, на мне делают имя, я Брэнд, вот в рот мне ногу произношу это и мне это льстит, знаете, я ни разу в жизни не встречал человека, блогера, который так много времени в течение многих лет посвящал бы другому, человеку или блогеру, неважно, я понимаю, если речь бы шла, там скажем, о былоне Маске, о Билли Гейте, о Путине, в конце концов, потому что есть же о поломлившей Камикадзе Ди, да, ну ладно, на худой конец о Пьюдипайе, или там, условно, Николай Соболеве, Мэдисоне, Хованском, Баженове, но нет, я и близко с ними не стоял по популярности, чтобы ей можно было такое оправдать, это именно личная обида, так что напишите мне, вы такие случаи еще встречали? Давайте я для наглядности еще раз вам покажу, пройдемся только по тем стримам, в которых я точно знаю, что я есть, как я и сказал, давайте пройдемся по тем стримам, которые я знаю, что они про меня, и так вот, заводное ультра насилие, 3 часа с гаком, да, самая лютая аналитика Дарксвоз в истории, 3,5 часа, самая лютая аналитика Владборн, 4,5 часа, а что Титов, 3,5 часа, так, 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 дальше вроде как не про меня, но я еще раз это повторю слух, что если где-то я не обозначен на обложке, да, если где-то я не обозначен на названии, это не значит, что меня там нет, будьте уверены, можете ткнуть наугад и скорее всего попадете в меня, и так, вот это вот точно, как минимум частично здесь про меня, поэтому вот, давайте будем брать не 4 часа, там, с половиной, а вот, скажем, час, да, наугад, так, здесь я не помню, есть я или нет, в художественном фильме это мой мод, 3,5 часа, далее, так, Стасян, Стасян, разбираемся в тонкостях Дарксвоз 2, скорее всего тоже про меня, я не знаю, я вернусь в Питер, и мне не понравилось, тоже не уверен, что, скорее всего там я тоже упоминаюсь, но давайте тоже не будем это считать, потому что я просто в то время тоже, по-моему, ездил в Питер, твоя последняя копия Skyrim, да, это тоже, про меня, час 37, да, Ваня расчехляет 2,5 часа, так, ищем дальше, ищем, ищем, Леонидова суббота, 3,13, Леонидова суббота, первая часть, 4 часа, ну и вот, собственно, вот, Фокси, Тоха, Либра, Бес, Либра, да, мне казалось, этих стримов было больше, ну, по крайней мере, с такими названиями, ну, это, в общем-то, ни о чем не говорит, и это еще надо учесть, сколько всего я пропустил, сколько всего я не знаю, мой детесесовец, это так просто, там, скорее всего, не про меня, но, тем не менее, просто, замечательное название, Итого, 37 часов, я насчитал, 37 часов, это вот нормально, скажите мне? Это здоровый человек вообще? Это при том только те, где в названиях был я, помимо парочки, еще же есть наверняка те, что я пропустил, плюс еще огромное количество упоминаний, которые невозможно почитать по времени, так как они могут быть разбросаны по другим стримам, и это еще не факт, что сюда все стримы были залиты, и крайний тут датируется трехлетней давности, то есть это в районе 40 часов только за три года, и то только из того, что на поверхности, еще плюс сам тот часовой разбор на Димон Соус, плюс комментарии у меня на канале, целые полотна в том числе, плюс комментарии у себя на канале, плюс посты в группе, гора мемов, обсуждение меня в группе, на Твиче, в Дискорде, обсуждение меня с другими стримерами на их каналах, давайте, давайте, расскажите мне, поклонники кастом сториса, что это не больной человек, не обиженка, который не может с этой обидой на ровном месте справиться, что это просто вот он видит чужую глупость и хочет развеять поклеп на хорошую игру, давайте, я очень хочу услышать, как вы оправдываетесь, как вновь будете говорить, что этот ролик вода, как говорил Террелайн про тот мой ролик о лорной войне, ломившийся от скринов с доказательствами и вербальных фактов, расскажите мне, как я все придумал, вырвал из контекста, что я просто завидую в конце концов, давайте, позориться так до конца, вы до сих пор не убеждены, да, типа я перегибаю палку, да и нет там столько контента про меня, просто вот я в названии, и я на обложке, а контента нет, ага, хорошо, вот один из фанатов кастом-сториса, Леха Лэб, он создал свой канал, куда заливает вырезки со стримов, вырезки необычные, Леха очень любит скандалы, и потому, кто кого куда послал, кто про кого что сказал, вот тут все есть, давайте глянем, ну, то есть, вот, например, там, Шэдди про пиар от Мистера Кэт, 49 секунд, там, я не знаю, Фокси Микс про Тесфана, 48 секунд, Фокси Микс и Либрариум про Эшкинга, минуту, вот, Либрариум и Фокси Микс про Лорну войну, полторы минуты, скажем там, Фокси Микс про свою аудиторию, там, тоже полторы минуты, да, подписчики Мистера Кэт спрашивают, ну да, где подписчики Мистера Кэт, там уже поболи, конечно, там 20 минут, но в целом, вот, Либрариум, а нападение на Фокси Микс, 56 секунд, Либрариум про страйки в конфликте, там, 45 секунд, там, не знаю, есть ролики про Тесфана, вот, смотрите, тоже Тесфан, о, видео там, лорные войны, там, минуты 15 секунд, Тесфан про то, что Либрариум женат, откуда они все это берут, вообще, понять, с ними, 0,52, там, да, Тесфан про Терелайна, Тесфан про Синего Заяца, там тоже, минуты 20, 22 секунды, минуты 10, да, в таком ключе, а теперь, как говорится, следите за руками, вводим в поисковик Custom Stories и любуемся, Custom Stories комментирует видео Либрариума, час 18, Custom Stories комментирует видео, у кого бы вы думали, ну, конечно же, Либрариума, 41 минута, часть 2, Custom Stories комментирует мой ролик, 13 минут, какой-то, видимо, сбой был у Лехи Лэп при загрузке, потому что, ну, 13 минут всего лишь, вы что, потому что, вот, Custom Stories про Либрариума, час, Custom Stories про Либрариума, 14 минут, видимо, не договорил, ну, ладно, я понимаю, что это, видимо, Леха Лэп так просто вот режет их зачем-то, Custom Stories про Либрариума, Foxy Mix, 53 минуты, Custom Stories комментирует ролик Либрариума, вот тут даже видно по картинке 43 минуты, Custom Stories про Либрариума, 58 минут, Custom Stories про Видео Тесфана, 49 минут, а Видео Тесфана, оно во многом-то про меня, в общем-то. Часть вторая, Custom Stories про Видео Тесфана, еще 43 минуты, так, мотаем дальше, о, часть первая, Custom Stories про Лорные Войны, 38 минут, часть вторая, 52 минуты, часть третья, 53 минуты, часть четвертая, 46 минут, часть пятая, 46 минут, часть шестая, 58 минут, часть седьмая, 50 минут. И это, по-моему, еще не все, там даже, по-моему, еще есть, Вот, TerraLine и Custom Stories смотрят нарезку со стрима Пертура бычей, ну да, целый час они ее смотрят, кекают и наверняка даже лолируют. Часть первая, TerraLine и Custom Stories смотрят нарезку, что еще что-то смотрят, да? А, не знаю, видимо... А, это была часть вторая, а это вот часть первая, да, поэтому еще бы на полтора часа они там накекали. Custom Stories смотрит Гарри Поттер и прибавочная стоимость, ну тоже мой ролик, да, еще час двенадцать. Дальше смотрим Custom Stories, смотрит четвертую главу Перекрестков Миров, ну да, как же без этого-то? Ему уже наверняка донатили на это, ну как наверняка, я точно знаю, что он собирал на этот донат полоску, чтобы посмотреть и обосрать мои Перекрестки Миров. Короче, час двадцать еще. Custom Stories смотрит Перекресток, дальше три минуты, сбой, видимо, потому что вот, снова он смотрит Перекресток и снова час восемнадцать, еще снова сорок восемь минут, еще он там что-то смотрит, еще на пять минут насмотрел, потом еще на четыре минуты, потом он смотрит еще, снова мой Перекресток, снова час двадцать, он смотрит мое мнение по Bloodborne 36 минут, час двадцать, час тридцать четыре, и наконец-таки вот последнее, что тут есть, ну это не про меня, ну ладно, про это даже мы вспоминать сейчас не будем. Ладно я, нежить полый, но уж Лехе Лепту вы верите, и тем более тем фактом, что он предложил. Притом, заметьте, тех отрезков, что есть у него, мы не видели на канале Custom Stories Live, а это, между прочим, еще двадцать четыре с половиной часа, что в совокупности уже шестьдесят один с половиной час, и ведь нет уверенности, что это все. Шестьдесят один час – это только стримы. На мой единственный ролик о нем на пятьдесят минут хронометража. Можно еще припомнить, конечно, мои ответы на стримах, но меня конкретно спрашивали про него. Я не выходил с инициативой говорить про Custom Stories, не ставил его в название, не лепил его лицо на обложку, и даже моих медленных ответов там за эти пять лет, дай бог, на час накапает. Можете проверить сами. После этого стрима, наверное, Custom будет рассказывать, что тебе тут десятки тысяч каждый стрим донатит, а ты жалуешься, что денег нет. Может быть, будет. Странный человек. И поймите, если бы обзор на меня в рамках Demon's Souls был бы единственным, то это было бы совсем другое дело. Все вы поняли, это просто месть, подумаешь. Но тут случай совсем другой. У него весь контент про меня такой, он весь такой, даже более жесткий и жестокий, сопровождаемый гоготом шакалов возле Шерхана. Он основан на постоянном вбрасывании. Оттуда потом и рождается чушь вроде целевого доната на обзор Custom Stories или внезапные баны меня Ютубом. Именно там расположена эта кузница маразма. Фанаты Custom Stories, вот те, что нормальные, вы знали, что у вас под боком настоящая секта, антилибрариума такая вот, жила? Нет? Не знали? И каково это вам узнать? Что думаете, нормально это тут явление? Обсасывать каждый прыщ на жопе человека годами, блядь? Ругать его последними словами, оскорблять? Вбрасывать без остановки, как принято у демагогов? Чтобы я отвечал лишь на последний аргумент, например, на один из тридцати, а все предшествующие двадцать девять как бы автоматом считались бы подтвержденными, потому что такие понятия в этой помойке. И тогда, как в анекдоте, ложечки потом найдутся, а вот осадочек останется. На то и расчет. Как вам такое? Скажите, это вот нормально? Нравится вам такое? А ведь вы тоже в этом участвуете. Хотите вы или нет? Нравится вам, что вас вот в такое втягивают? Нормально, что меня поливает обильно грязью пять лет подряд? Нормально, да? Ну ладно. Он прошелся по абсолютно всем аспектам моей жизни. Не осталось, наверное, ничего, чтобы он и его бакланы не обсмеяли бы в стиле Бивиса и Батхида. Давайте я подробнее сейчас об этом расскажу. Михаил, когда вбрасывает про меня всякое, он никаких доказательств не приводит. Вы просто верьте ему на слово. Я тоже не буду предъявлять сейчас никаких доказательств. А вы мне даже не верьте. Я все вру. Потому что у меня физически нет возможности найти подтверждение каждому этому факту в этом загашнике. Итак, сам факт того, что Либрариум плохой, не вызывает у вас, надеюсь, больше никаких сомнений. За пять лет обо мне не прозвучало ни одного хорошего слова, хотя я не раз и на стримах, и в роликах говорил, что, считая Михаила, несмотря на всю ту дичь, что он творит, талантливым блогером, ролики которого старые, по крайней мере, мне нравятся до сих пор. Просто новые я не смотрел. И один из них я даже как-то порекомендовал в своем разборе локализации Dark Souls 3. В смысле, локализация, а не его ролик. Ролик-то как раз толковый. В принципе, в нем дана практически исчерпывающая информация, так что, если угодно, можете поискать его на обозначенном канале. Он наверняка завалялся где-нибудь между стримами, посвященными поливанию грязи Фокси Микс, и роликом «Почему Dark Souls 2 говно?» часть 365. Однако, сам Михаил себе такого позволить не может, такой роскоши, хвалить меня. И для него этот ролик послужил доказательством, возможно, очередным того, что я вор и ворую у него контент. Мы уже видели, как он позиционирует себя как единственную, как уж он там говорил, русскоязычную базу знаний по Dark Souls на момент 2018 года. В этот раз, как мне сказали, он недоволен тем, что, во-первых, я взял такую же тему, что за несколько лет до этого брал он, а во-вторых, мол, ролики похожи. Я даже не сомневаюсь, что они похожи, ибо в самом его начале говорю, что исчерпывающую информацию Михаил предоставил. Но раз вы просите, я скажу, что думаю уже я. Вы представляете, два ролика, рассказывающие про одно и то же явление в рамках одной и той же игры, использующие одну и ту же, единственную имеющуюся запись стрима? Похоже. Вот это да. И это, кажется, воровство. Да. Михаил, а что такое воровство? Вот ты у меня заставку стянул в свой ролик. Это воровство? Передрал вступление один в один. Это воровство? А, это пародия. Хорошо. Заходим на канал, смотрим последние ролики. Лучшая гильдия ТЭС, лучшая гильдия магов, лучшая гильдия воров. Вводим такую же тему в поисковик. И опа! Мистер Кэт такое делал. И ТЭС Фан такое делал. И Индегеймс такое делал. И вот какой-то Джинс тоже нечто похожее делал. Нового он тоже делал. Миш, да ты вор. Миш, а каково это? Подниматься на переводе чужих роликов, а потом говорить, что это ты там, чуть ли не единственный светоч русского комьюнити Дарка, привнесший в него всю информацию. Притом, заметьте, если я в течение ближайших двух лет, например, в принципе, неважно когда, да, если я позволю себе, посмею взять подобную тему, например, сделать топ гильдии Скайрима или топ гильдии Обливиона, что начнется сразу? Вы правильно догадались. Кстати, я неоднократно слышал от нормальных подписчиков Михаила о том, что за эти пять лет он как бы изменился, повзрослел. Что ж, видимо, их осведомленность оставляет желать лучшего. Ну ничего, после этого ролика она, надеюсь, расширится. Вот к слову, когда вышел мой обзор на Demon's Souls, в мою сторону были обвинения, в том числе от фанатов кастом-сториса, что я передрал ролик у блогера Они. Нет, что вы, мысли совпасть не могли, мы же всего-то навсего об одной и той же игре рассказываем. Однако в комментарии пришел сам Они и сказал, что никакого плагиата в этом ролике не увидел. И что, вы думаете, это послужило для кого-то аргументом? Хрен улысого. И что, гобу раскатали. Так, что еще у Либрариума неправильно? Да все, личная жизнь неправильная. Хо, да у него вообще нет этой личной жизни. Пассажа про детственника вы уже слышали, что, повторюсь, вкупе с его переодеваниями в бабу выглядит как неумелые гейские подкаты. Или это такие детские комплексы, мол, посмотрите, у него нет личной жизни, а у меня есть, я вот вам даже девушку в ролике сниму. Обычно у тех, кто кричит о том, какая у них офигенная личная жизнь, она как раз-таки скучная. Это так, статистика. Но ты можешь считать меня кем угодно. Девственником, которым никто не дает, милфхантером, как тесфан. Я не против. Это же ведь так, по-взрослому. Внешность моя тоже не угодила Михаилу и его фанатам. Особенно последним, так как если сам Кастомыч будет часто на это давить напрямую, люди заподозрят неладное. А у комментаторов руки развязаны, и рты тоже, и они этими ртами делают такое? Вы что, там все поголовно арийцы, у них всегда штангенциркуль на готове, чтобы замерить твой череп. Сплошь Олены Делоны, только что с конвейера. Потому они имеют полное моральное право осуждать квазиморд вроде меня, чему Михаил очень, разумеется, рад. Ролики у меня, без сомнений, все как один идиотские. Если вдруг вам показалось, что парочка нормальных из 400 у меня все же есть, то вы не правы. Они все идиотские. Иначе бы не накапало больше полусотни часов их разборов. Логично же, логично. Канал у меня, соответственно, тоже неправильный. А самое главное, на радость Михаилу и его антилибрариумовской коалиции никому не интересны. Недаром же он так просел по просмотрам. От любых мыслей о том, что интересность роликов не равна их популярности, Михаил отмахивается. Видимо, искренне считаешь, что успех на ютубе зависит только от твоего таланта. А вовсе не отстечения обстоятельств и сотни интересных блогеров с крутым контентом, годами прозябающих безвестности, это миф. Ну да. Смотрите внимательно. Просто один малюсенький пример. Таких примеров вот миллионы. Ну, возможно, тысячи. Хорошо, не миллионы. Но их просто дохрена. Да. Смотрите. Один пример. Шикарнейший клип по готике от Лародара. От которого фанаты рыдают слезами ностальгии. Тут не просто интересный клип, как он это умеет. Тут полноценная шестиминутная песня «Ничто на земле не проходит бесследно», текст которой переписан на манер готики, а исполнил ее, эту песню, то ли один, то ли несколько актеров, которого Лародар сумел отыскать и завлечь. Актер, озвучивший ту самую готику, русскую локализацию имею в виду. Я считаю такой контент просто потрясающим. И на мой взгляд, я со своим и рядом тут не стоял. 31 тысяч просмотров. Видео от автора Мышич под названием «Большой комиссар шлепа крутится под имперскую тему», на которой простенькая 3D-модель кота в костюме комиссара из Вахи реально крутится полторы минуты под имперскую тему из первого довчика. 60 тысяч просмотров. Я не знаю. Может быть, чтобы сделать эту модель, ему пришлось напрягаться так, что штаны трещали, ну, серьезно? И после этого слушать пассажи Михаила и всех, кто мыслит в подобном ключе, просто смешно. Кстати, Мышич, если вдруг ты это увидишь, не обижайся. Я и правда считаю этот ролик хуетой полный, но у тебя полно других роликов интересных, которые мне понравились. И комиссаром шлепой я с тех пор зову своего кота. Я слышал, что это какой-то мем, но это я узнал буквально на днях. Но это не важно. Ну так вот, если сложить эту мысль с мыслью о том, что ролики у меня дебильные, потому что и сам я дебил, понятное дело, то получается, что мой канал вообще в принципе не мог подняться. Удивительно, как такой дурак, как я, смог, имея втрое меньше подписчиков на тот момент, обогнать такого талантливого Михаила. Прошло пять лет, и Михаил наконец-таки почти меня догнал. Его 160 тысяч против моих 170 тысяч подписчиков. Я вообще считаю, что Михаил запросто наберет и 200, и 500, правда. У него есть для этого таланты, и канал хорошо разогнан. Но если уж меряться цифрами, что мне его подписчики предлагают еще с 17-го года, то тут очень странно получается. А я что, я никогда не претендовал на звание лидера мнений и не мерил блогеров по количеству подписчиков, включая себя, да? Я с Шэдди общаюсь, у него даже 20 тысяч вроде как нет. Несколько раз я проводил стримы с каналами, у которых 50 подписчиков или 14. Нет, не 14 тысяч, просто 14. Например, вот недавно человек захотел взять у меня интервью. Можете, кстати, посмотреть. Я открыт для общения, когда есть время на это. И поэтому, когда мне говорят, что я менее популярный, чем кто-то, ну ок, да, дальше что? А дальше замечательный вывод. Поэтому я завидую. Правильно ли я понимаю, что все эти годы по этой же причине Custom Stories завидовал мне? Хотя, казалось бы, с популярностью у него проблем нет, ролики набирают хорошие просмотры, мне сейчас такие не снились. Серьезно, вот мне, чтобы собрать хотя бы 100 тысяч просмотров, нужно упороться. Я последние ролики по месяцу почти безвылазно делал. А у него, вон, 140-200 тысяч как с куста. Даже либрариумы не нужно вставлять никуда. И вот это меня еще больше смущает. Понимаешь, у тебя есть все. Популярность, доходы, любовь к аудитории. Даже личный взвод бивесов и батхидов есть. С чего такое шило в жопе? Михаил, ты пойми, им ты можешь говорить что угодно, но люди счастливые, они не живут миллионами обзоров на каждый волосок в носу какого-то блогера. Или тебе все-таки не устраивают цифры? Возможно, тебя смущает то, что при гораздо большей популярности канала, если верить цифрам, на которые ты молишься, у тебя за 9 лет против моих пяти нет ни одного ролика, набравшего миллион просмотров. И если упорядочить твои ролики по популярным, то на первом месте с 700 с хвостиком тысяч окажется перевод чужого ролика. Михаил, это не твой ролик, а чужой. На втором, с 600, тоже перевод чужого ролика. И только над рейсом с полмиллиона авторский ролик. Дальше снова два перевода и еще один авторский. Как же так получается, что ссанный лоровед, или как ты там меня называл, которого давно уже не смотрят, пусть на старых роликах, но все же имеет три миллионника. А если зрители так немножечко поднапрягутся, я сейчас намекаю, да, то исполнится моя давняя мечта и ролик по котору тоже соберет миллион. Очень надеюсь скоро. Как же так получилось, что безгранично презираемый тобой, вонючий, ссанный, поганый перекресток миров собрал больше, чем твоя самая популярная авторская работа? Почему этого вибраниума смотрят не только разово, но еще в течение многих лет продолжают смотреть? Для меня это лично показатель. Это не значит, что другие хуже. Это не значит, что ты хуже. Но раз тебе настолько важны цифры, то может быть поэтому у тебя в жопе-то свербит? Может быть ты так активно пытаешься приписать мне воровство контента, потому что сам фактически поднялся на чем-то подобном? На чем-то чужом? И на том же месте, на котором у меня авторский перекресток? У тебя, сука, почему Dark Souls 2 говно, которое посмотрели по ходу, в том числе благодаря этому мерзкому вибраниуму? Я ничего не забыл? Кстати, Михаил, а это правда про тебя говорят, что ты на своих стримах призывал кидать жалобы, чтобы набрать мне на страйк на канал? Типа за нетолерантность, были там такие отрывки с Ведьмаком и прочее. Человек, который шутит шутками вроде «Еврейский воин против немецкого мага» или как там еще говорил в обзоре на меня «Гои». У тебя пунктик? Он очень странно смотрится наряду с извинениями перед украинцами, если они, конечно, не выдумка моих подписчиков. Все может быть. Жалобы, страйки. Серьезно? Ты мне мистера Кэта напомнил, который тоже весь такой доброжелательный-доброжелательный, за мир и вообще очень хороший человек. Но страйк-то у меня все равно, конечно же, кинет, да, и быть потом письма насмешливые мне писать на почту. Далее. Либрариум настолько плох во всем, что даже его стримы с другими каналами можно и нужно обсасывать. А сам канал-собеседник с этих пор считается зашкваренным. Именно это и произошло с нашим стримом с крутым каналом Пертураву Чену по Вахе, запись которого в два смычка обзирали Биба и Боба. Леха Лэб не даст соврать. Кстати, опять же, посмотрите запись. Стрим вышел шикарный. Парням спасибо, буду рад повторить. И да, если с Бибой все понятно вроде, то насчет Боба не очень. Один переодевается в Бабу, а другой прифотошопливает свое лицо к женскому телу. Нет, я ни на что не намекаю, правда, и даже не против их переодевания, если это образ такой. Я вот скажем, просто обожаю театр Кривое зеркало и актеров Александра Морозова и Игоря Христенко. Они этим часто занимались. Просто странное совпадение, вы не находите? Так, политические воззрения Либрариума тоже неправильные, соответственно, их тоже нужно обсмеять. Меня даже не удивило, что Михаил не объявлял, насколько мне известно, во всеуслышание о своей политической позиции, касаемо как минимум недавних событий. Искренне желая усидеть на двух стульях сразу, я его в этом не виню. Однако мне донесли, что на одном из крайних стримов, скорее всего, вот на этом вот, он просил прощения у украинцев за мои слова. У кого, как не у них, просить прощения за чьи-то слова. Но это так, для статистики. А то как-то получается, знаешь, на полшишечки. Я и этим, и этим, как говорится, и своим, и вашим, за копейку спляшем. Вот. Раз сам я местный дьявол, то и все, что от меня, все мои производные, да, это дьявольские порождения. Соответственно, как вы понимаете, мои попытки показать малоизвестных блогеров в рубрике «Изнанка Ютуба» — это не акт доброй воли, а в лучшем случае проплаченная реклама. А в худшем я просто собираю... Сейчас не поверите, наверное. Хотя вы тут уже такого слышали, что, наверное, должны поверить. Да, короче, я собираю, ребят, лояльную армию тех, кто будет на моей стороне, чтобы, наверное, взять штурмом крепость кастом-створиться, я не знаю, правда. Но это вот то, что мне приписывает. Соответственно, мои благотворительные стримы, где мы собираем помощь больным детям, животным, беженцам — это тоже неправильная благотворительность, корыстная, чтобы прикрыть добрыми делами свои фейлы и отвлечь внимание людей. Возможно, от сбора дьявольской армии блогеров, я не знаю. Да и как? Может быть иначе? Ведь Либрариум — обманщик. Да, он присвоил деньги подписчиков и потратил их на себя. Какие деньги? Я тоже в душе не ебу какие. Но, как мне наперебой рассказывали в 20-м вроде как году, когда у меня были беды с возгоревшими деталями, мне срочно понадобилась помощь, и я ее попросил. Опять же, да? Как сказал бы Михаил, ныл и клянчил. Клянчил и ныл. Да, эти денег, ну вы помните. Я попросил помощи у зрителей и, о чудо, просящему было дано. Люди мне помогли выбраться из неприятной финансовой ситуации. Но Михаил был бдителен и, видимо, заметил, что я обманул всех. Ничего у меня там не сгорало, я просто присвоил все деньги себе. Или как? Или что? То есть, как бы, я их себе и собирал, ну, не знаю, видимо, под ложным предлогом. Хотя, зачем мне это, если я просто завожу стрим и честно говорю, что, ребят, сегодня стрим ради денег. Или просто пишу, что вот такая-то вот проблема приключилась, и люди поддерживают меня. Мне для этого не надо ничего придумывать. Я до сих пор не забуду, как мне помогли починить сгоревший мамин ноутбук, на котором я делал свои первые ролики. Они фактически не дали мне пропасть. Кстати, тогда я реально был готов плакать, потому что ситуация была очень сложная и подвел к ней я. Но мне помогли. Просить помощи, повторюсь, не за шквар. За шквар – это высмеивать подобное. Правда в том, что эти два аспекта – лояльность аудитории, ее готовность поддержать меня и мои деньги – очень беспокоят как самого кастом сториса, так и его отару, как я понял. Пусть не напрямую, но отовсюду веет тем, что, мол, ну, тебе-то кидают деньги за просто так, да, конечно, ты можешь себе это позволить. С другой стороны, да, потому что люди работали, дабы получить эти 50 тысяч, и они, ну, как бы, кайфуют от покупки консолей, и мы эти 50 тысяч не скинули просто так, на карту. А уж как визжат комментаторы. Громко очень. Там все вы, все те, кто мне донатит и дарит подарки, в лучшем случае вы все имбецилы, которым деньги девать некуда. Михаил, зависть – грех, но так и быть, я поделюсь с тобой этим секретом Полишинеля. Я не получаю эти деньги за просто так. Да, я тоже иногда считаю, что такая помощь мной, ну, не заслужена. Но это, извини меня, от скромности, которая частично нагоняемая, потому что если я сам себя в уздах не держал бы, я бы быстро охренел. Ты, наверное, о самодисциплине ментально никогда не слышал, иначе бы пять лет за мной не бегал. Так вот, как бы я ни считал, лояльность зрителей, моих зрителей, основана не на культе моей личности, и уж тем более не на антикульте какой-то другой личности. Ты же понимаешь, что если ты забудешь обо мне и перестанешь смотреть меня на стримах, аудитория не поймет. Она будет недовольна, она будет просить. Мы хотим увидеть Либрариума на стримах, как ты его разносишь. А если ты им этого не дашь, она начнет распадаться. А уж если ты и вовсе прекратишь перемывать кости разным персоналием, то стримы и вовсе придется отменить. Это как если бы Глиста решила жить вне кишечника. А я всего лишь навсего делаю ролики, как умею и как хочу, и не ору о том, что я батька русскоязычного сегмента комьюнити Дарк Соулс. Пусть комьюнити само решит, кто батька, а кто тапок рваный. Ты с такой злобой говоришь, как я баню за неугодные мнения и называю некоторые прослойки людей биомусором. А ты никогда не думал, что благодаря именно такому отсеву всякого дерьма я и оставил на канале думающую аудиторию, лояльную, которая не бежит оскорблять человека массово во всяком случае, уж точно, просто потому что я что-то про кого-то сказал. Я ведь много про кого и что плохого говорил за эти годы. Но ни к Чаку, ни к Соколу, ни к Пьюдипаю набегов не было от моих зрителей почему-то. Может быть они как раз решили, что не вставляющий рекламу про 1х беты и всякие рейды Shadow Legends и блогер, у которого посреди угрюмого повествования о тлении и безысходности мира темных душ не всплывает «Покупайте майки в магазине с майками!» Может быть они решили, что такой блогер достоин их финансовой поддержки? Нет? Ты не думал о таком? Напрасно. И я не говорю, что тут все бесталантные. Нет, это не так. Но нужно же трезво смотреть на вещи. Кстати, есть ли здесь среди вас любители Скайрима? Я уверен, что есть. Знаете ли вы, что я на Скайрим запилил классный мод? Дом музея Довакина. Да, я его вам рекомендую. Но, но рекомендую обходить его стороной, потому что он тоже неправильный. И Михаил вам расскажет об этом на данном стриме. Не пропустите, где же вы еще услышите разоблачение либрариума от кастом сториса. А главное, я не могу считаться автором этого мода, ведь использовал чужие материалы. Потому что я вор. И пофиг, что тащим-то все права на моды принадлежат беседке, и мы своего рода все воры, но это не важно. В группе Кастомыча рассадник мемов про либрариума. Вот, мне, например, вот этот вот очень понравился. Верно, отражает суть. Притом, почитайте, что пишут. Просто почитайте. Через комментарий мат и повальная безграмотность. Я ни на что не намекаю, но я намекаю. Впрочем, это не только в группе, это так везде, где есть кастом сторис и его бригада. Своё отсутствие интеллекта они с лихвой восполняют своей спесью. Слово «спесь» ищите в словаре между словами «спаржа» и «спячка». Он хорошо натренировал их за пять лет, и они очень умело гавкают даже без команды. Знаете, за пять лет можно любой, наверное, мозг промыть. Если человеку пять лет повторять, что вот есть добро, кастом сторис, крутой блогер и вообще клёвый чел, такой свой в доску, он делает крутые ролики. А есть либрариум, он плохой. И все беды наши от него, поэтому можно на него сливать все свои негодования. Ты неудачник по жизни или, по крайней мере, чувствуешь себя им. Ничего страшного, не ищи проблемы в себе или в других нюансах. Не исправляй эти нюансы, не корректируй свою жизнь, не надо. Самопознание для педиков, лучше приди на стрим кастом сториса и посмотри, как он мастерски разносит ложка либрариума. И ты даже можешь на него вербально испорожниться, он же не ответит. И тебя только поддержат, радостно похрюкивая. Благодать. Я понимаю. Читая вот эти вот озлобленные и безграмотные комментарии, коверкающие мой псевдоним и имя, уничтожительно обращающиеся ко мне в стиле Ванечка или там Ванюша или Ванюшка, пишущие, что я черное пятно на расе людской и прочее. Вот читая все это, как-то мне не верится в их адекватность. И эти братья по отклонениям еще любят называть меня душным. Я душный, вы поняли, да? А вот это вот все, наверное, пример чистейшего воздуха. Таким могу порекомендовать, когда в следующий раз им станет душно, от моих роликов открыть форточку и на пердючной тяге лететь нахуй далеко-далеко, за пределы солнечной системы. Как раз тяги хватит. Ну а как же ее может не хватить? Это ведь люди, пропитанные ненавистью ко мне. Знаете, вот есть такая нарния, в нее можно попасть через шкаф. А есть свинарния, в нее попадают как? Нет, не через унитаз, хотя там процесс похожий. Через стримы подобных вот существ, которые живут тем, что оскорбляют других. Есть обычное неприятие, да. В блогинге это норма. Это норма в принципе в аспекте знаменитости. За что тебя будут любить одни, за то же самое будут другие ненавидеть. Но тут не ненависть к каналу или контенту, как это стараясь делать я. Обычно я ругаю игру, не живое существо. Условных разработчиков, такую группу лиц, не касаясь личностей. И только изредка действительно себе позволяя затрагивать конкретную личность, что конечно же мне чести не делает. Здесь же речь не о либрариуме как канале, не только. Тут ненависть ко мне, как к личности. Потому что он собрал вокруг себя очень злобных и тупых людей, которые отлично растворились среди нормальных и умных его зрителей, коих, надеюсь, все еще большинство. Потому что не хочется верить, что большинство у него вот такие вот. Тупых ведь проще сагитировать. Персонализировать проблему в виде одного человека. Нет, игру, за которую мы топим, не критикуют все, кому не лень. Ее критикуют только тупые блогеры. Опа, смотрите, как раз тут есть такой один. Давайте-ка поржем над ним. И по-другому там нельзя. Либо ты рофлишь с нами, либо мы рофлим над тобой. Знаешь, я и сам своего рода рофлер. Я думаю, что если я объявлю конкурс на лучший мем по кастом-сторису, то у желающих тоже найдется немало, я уверен. Задачи у этой отары довольно простые. Они сидят там на стримах и такие «Хо-хо-хо, маэстро, вы прекрасны! Вы подорвали либрариуму пердак!» А вот такой скромный такой сидит, типа «Ну да, там, ну чё уж там, ну да, там, подорвал, да. Скромный, но довольный». Ну и, конечно же, прибегать по свистку на неугодные видео и писать излияние своего маэстро. Или вы мне хотите сказать, что это их мнение, и они не по сигналу пришли мне его рассказывать. Сравните тетисы из того разобранного ролика вот с этими. Вот по таким комментариям я могу вслепую отслеживать стримы Михаила. И вот, натаскав такую вот свору личным примером, у кастом-сториса еще хватает совести заявлять, что я как-то неправильно общаюсь с подписчиками или какими-то частями комьюнити. Главное, не смотреть, как он с ними общается. Потому что вот здесь вот, например, все, кто кричали о Pay2Win, нет, они не ошиблись. Они просто долбоебаем. Да, всем скопом. Фу, Миша, фу, мат, фу. И вот они ходят и испорожняются. Религия — это фу. Ненавидящих меня на фоне моих религиозных воззрений, наверное, большинство среди них, потому что, ну, вы же понимаете, я тупой раб, которым управляет изображенное на иконе существо. Иронично слышать это от нетупых рабов, которыми не управляет изображенное на иконе существо. Песни мои тоже, разумеется, как говорят в русских деревнях, кринж. Я не строю себя по вороте и прекрасно понимаю, что пою я плохо, но я не стесняюсь делать это и не стесняюсь выглядеть глупо. И слышать о том, как у кого-то кровь из ушей от моих песен, довольно странно. Тем более от людей, от гнилого базара которых из ушей чего только не польется у любого здравомыслящего человека. Кстати, Custom Stories, помнишь, твой такой вот рэп? О, Custom Stories лучший, парирует как бог, как-то вот так вот, под нарезку из PvP Dark Souls 1. Я почему-то уверен, что был такой ролик или момент в ролике. Сразу скажу, что, может быть, я что-то напутал и его не было. Может быть, он был не у тебя. Если нет, то ладно. Если есть, пожалуйста, скинь мне его в предложку в группу, я его с радостью публикую. Потому что Custom Stories лучший, об этом должны знать все. Люди любят тщеславных. А, кстати, ролик рэп я так и не нашел и все еще подозреваю, что его может не быть действительно, зато нашел вот этот вот замечательный ролик. А нет, это же мастер парирования. Кто-нибудь, остановите его уже и наконец. Сколько может продолжаться это изнасилование? Бог парирования. Что уж тут говорить. Но самую лютую ненависть у него, а значит и у его бабуинов, вызывает, конечно же, перекресток миров. Судя по тому, сколько грязи было вылито на него, сколько он его обозревал, сколько свидетелей механик на его счет высказывались везде, где только можно и нельзя. Это буквально все зло мира в одном лице. Нацизм, жницы, восстание машины, белиски, ворды зомби. Ничто не может быть хуже перекрестков миров от Либрариума. Когда они только вышли в конце 18-го года, маэстро посетовал, что, мол, а лал, в 18-м году ролики по лору Дарк Соулс это так актуально. Это забавно, учитывая, сколько раз я потом с той стороны слышал упреки о том, что я хайпанул на теме Дарк Соулс. Вы уж определитесь, я хайпил на теме, угасшей за два года до того и разобранной не раз до меня, или это никому не нужно было. В последнее трудно поверить, хотя меня это до сих пор удивляет. Эти перекрестки миров выстрелили настолько, что уже три года я чуть ли не каждый второй стрим принимаю благодарности за эту серию роликов, а Дефирамбы ей воспевать и пересматривать ее не перестают и по сей день. И хотя я во многом считаю ее не идеальной, и не раз спорвался ее переделать, сделать эдакий ремейк, я очень-очень рад видеть такую любовь. Не хайп, именно любовь к моей работе. Потому что это мой крестраж. Я... Я реально вложил в эту душу. Я потратил уйму времени и применил все имевшиеся у меня на тот момент навыки на максимум. Удивительно, но даже блогеры с мощной аудиторией ознакомились с перекрестками или рекомендовали их. Их рекомендовал оргподкастер, их смотрел и рекомендовал джинс. Говорят, их даже Куплинов смотрел, но это не точно. И это только то, что знаю я. И тот факт, что от этой серии люди не плюются, а наоборот тянутся к ней, раздражает кастом-сториса настолько, что пылающая, извините, жопа уже не просто способна унести его в открытый космос. Нет. Это настолько ядреный выброс энергии, что Михаил светит ярко, словно квазар. Михаил, ты знаешь, что такое квазар? Это ты, после просмотра «Перекрестков миров». Я прекрасно понимаю, что не всем нравятся мои мысли, высказанные там, на что я говорил, что однажды сделаю ролик, где подробно расскажу, как и почему я пришел к таким мыслям. Но будет это не скоро. Я вообще адепт школы Зулина. От меня ролики по Димон Соусу ждали 2 года, по Бладборну 3 года, «Перекрестки» полтора года ждали, между прочим. Вообще, планировал я это сделать уже вот в эту весну, такие вот разъяснения, но, видите, тоже не успел. Однако, по доброй традиции Михаила, нужно не просто усомниться в моих тезисах, а еще высмеять их. «Хо-хо-хо, у дракона три глаза! Хо-хо-хо, вверх и низ!» И полить это все оскорблениями. И, кстати, я в упор не понимаю, если я, падла такая, воровал всю инфу у тебя, великого, то какого же хрена тебе не нравятся мои доводы про трехглазых драконов? И если уж мы коснулись сожалений о том, что вот кого-то смотрят, а кого-то нет, кто-то такой царь лора в русском сегменте, а кто-то какой-то там хрен с горы, а его «Перекрестки» почему-то смотрят. Да, вот раз уж мы коснулись этой темы, у меня есть что сказать. Вот, на самом деле, в чем ключ, Михаил. Стимула изучать лор нету, ибо он и так предельно понятен. Нет смысла строить теории насчет каких-либо событий, персонажей, локаций и прочего, ибо и так все предельно ясно. И эта предельная ясность отметает возможность создания каких-либо других вариантов развития событий. Понимаешь, да? Ты все прекрасно знаешь о лоре. У тебя кошка поясняет за лор, у тебя там в Маджуле стоят NPC, которые тебе рассказывают исчерпывающую информацию. Стимула изучать лор нет. А у меня был стимул. Я не верил в кошек лоровых, да, и прочих старух с гробами. Я решил все посмотреть сам. Посмотреть и перепроверить. Это заняло много времени, много сил, и людям это понравилось. Помнишь свои восклицания по поводу того, кому это надо, конец 18-го года? Ну вот видишь, кому-то это надо. Мне это надо. А тебе это не надо было. Так что теперь-то локти кусать? Сука, я ведь даже не прошу загуглить значение третьего глаза восточной философии, но можно хотя бы без оскорблений. Нельзя, потому что седалище раскалено до предела. Лучше в таких случаях сесть на что-нибудь холодное. Это такой вот лайфхак. Правда, этот лайфхак еще не освоен фанатами кастом-сториса, и потому на просторах Ютуба вас ждет много излияний по этому поводу. Вот, пожалуйста, перекресток сперматоксикозника. Я вижу Мишкины истории про детственность, и я и Целебрариума такие нашли свою аудиторию. Кстати, это очень показательный пример. Это комментарий под роликом Джиджи, коллаборация с кастом-сторисом в лоровом ролике по Дарксос. Сам ролик я не смотрел, но по комментариям и так все понятно. И, казалось бы, очень серьезное количество просмотров. Нужно радоваться. Плевать, что названия кликбейтные, сюжет, который все пропустили. Ну да, особенно после моей серии роликов. Так прям все и пропустили, конечно же. За столько-то лет. Какой сюжет они пропустили, пардон. Судя по самому частому комментарию, они пропустили сюжет о том, что Эстус это пиво. Но это ладно, это все нюансы. Ролик выстрелил, можно праздновать успех. Ну а и здесь призрак Либрариума не дает покоя. Явились несколько человек, и без оскорблений или хамства сказали, что, мол, есть еще вот такая вот моя серия. Как на это отвечают, видите сами. Притом вот Джиджи, кстати, спрашивает, а почему Калаба не со мной, не с Либрариумом? На что он отвечает, что ему мои аргументы из Перекрестков кажутся очень сомнительными. Наверное, более сомнительными, чем то, что Эстус это пиво, но ладно, фиксим с этим Эстусом. Джиджи, например, мог не знать или делать вид, что не знает о том, как ведет себя Михаил по отношению ко мне. Но он не мог не знать, раз он друг Михаила, раз он его так смотрит, да, наверняка следит за его творчеством. Возможно, он и слышал об этом скандале, да, об этом нашем противостоянии так называемом. Он не мог не знать о пассажах Михаила про кошку, поясняющую за лор, и других, которых я разбирал в адвокате Алдии. Видимо, это никак не повлияло на мнение Джиджи об осведомленности Михаила в лоре Дарксос. Вот чего стоило сказать. Да, кастом-сторис мой друг, а либрариум мне не нравится, поэтому я позвал именно кастом-сториса, а с либрариумом я не буду иметь дел. Все бы поняли, и я бы понял, это было бы честно. Но писать о том, что тебя насторожил третий глаз, но не насторожила мальжульская кошка, это либо крайняя неосведомленность, либо лицемерие. И честно, мне плевать, что там на самом деле. Я просто показал, как это выглядит со стороны, а выводы делайте сами. И давайте уже, наверное, их подводить. Те, кто впервые слышит об этих разборках, или те, кто действительно не знали, что они приняли такой безумный масштаб, скажите мне, это как вот вообще, нормально? Неважно, моим подписчиком вы являетесь или его, просто скажите, вот это вот нормальное поведение нормального человека? Я понимаю, что первая ваша реакция будет неверие, но для этого вам придется игнорировать статистику и факты. За пять лет у меня было множество конфликтов в разной величины. Они ограничивались в основном максимум постами. Меня посылали на три буквы, например, ББ, да, вот, меня громко в посте разоблачал Штиглишти, какие-то другие люди с галочками тоже заходили, писали про меня гадости, после чего просто исчезали с концами. Никто из них, кроме одной самой отбитой особы, не бегал за мной, разоблачая каждый мой волосок на бороде и поливая грязью. Про меня даже песню писали, где тоже были шутки про Милов, например. Ну и ничего. И только Михаил, с упорством на достойном лучшего применения, уже пять лет бегает за мной, не в силах остановиться. Это началось 5 мая 2017 года. Сегодня, на момент написания текста, 18 мая 2022 года, пять лет преследований, пять лет разоблачений, матов, оскорблений, желчи. Пять лет. И не строй иллюзий, Михаил. Зрители прекрасно все понимают. Они правильно говорят, что нет никакой войны кастом-стори со слебрариумом, есть война кастом-стори со самим собой. Как там шутили твои культисты? Схватка с механиками. По-моему, это не у меня схватка с механиками. Даже твои зрители уже открыто пишут, что ждут моего контента, чтобы ты разобрал его на стриме. Как обычно, с обзывашками, с мешульками, через каждые три секунды. Они уже без этого не могут. Знаешь, некоторые говорят про меня, что я оставил след в русском комьюнити Дарк Соус, сделав перекрестки миров. Я не знаю, справедливо это или нет, но о тебе говорят только, как об антилибрариуме. Ты точно этого добивался. Разбирая твои поповозновения в мою сторону, я все ждал хоть какого-то позитива. Хоть одного доброго слова в мой адрес. И я его не дождался. Твоя обида на меня абсолютно, и ролик «Алант расправил плечи» должен был стать местью мне. И, собственно, стал ей. Кстати, я понимаю, что эта пародия на «Атлант расправил плечи», но все же нахожу забавным, что плечи у тебя расправил старый, продавший душу слизень, грязный и вонючий. Иронично. Но что-то пошло не так, да? Мести оказалось недостаточно. Мудрые люди сказали бы, что чаша, которую ты стремишься наполнить, бездонна. Но тут нет мудрых людей, так что я скажу более приземленным и доступным тебе языком. Делая все это, ты не выглядишь крутым в глазах комьюнити или в глазах других людей. Ты выглядишь жалким, даже если ты им не являешься. Ничтожным. Жалким. Неудачником. Алант не расправил плечи. Алант обосрался. Очень громко. С треском. В своем ролике ты допустил столько огрехов, передергивания и лжи, что не заметить этого могли только твои дети кастом-сториса. Но у тебя же есть оправдание, правда? У тебя всегда и на все есть оправдание. И самое действенное из них – и чё. У уральских пельменей был такой шикарный номер, когда претензии жены к мужу, мол, забыл поздравить с праздником, купи сумочку, задержался на работе, делай мне массаж. А потом у мужа к жене. Рубаху мою порвала. И чё? Разбила крыло в машине. И чё? Не приготовила ужин. Ну ударь. Вот я предвижу такие «и чё?» А чё такого? А чего там плохого? А нас-то за шо? Да, кастом-сторис? Ведь обижать Михаила нельзя, он же на иконе изображен, в конце концов. Ёкарный вегвам, а я еще смущаюсь, когда некоторые подписчики меня магистром называют. Все это очень далеко зашло. У девушки из нашей команды восстанавливающей детский спортивный комплекс есть похожая история. К ней подкатывал парень. Он ей был неинтересен, и она ему об этом прямо сказала. И с тех пор он следит за ее соцсетями, лайкает фоточки, наблюдает за другой деятельностью. Ирония в том, что это тоже длится много лет, восемь, и зовут его тоже Михаил. А ужас в том, что за эти восемь лет можно было найти красивую, умную девушку, которых полно, создать с ней семью, даже завести детей, и быть по-настоящему счастливым. Но человек застрял в прошлом, головой. Это не сделает жизнь такого человека лучше. Поэтому сейчас я обращаюсь к своим зрителям. Давайте поможем Михаилу повысить его самооценку. Как это можно сделать? Вы, к примеру, можете пойти на его ролик, скажем, крайний, и написать там «Librarium LOH Custom Stories Forever» или что-то подобное. Пишите, какой он замечательный, и какой я глупый. Несите про меня любую чушь, вы все равно не переплюнете его фанатиков. Только давайте прям уж вот без открытых оскорблений все-таки цель не меня задеть, а Михаилу помочь. Он же этого желал. Такой славы, да? Антилибрариум? Ну, а если вы прям вот сильно хотите, чтобы я разобрал его ролик про меня по Владборну, то пишите комментарий «Хотим видеть, как Custom Stories унижает Либру». Я пойму, что вы имеете в виду. И вот если подобные будут комментарии, то по ним я пойму, что у вас к этому всему есть интерес. Или что его нет. А так, хоть поржем немного. Ладно, пора этот бардак заканчивать. Я прекрасно понимаю, что читать такие вот комментарии в свой адрес, это неприятно. Я думаю, ты как блогер понимаешь, что этот процесс полностью контролировать невозможно. Если бы я мог, я бы сперва себя от них избавил. Но я понимаю, что тебя это сильно обидело. И я перед собой такой цели не ставил. Я, наоборот, делал все, чтобы это исключить. Я никогда подобное не поощрял. Поэтому, если тебя это действительно настолько вот задело, я прошу у тебя прощения. Я действительно не в восторге от подобного. Кем бы вы там у себя меня не считали, малолеткой, школу ЛО, в любом случае прошло пять лет. И за эти пять лет я понял, как легко порой можно обидеть человека простым неосторожным словом. И во что это может вылиться. И я стараюсь, где могу поступать осмотрительнее. Поэтому я еще раз говорю, если обидел тебя, извини. Я сейчас не шучу. Я не иронизирую, не постиронизирую. Я честно и открыто прошу прощения, если вдруг нечаянно тебя обидел. Даже если это глупая обида на пустом месте, это не важно. Это все равно обида. Мне не тяжело попросить прощения. И теперь у этой ситуации есть два пути развития. Вариант первый. Ты заканчиваешь этот балаган и прекращаешь паразитировать на мне и прохаживаться по мне. Не нужно делать это резко. Не нужно просить у меня прощения в ответ. Я знаю, что ты все равно не сможешь. Я прекрасно понимаю, что твои дети-кастомсторисы, которых ты делал пять лет подряд, просто не поймут таких вот перемен и сожрут тебя с говном, как пираньи. Поэтому покривляйся, как ты это умеешь. Скажи, что я все вру, что передергиваю. Главное, черту не переходи. И постепенно прекращай нападки на меня. И когда ты меня отпустишь в своей голове, ты заметишь, как у тебя освободилось огромное количество времени. А главное, зрители тебя зауважали. И я тебя зауважал, потому что справиться с такой обидой – это настоящая победа. Не думай, что я не знаю, каково это. Моя жизнь, она не ограничивается видеоблогом. Я не предлагаю тебе дружбу, хотя не исключаю и такого варианта. Я не предлагаю тебе совместных стримов, дебатов, на которых ты, кстати, вполне можешь выйти победителем, точно так же, как и я. Я предлагаю тебе самое простое – успокоиться. Не оправдывать свою одержимость перед другими, а избавиться от нее. Ведь знаешь, как говорят про оправдание? Найди себе оправдание, и хоть ковер из мечети воруй. Поэтому у тебя есть и второй вариант – найти себе оправдание, как ты это любишь, и продолжить в том же духе. Это видео все равно мало кто посмотрит. Ранжирование – все дела. Так что все останутся при своем мнении в основном. Можешь, как обычно, этот ролик разобрать, покекать, пололировать, как ты любишь, назвать все свои косяки посторонние, привлечь к съемкам сразу трех девушек или Террелайна. Ну, лучше, наверное, все же девушек. Можешь уничижительно называть меня там Ванечка, Ванюша, Ванюшка, использовать те же приемы, что и я. Можешь привести новые неопровержимые доказательства того, какой я монстр. Например, привести в студию котенка, которому я в детстве отдавил лапку и взять у него интервью. Или можешь сделать это в рамках разбора стрима, останавливая его на комментарии не каждые 10 секунд, а каждую секунду. Можешь, в принципе, мой ролик вообще не запускать, а просто пересказать его на стриме, и тебе все равно поверят. И затем продолжить лить на меня грязь годами, исследуя каждый прыщ на моей жопе, рассматривая при этом свою в зеркало. Развлекись. Сделай еще несколько коллабораций с блогерами, расскажи им, какое я чмо, создай приз, заслуженный лоровед СНГ, вручи его сам себе, навешай регалии. Только с этим поосторожнее, а то королей больно много уж развелось, могут и оспорить титул. В общем, ни в чем себе не отказывай. Вряд ли я услышу что-то новое от человека, наряжающегося в бабу. И в таком случае, до встречи еще через 5 лет. Выбор в любом случае за тобой. Я догадываюсь, как ты поступишь, все догадываются, но ты все еще можешь удивить людей и показать настоящую внутреннюю силу, а не просто кекать до пенсии.